друзья всем привет с вами как всегда вадим прокопчев и в общем то нам следует доверстать наш макет потому что алонсо как бы говорит пора уже пора ну в общем следующий блок это отзывы о шведской горечи без отзыва в нашем деле никуда поэтому я предлагаю вам сделать некий секшен вот здесь следующий секшен и напишем что он будет называться отзывы и use я вот так вот сразу купил дальше смотрите какая вечерина то есть дальше в контейнере идет отзыв о шведской горечи поэтому я напишу . контейнер и внутри напишем reviews title ок следующий блок это блок с нашими табами то есть можно будет переключаться от российских потребителей и от зарубежных потребителей соответственно меня в этом блоке смущает только одна деталь это то что вот например если будет выбрано от зарубежных потребителей то он бэкграунд должен быть закрашен только вот таким или вся страница ну скорее всего вся страница то есть даже она будет выходить за пределы сеточки вот здесь если я нажму control и чего должно выходить за пределы сетки тогда что я сделаю как какую хитрость я применю технологию которую мы с вами уже применяли соответственно смотрите это все табуляция я не хочу создавать какие-то новые этапы у нас уже есть то бы написаны вот видите лист inner tab внутри все идет через дата айтишники давайте попробуем реализовать точно такую же тему как я это сделаю то есть я вот здесь напишу . контейнер флюид флюид это тот большой наш контейнер внутри контейнер флюид у нас будет идти у нас будет идти наши табы то есть . reviews tabs и внутри reviews tabs у нас будет идти сначала обычные наши табы это те по которым можно кликать давайте напишем их просто посмотрите давайте посмотрим как у нас было это сделано для того чтобы точно не накосячить то есть у нас лист инер и наверняка внутри шли табы если я вот так вот возьму скопирую перейду вот сюда нажму control f вставлю и проедусь только без точки ага то есть смотрите лист инер потом внутри идут табы с и потом tabs контент тут tab айтемы а здесь просто табы и 1 актив альтем еще есть айтишники дата айтишник интересная конечно реализация давайте что-то подруг подобно подумаем как мы можем зафигачить то есть у нас идет контейнер флюид потом я пишу некий reviews tabs это родитель всей вот этой вечеринки это интересно соответственно теперь я сделаю давайте вот так reviews reviews tab тире какой назвать так чтобы и не больно и нормально давайте тогда я вот здесь назову reviews инер здесь tabs вот и вот reviews tabs и тут будет . reviews tab и я и будет столько сколько нам нужно допустим пока нам их вообще два нужно сделать ок а вот здесь я сделаю например и вьюз точка контент то есть для вот этих внутренних элементов для вот этой темы для это я сейчас реализовал вот этих два чувака давайте сразу и вставим чтобы у нас не возникало никакой путаница то есть я копирую первого типа сюда и от зарубежных потребителей сейчас я копирую второго типа вот вот таким вот образом теперь что мы можем сделать мы можем сделать некий контейнер чтобы чуваку ограничить и написать review с контент вот здесь я напишу . reviews контент 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 и соответственно если мы посмотрим на аналогию с предыдущим то у нас тапс контент и дальше идут таптеры айтемы и как актив тап все этот актив тап я пожалуйста 1 он пригодится просто тапс контент тапс контент тире айтем и актив тап и таких тоже у нас соответственно будет 2 вот ну и внутри будет уже непосредственно эти отзывы и вот это вот вся вечерина соответственно вот такие вот отзывы и так далее давайте я сейчас просто копирую кусок текста аноним обращается к нам для того чтобы просто и вот тут копирую кусок текста или давайте вот так вот юлию вставим и вот сюда вставлю здесь будет аноним здесь будет юлия для того чтобы мы сейчас увидели наши табы вообще принципе фурычат или в принципе не фурычат для того чтобы они зафурычили мне нужно взять посмотреть на джесс то есть я здесь обращаюсь к табам соответственно я могу написать запятую и написать например review став то есть при клике на вот этого чувака у нас ага дата и дешники то есть соответственно я вот здесь должен написать рядышком дата тире айди равно 1 здесь а не могу написать 1 и 2 потому что смотрите дело в том вот я щас вам покажу давайте для примера я поставлю таки 2 теперь я вот здесь должен еще прописать просто айди и написать какие-то айдишники но 1 и 2 у меня уже в самом верху используется а айдишник это по парень который никогда не повторяется соответственно я напишу tab-1 а здесь напишу tab-2 то есть просто что-то другое и и я возьму соответственно вставлю вот здесь вставлю tab-1 а вот здесь я вставлю tab-2 так давайте посмотрим ну я думаю что будет все ок соответственно дальше у меня идет лист inner это родитель а у нас родитель reviews inner мы возьмем его вставим вот здесь запишем запятая точка reviews inner тап-1 там тап-1 там это у них вот эти чуваки то есть соответственно у нас вместо тап айтема используется reviews контент он контент айтем но активы этап нужно убрать потому что он только у первого элемента находится давайте мы как бы проверим ладно пофигу соответственно я должен написать вот здесь запятая вот так . надо это проверить давайте вот так вот скопируем tab-1 актив вот сюда tab-1 там вот так да то есть пока моя теория полностью верна и что еще я упустил в этой нашей схеме то есть теперь лист inner tabs родитель а у нас это просто reviews tabs . tab внутри find а у нас это reviews tab не забываем ставить точки потому что если мы будем забывать ставить точки то вечеринка скажет вы конечно хорошие ребята но я буду тусить абсолютно в другом месте давайте обновимся с надеждами так у меня сейчас два открыто это нормально при клике на первом нифига не происходит и при клике на втором тоже нифига не происходит это же замечательно ну как бы не очень но тем не менее так так что я хочу порешать я хочу перепроверить все ли я здесь правильно указал я вот здесь точку пропустил вот это принципе в корне может изменить ситуацию и это в корне изменила ситуацию то есть все наши то вы теперь работают видите я вам говорил что точки лучше не пропускать а сам пропустил и пожалуй я хочу чтобы вот эти чуваки находились внутри контейнера соответственно для этого я сделаю что вот здесь вот здесь вот здесь или вот здесь где бы мне лучше взять контейнер ну по идее пофигу но мы сейчас протестить вот так вот иди сюда о круто все работает сейчас мы немножечко подкорректируем чтобы она работала вообще идеально но в целом нас вот эта вечеринка устраивает оки идем дальше дальше что мы хотим сделать с вами ну давайте приводить в общем то это в какое-то чувство правильно вот начнем с ревью стайл ревью стайл это вот у нас отзыва шведской горечи копируем отсюда и вот сюда его аккуратненько вставляем перетащим стайлик и погнали то есть смотрите что у нас идет пока ревью составим или давайте скопируем пока вот так вот по здесь поживет тайтл тайтл нам как всегда оставил очень много приятных воспоминаний так мы всегда делали вот таким вот чудеснейшим образом ну ладно пофиг так 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 что там нет не нравится вот теперь но теперь нож так монсерад болт вот такой вот у нас цвет и 40 по x и высота по и 50 по x поэтому напишем фонсай 40 по x высота строки 50 по x фонд вейд 700 color решетка 30 30 30 и давайте посмотрим что у нас здесь монсерад отлично только цвет есть поэтому за цвет можно не париться ок с этим порешали идем дальше вот такое идем дальше дальше мы видим такую вещь что у товарища ограниченная ширина и единственный вариант как вот только вот так вот сделать то есть нам ничего не поможет только бояка то есть если скажем так для программиста будут уместно сделать что-то такое том у нас получится точно так же как на макете сейчас вот видите иначе нам ничего не поможет хорошо отступы у нас здесь заданы соответственно я задам небольшой отступ к следующим элементам которые должны идти после вот этой вечеринки где-то сорок лет можно смело записать вот здесь margin bottom 40 по x даст из фантастиш все прекрасная картина образовывается теперь нам нужно порешать стабами что тут с ними принципе то решать нужно им задать например например смотрите то бы у нас на ходе ага вот и видите в чем качеля вот они находятся в контейнере ну давайте ладно тут нам это особо не страшно возьмем скопируем и зададим все эти свойства которые тут находятся у обычного таба то есть это монсеррат болт это вот такой вот шрифтец 14 по x высота строки 20 соответственно фонса 14 высота строки 20 фонд вейт болт ну или 700 здесь нужно не забыть по x и такой вот у нас идет цвет интересный далее я дали бы сделал что-то типа отступал соответственно отступы тут смотрите какие интересные у первого элемента есть вот такой вот отступ он равен где-то приблизительно 40 эту поэтому я напишу по 1 край 40 а вот здесь напишу вот так вот ревьюс таб плюс . опять пусть плюс точка ревью став я задам здесь padding лэфт блин чушь я так всегда путаю вот здесь я еще задам вот такой вот padding лэфт который равен около 65 то есть он будет применяться только второму элементу благодаря вот этого селектора который написал плюс то есть он как бы действует к соседнему элементу постоянно соответственно он первый будет всегда пропускать так и желательно давайте обновимся написать еще им дисплей in line блок чтоб они рядышком стояли и верхние паддинги а верхние паддинги здесь будут где-то приблизительно по 25px ок давайте запишем это по 25px это давайте я пока любишь уберу чтоб тут короче систему не сбивать я просто напишу padding top 40 и и под точнее padding bottom 25 и padding top 25 не знаю почему я решил написать 40 но как то так вот чуваки появились давайте сделаем им каждому прокурсор pointer для того чтобы у них все шикарно в жизни складывалось и у активного чувака активный чувак это прям активный чувак то есть просмотреть код видите актив у кого активный класс добавляется то он должен быть с вот таким вот фоном вот таким вот фоном и у него должен быть зеленый цвет проблем никаких не вижу давайте вот так как напишем background color ух уж эти visual studio код background color вот это вот и соответственно review 100 . актив вот так слитенько когда они вместе то тогда бы background color покраситься и сам цвет у текста тоже у нас мы возьмем сейчас инструменты кликнем нажмем окей вот так вот это вот такой вот цвет поэтому просто запишем color вот так отвык я конечно что-то от фотошопа вот последних вот последние работа так давайте отмотаем историю есть ок ок ну пока смотрите пока получилось что-то вот такое background color чет не присвоился нужно кликнуть поэтому мы что сделаем мы актив пропишем вот этому всегда то есть вот чтобы при обновлении страницы он был активным вот так вот при клике все нормально теперь мне нужно чтобы один был всегда появлялся одного не было видно то есть смотрите у нас же бака дамы когда обновляем сейчас и анонима видно июлю видно и только после первого клика и клика все становится нормальным поэтому что я сделаю я возьму наш html это у нас ревью с контент айтен напишу чтобы всех не было видно дисплей на а потом чтобы первого всегда было видно напишу first-child display блок все и теперь при обновлении страницы у нас видно только анонима потому что он первый потом видно юлю потом обратно на него ок с вот эта штука мы сейчас допилим теперь давайте разберемся с внутренним содержимым внутреннее содержимое у нас состоит из неких четырех айтемов то есть некие четыре айтема есть вверху маленькая линия кусок текста и как зовут человека как зовут человека что я сделал в таком ключе я сделаю что-то типа reviews контент айтем это внутри каждого такое должно быть соответственно давайте мы сейчас пока анонима отсюда вырежем станет сюда на время а тут будем творить reviews контент айтем это внутренняя часть и я бы ее как-то обозвал что-то типа ух ты ж как бы тебе назвать . reviews давайте напишем reviews текст внутри этого reviews текст будет вот это вот все а анонима это мы зарядим какой-нибудь спанчер вот единственная думаю придумать им какого-то родителя или не стоит им придумать никакого родителя отдавать пока без родителя соответственно точно так же мы делаем и для юли спан вот и reviews текст то есть у нас таких reviews текстов сейчас будет 4 штуки вот да да вот это он соответственно я могу вот так вот просто скопировать оба и хоба смотрите я никак не буду сейчас их выравнивать типа что сначала должен быть аноним потом юля хотя у нас так и получилось поэтому париться не стоит теперь мы скопируем наташу наташ давай сюда потому что без тебя вообще никак смотрите какой активный проект на разные имена алонса у нас тут есть все есть всех собрали и евгений евгений без вас мы тут не справились вот как то так есть выровняем всех и в такие же блоки я вставлю от зарубежных исполнителей нашего концерта вечеринки точнее так все я что-то напихал получил вот такую вот целую штукенцию давайте ее как-то адекватно реализовывать значит начнем с того что у них есть вот такой вот отступ где-то 55px между чуваками есть отступы где-то тоже 50px и вот здесь есть отступ соответственно в конце 70 родитель этого всего цирка это reviews content item с него и начнем а вот у него дисплей нам написано поэтому вот эти ему нужно задать background color это вот такой вот цвет дальше у него идет padding top 50 и padding bottom где-то 70 точнее как бы мы померили там 70 на я напишу только 20 потому что 50 будет отступать еще наши внутренние элементы вот эти reviews текст сейчас моим зададим столько всего что они офигеют так окей reviews content item мы ему что-то позадавали какой-то даже цвет был задан мы ему еще зададим дисплей флэкс еще больше моему не зададим ничего или зададим чего-то давайте напишем ему джастки контент space between для reviews текста то есть для вот этих чуваков мы сделаем следующее то есть мы сделаем верхний отступ около 20px и нижний отступ около там 50px соответственно padding 20px 0 50px далее у текста есть специфическая что-то то есть это регуляр это регуляр у него вот такой вот цвет да и у него 16px в принципе это то что у нас задано по стандартным значениям поэтому мы просто зададим ему цвет и все но внутренний элемент который у нас идет там спан спан у него будет фонд вейд 700 дисплей блок также у него еще какой-то другой цвет и небольшой отступ вверх что-то типа двадцатки padding top 20 . и цвет у него вот такой есть получили вот такую картинку хоп-хоп-хоп и так далее смотрите как прикольно сначала не работает потом работает что-то пошло не так где-то мы косякнули и косякнули и косякнули мы пожалуй где то есть изначально видны все банс смотрим на все дивы банс 1 2 3 4 и этот как раз таки работает круто а вот здесь работает плохо идут в принципе с делами тоже все хорошо так или мы возьмем вот так вот напишем просто у кого актив того и видно да они ферс а они дисплей дисплей все понятно вот так вот дисплей флекс у нас же теперь они дисплей блок поэтому чувак замешкался немножечко теперь обновляем этот этот есть давайте обновим еще раз короче то что я говорил вот эта схема немножечко неадекватная то есть давайте мы вот тут поставим блок ну или или все-таки вот так вот черт черт а здесь напишем флэкс единственное что мне может помочь если вдруг не поможет то тогда то тогда друзья мои без обертки никак пишем вот здесь блок и тогда делаем оберточку для всех reviews текст то есть пишем какой-нибудь review с давайте напишем review с текст бокс тут просто выкрутимся как-то так да и все control x и она у нас вот здесь закрывается что-то я где-то упустил есть и соответственно я скопирую точно такую же тему вставлю ее вот сюда и вот этот гибчик который здесь ненароком вот так вот появился мы его вот сюда зафигачим выровняем и львиную долю всякого всякого крутого мы напишем вот здесь для reviews текст бокс то есть мы ему пожалуй напишем вот это вот все вот и у него будет display flex то есть у нас сейчас качеля только что было потому что у нас изначально написать display на на потом написано display flex и он такой вот вот обновляемся и видим что она одинаково и тут и тут и теперь все шикарно относительно конечно же шикарно теперь нам нужно поработать по поводу вот этого текста им им мы будем всем задать определенный размер если мы посмотрим наш фотошоп ища то размеры тут могут быть разные но соответственно где там если мы бэтвин написали то где-то 400 там давайте 480 будет нормально и мы напишем максимальная ширина 480px и чтобы чуваков точно растянуло напишем ширина сто процентов и нам нужно вот эту маленькую линию зафигачить соответственно я напишу position relative и возьмем скопируем вот это control c вот напишем здесь двоеточие двоеточие before контент и напишем созданием вот эту линию и прислюняем ее кверху единственное что для того чтобы ее прислюнявить тут должен быть какой-то чуть паддинг в двадцатку но по-моему мы это уже делали единственное еще что это его высота 3 то есть толщина 3 а ширина условно 30 по цвету это что-то вот такое поэтому мы пишем высота 3 плюс ширина 30 и background color вот такое вот и поскольку здесь позиция налоги в написан есть этот верхний двадцатка здесь я пишу позиция на абсолютных 0 и топ тоже 0 и потому что славь там 0 и топом 0 она нормально все все чуваки появились единственное что не появилась это его ширина в 480 нифига не появилась и мне не хочется писать здесь что-то другое давайте тогда ставим просто ширина ну блин ширина 480 тоже как-то фигня фигней о смотрите какой он чувак а блин короче меняем возвращаем и просто пишем вот здесь flex тире в раб в раб ему просто не хочется переноситься он такой дикий парень а теперь все нормально тадамс тадамс теперь если мы врубим сетку то мы увидим что здесь идет явное не до не доезжание до края контента соответственно я бы сделал вот так 70 здесь а здесь намного намного меньше так 570 ширина так я еще и косякнул смотрите в чем я косякнул очень в простой схеме тут у них отступ так как раз таки есть вот этот отступ как и вот здесь отступ то есть это первый мой косяк давайте исправлять его соответственно мне тут не нужно никакие вот эти паддинг плюс плюс да я просто фига ну вот сюда есть топ ботом есть еще райт и будет еще и left 65 поэтому я для ревью став смотрите что делаю пишу паддинг вверх у меня 25 дальше правая часть у меня 60 или правая часть 65 нижняя часть 25 и левая часть и левая часть у меня 70 там на пик короче точнее правая 40 и вот здесь от 65 или там 70 условно получаем вот такое все остальные паддинги досвиду леньки и вот эта вся тема досвиду леньки вот вот если мы вот так замеряем то здесь 570 и вот так мы замеряем то здесь тоже 570 ок хорошо давайте обновимся то есть вот так вот чуваки будут сдвинуты вот так вот чуваки будут сдвинуты ок теперь по поводу вот этих внутренних парниш коль пошла такая жара то я могу сделать вот у них 570 до вот размеры я могу сделать по 570 570 но у у у всех элементов которые нечетные у них должен быть padding left 70 а у всех которых четные это должен быть padding right 70 но это как бы не сложно мы напишем . reviews текст двоеточие нтх тире чайлд одд мы пишем padding left 70px а для остальных мы напишем здесь even и напишем padding right 70px и посмотрим что из этого получилось бабамс вот этих есть отступы а вот этих есть отступ с этой стороны и теперь мы столкнулись другой важной частью это вот этими линиями и тут еще тоже идет какой-то другой паддинг поменьше ну то есть дизайнер не особо заморачивался скажем так а или или там нормально берет смог не будет не будет болеть окей 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 что у нас по оформлению данного текста есть некие есть некие паддинги некие мелодии давайте для себя тогда определимся так здесь 448 здесь 465 ладно пофигу еще для нечетных то есть принципе все окей да все окей там отступы если что можно добавить можно убрать мне нужно порешаться этими линиями тут не нужно решать поэтому я опять же к нечетным приступлю если он нечетный то тогда двоеточие бифу двоеточие before будет здесь left 70px вот так вот вот хоп хоп порешали то есть можно еще нечетным добавить немножечко паддинга например right чтобы вот здесь между ними было расстояние ну все то есть принципе порешали с вот этой частью то что напрягает это пока нас мало волнует это из-за яичников теперь осталось сюда зафигачить остальную часть и тут тоже разобраться то есть чтобы вот сюда зафигачить остальную часть по сути мы можем что сделать мы можем просто так 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 вот оно контейнер и это все находится в контейнер fluid то есть все находится в контейнер fluid и что это мне даст что это мне все даст например если я возьму вот этому контейнер fluid добавлю какой-то класс я немножечко перепутал я хотел вот здесь написать контейнер тире fluid потом внутри зафигачить контейнер вот так вот а тут просто чтобы был контейнер вот хотя и там не понадобится контейнер fluid ладно давайте я не буду менять стратегию потому что сейчас мы можем запутаться хотя тут для ревью с контента мне точно контейнера будет мало мне точно контейнера будет мало я бы написал вот здесь вместо контейнера написал fluid а внутри ревью с контент написал вот еще контейнер вот так вот я сделал пожалуй то есть отсюда вырезал и вот здесь бы его закрыл то есть в чем суть у меня есть сейчас элемент который находится внутри большого вот тут ничего вообще абсолютно не поменялось но теперь я могу для вот этого задать полностью такой background как мы для всех задавали и он у меня окажется вот здесь вот расширенным как на рисунке я беру этот ревью с контент смело такой с ним иду куда-то и ищу где я могу похитить цвет например вот здесь здесь я ему просто вот этот цвет задаю то есть control c control v бабамс обновляем хоп и я вот сразу уже закрыл этот вопрос для себя вот я даже настолько сильно его закрыл что где-то я его еще писал вот здесь для текст бокса я могу его в принципе отсюда удалить и мы увидим что все будет шикарно то есть мне осталось сейчас реально только вот сюда фигачить какую-то часть и чтобы когда вот этот закрашивается чтобы он был тут полностью заделан но мы с вами такое уже делали мы с вами такое уже применяли буквально где угодно буквально вот тут то есть давайте просто себе напомним что у меня есть некий history текст и я просто для history текст на before на before лупанул на position absolute то есть вот смотрите history текст у него обычные свойства position relative а на before я фиганул write 100% высота 100% ширина 100% position absolute background color то есть все вот такое грубо говоря что я могу сейчас сделать я могу открыть наш html посмотреть что наши вот эти чуваки находятся внутри контейнера а все это находится внутри контейнер флюид и смотрите что я сделаю возьму review с наш таб в принципе он где-то даже написан вот есть review стаб напишу ему ну то есть только единственное что мне нужно общаться с первым и общаться с последним потому что там будет немножечко разные штуки то есть я возьму review стаб например так это что-то лишнее скопировалось у нас ревью стаб это позиции рейки и сейчас я так вот хоба с первым потом хоба с последним то есть по факту со вторым но если у нас есть то есть то есть так 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 двоеточие двоеточие все давайте вот так вот ладно first тире child а здесь last child для последнего короче если у нас есть лучше написать first child и last child чем nch child 1 и nch 2 по сути разница будет наверное вообще минимальная или мизерная наверное не ощутимая но так все таки браузеру легче потому что он не считает элемент хотя посчитать два элемента это уж очень сложно но привычку все таки нужно вырабатывать правильно так я обращаюсь к первому и говорю что у тебя на before будет контент у тебя контент будет с прекраснейшим бэкграунд коваром шириной сто процентов высотой сто процентов это все будет на позиция абсолют и у этого всего будет как мы вот здесь делали рай сто процентов то есть отступ от правого до границы на сто процентов и он такой скажет ну вы даете чуваки вот он что-то там проявил себя каким-то образом и топ 0 нужно дописать топ 0 боба то есть вот я уже закрыл вопрос вот этим теперь мне нужно закрыть вопрос вот этим и чтобы еще и вот это исчезало то есть видите она же остается и как-то ну явно нелогично будет чтобы вот это исчезало когда я кликаю то мне нужно писать не reviews там first child вот это вот все а еще добавить сюда класс эффектив эффектив и теперь она будет исчезать вот обновляю хоба видите она исчезла полностью хоба она полностью появилась теперь для второго чувака мы делаем точно такую же махинацию это last child тоже допишем актив и тоже напишем до и точи до и точи например там автор или before пофигу на самом-то деле все можно в принципе скопировать все вставить единственное что будет не right а left left сто процентов а все остальное по моему подходит нам обновляем клик почти почти то что нужно хоп 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 то есть есть вероятность сделать чтобы она была аж вот так аж вот так но как по мне и это будет слишком уж печальная картина если она будет закрывать еще вот такую то есть вот такая часть не знаю но как бы мне кажется что вот так достаточно прикольно и весело прикольно и весело получается ок все то есть по сути все с вот этим булочком но но если мы посмотрим вот сюда то мы еще видим тут неких чуваков читать еще отзывы это если вдруг мало и не хватает вот этих прикольных ответов и соответственно присоединится к тем кто решил свои проблемы давайте зафигачим в html эти кнопочки то есть у нас идет бах это контейнер флюид а это reduce inner и внутри в reviews inner у нас табы то есть какая то своя жизнь соответственно я здесь возьму поставлю курсорчик и начну что-то что-то придумывать сначала мы придумываем контейнер а дальше читать еще отзывы короче две ссылки то есть две ссылки по факту только я бы написал что-то типа reviews reviews link и дальше внутри фиганол бы первую фиганол бы вторую как-то так здесь и здесь бы написал класс или нафиг не нужен или нафиг нужен они что разные правильно разные соответственно что мы можем предпринять давайте посмотрим то есть присоединиться к тем кто уже решил проблемы можно можно или можно читать еще отзывы так ну тут как бы как их спозиционировать тут все понятно единственное давайте напишем давайте напишем давайте напишем давайте напишем что фиг его знает что написать пока не знаем что писать давайте точно напишем для reviews link возьмем вот так вот напишем напишем однозначно для него дисплей блок и и justify content flex and чтобы чуваков унесло просто в ту сторону дальше здесь обычная ссылка у нее будет обычное подчеркивание соответственно давайте зададим ей класс reviews link давайте вот так вот скопируем и здесь тоже скопируем это давайте вторая это у нас формочка которая напишем попап которая ведет какому-то попапу это ведет я не знаю какой-нибудь страницы или табу с дополнительными отзывами поэтому я вот возьму вот этот второй товарищ скопирую его и у нас уже похожие ситуации были там где мы перечисляли элементы со стрелочкой видите то есть если посмотреть то это некий composition link btn поэтому поэтому я возьму его и найду вот здесь вот так напишу link тире btn вот вот она миленькая напишу запятую точка и в лупашу его вот здесь и соответственно напишу вот здесь его вот здесь должна быть запятушечка вот здесь должна быть точечка двоеточие двоеточие автор потому что нормальная тема только так идет есть 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 и что мы дальше зафигачим с вами посмотрим во первых что получилось вот вот очень даже неплохо получилось вот очень даже неплохо получилось только мне интересно в чем прикол если я чего бы написал justfi content display блок поздный вечер друзья мои он несет свои некие последствия дисплей flex вот так вот обновляем обновляем так значит он по сеточке он стал но 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 наши читать отзывы полетели вообще туда потому что у этого чувака что позиция абсолют у него а нам позиция абсолют не подходит поэтому мы ему напишем просто позиция relative мы возьмем вот так вот его отдельно у него позиция потому что для тех кто по которой мы так делали было это уместно здесь я напишу позиция relative и так то вернуться наши и родные читать еще отзывы и теперь я еще добавлю например light items центр посмотрю еще одну секунду на макет увижу что здесь есть некий отступ который равен где-то 20 очки и еще у нас будет идти отступ до следующего элемента где-то 200 соответственно можно написать например padding top 20 очка margin bottom 200 прикольно мне кажется вообще шикарно теперь читать отзыв у него идет некий отступ скажем 80 по x поэтому возьмем вот так вот его напишем margin right 80 по x и в принципе внесем смотрите хоба то есть вот такой он стал давайте посмотрим что мы можем ему написать это у нас ну у меня написан какой-то другой шрифт но мне что-то хочется ему монсеррат добавить ну ладно короче мы добавим монсеррат читать еще отзывы 14px вот такого супер крутого цвета и как бы все то есть color решетка вот такой фон сальс 14px и смотрите на что я хочу обратить ваше внимание то есть смотрите вот здесь читать еще отзывы им из-за вот этого шрифта который у нас есть нашего монсеррата то буква вот здесь видите то есть как бы линия немножечко прерывается у нас на макете она не прерываются поэтому если нам нужно сделать точно так же как на макете то я здесь должен написать текст decoration none и написать border bottom 1px solid и вставить вот этот вот цвет и мы увидим что расстояние есть достаточно большое между линией и вот этим это потому что высота строки у нас по стандарту идет 24px а мы сейчас напишем например 14px высоту строки и все и она будет прислоняться высота строки 14px и я все-таки font-weight что-либо 700 поставил мне кажется как-то по прикольнее будет поярче вот то есть если вдруг нужно нужно так сделать такая задача то мы делаем вот таким вот образом вот и благодаря тому что я внедрил скажем так вот этот класс другим чувакам то мне не нужно будет связывать целую кнопку ну все это шедевральное мне кажется можно потихонечку переходить к следующему блоку и он прям вообще прям аж просится его сделать потому что что-то мы похуй ну как бы похожие были здесь все похожее поэтому мы сейчас вообще вот эти два блока этот футер зафигачим прям прям быстро быстро ну ок погнали значит назовем секцию build в этой секции смотрите какая вечерина то есть это все будет контейнер флюид некий контейнер флюид дальше внутри контейнер флюид да мы сделаем что-то типа билд иннера или давайте лучше билд ну да пусть будет билд давайте в раппер в раппер сюда мы фиганем картинку а внутри будет идти контейнер наш и уже вот посмотрите если я сеточку сейчас макете в рублю то в контейнере будет находиться вот эта вечеринка наша вы принимаете участие во всем счастье нашего проекта вы принимаете все создание эликсира соответственно что я сделаю что я сделаю в контейнере я буду создавать вот этот билд иннер дальше внутри билд иннера то есть смотрите какая это будет вот такая линия которым то есть вот такой вот защитный механизм который мы сделаем паддингом потом будет идти бордер и потом будут уже идти весь весь процесс счастья то есть пилд иннер дальше напишу например что-то типа билд иннер тире бокс это вот как раз таки для нашего бордера и уже внутри будет идти билд тайтл дальше билд текст и что там у нас еще есть нас на стоя одной упаковке хватает на 45 месяцев ну это короче какой-то этот и создать эликсир молодости и здоровья соответственно . build например link это будет у нас вообще ссылкой вот так вот давайте сделаем белклинк тут решетку а в тексте мы сделаем какой-нибудь тайтл текст давайте еще сделаем отновение что-то типа билд 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 бил на 101 пупинке хватает на 45 месяцев и будет два параграфа здесь будет какая-то фиговина а ну короче что мы сделаем и тогда не будем делать здесь никакой вот этот а внутри мы зафигачим два параграфа и сделаем какой-нибудь спанча так покопируем то есть первый пошел это наш title 2 2 это у нас два параграфа мы вставим вот вот так вот первый и я вот так вот вырежу отсюда и 2 сделали дальше в спане мы возьмем вот такую вот фиговина и зафигачим отсюда дальше и вот так вот возьмем скопируем и вот это тоже вот сюда вставим так хорошо что нам нужно сделать нам нужно сначала вырезать вот такую вот огромнейшую картинку соответственно мы ее находим вот здесь она у нас живет экспортировать как выбираем конечно же формат gpg gpg и 775 то такое экспортировать все и собственно у нас просто build назовем да и все вот так мы обычный называем здесь соответственно погнали то есть build в раппер берем здесь такие пишем build в раппер сразу я ему хочу задать вот здесь вот что-то типа 60 и здесь что-то типа 54 до по 1 60 по x 55 по x background image и мы пишем значит images build . gpg я надеюсь я хоть gpg сохранил или я это не дал gpg дальше мы напишем background position left center и background repeat но repeat и еще бы написать какую-нибудь минимальную высоту давайте напишем не 750 там а напишем 700 700px что-то мы и получим с вами ну вот видите нифига мы не получили вот так вот будет самое то вах то есть вот наша картиночка есть осталось порешать вот этими чуваками эликсир молодости счастья здоровья и всякого такого по условиям задачи у нас идет смотрите в контейнере у нас идет билд иннер и мне этот билд иннер сейчас нужно отправить в правую сторону и это скажем так несет в себе только положительные эмоции я бы сделал еще некую так билд в раппер поэтому я задал все понятия потом вот этого я впихнул в контейнер но для него еще нужно какая-то какая-то внутренняя оберточка чтобы я его смог отправить в правую сторону поэтому я здесь напишу некий билд например контент вот так вот может быть немножечко нелогично то есть лучше бы это было назвать иннером но ладно уже чтоб части по качеля сильно не не портила визуальный вид то сделаем вот так смотрите для чего я создал этот билд контент билл контент я создал для того чтобы вот здесь написать дисплей блок джасти фик контент flex н и отправить человека просто в правую сторону дальше у человека идет удивительная история рядом то есть будет билд иннер сейчас и смотрите билд иннеру я задаю вот это вот паддинг такой шикарный со всех сторон двадцатку и ему я пожалуй задаю еще вот такие вот размеры 685 поэтому 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 паддинг 20 по x это жесть какая-то и максимальная ширина 685 по x дальше дальше у внутреннего блока это и на бокс у него на самом-то деле тоже очень много прикольных инструментов то есть первое это вот такая вот рамочка с таким вот супер крутым цветом и как бы и и как бы какая у нее он один по x до 1 по x соответственно мы можем просто написать борда 1 по x solid решетка и вставить вот этот цвет также тут ясен красен видно что есть отступы снизу 70 сверху там условно одну мы не будем доходить до потому что высота строки вот это вот все условно 60 ну и по бокам 70 а здесь там 55 тут лучше ну как бы 55 давайте мерить соответственно что я должен написать паддинг сверху у нас 60 потом 55 потом 70 потом я уже забыл наверно тоже это около 70 вот здесь сколько да здесь 70 можем так чисто обновиться вот такие мы красивые единственное что нас не от фигачила в потому что я не понял почему мне блок пишет я написал вот так не знаю читать опечатался может быть во второй раз так и задать нужно внутри background color белый background color white для того чтобы вот здесь вот чувака вот таким вот образом закрасила фантастика очень даже интересно и прикольно так погнали дальше стиле то есть что мы можем сделать мы можем взять и у нас получается птек тайтл текст и билд линк что мы можем сделать мы можем смотрите установить такой плагинчик 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 который называется есть сс трактор вот видите вот такой есть сс трактор то есть можно выделить чувак выделяет нажимает правую кнопку есть сс трактор ран копирует и у него вот в ссс вставляется все классы то есть чтобы мне сейчас не писать все классы у меня этот плагин установлен я беру как бы мне нужно inner box мне не нужен мне получается вот эти чуваки нужны я просто нажимаю правую кнопку есть сс трактор ран и вот так вот все вставляю меня вставили щеки все то есть билд тайтл что убил тайтла давайте откатим на всякую случву то есть это понятно что это сразу видный чувак монсеррат болт 5040 типа все все при нем все при нем и мало того что все при нем еще отступ от него пикселов где-то 40 поэтому мы напишем фон сайс 40 вы 100 строки 50px margin bottom 40 ну принципе все обновляемся он такой бабах почти все потому что он твой 700 ему еще нужно указать и он прям тогда запоет я сразу посмотрю что тут для монсеррат регуляр 16px то есть для вот этих чуваков все одинаково между ними есть только некое расстояние там условно пикселов 10 поэтому я напишу вот здесь то есть вот эти стили уже заданы по умолчанию поэтому я для вот здесь вот ставлю п и просто напишу margin 10px 0 вот и точно так же возьму скопируем а потому что у нас там внутри еще есть место пэп спанчер у которого вообще другая видение на этот мир мы сейчас его изучим болт 1420 что тут такое стандартный цвет а подождите тут что не стандартный цвет кто тоже стандартный так я еще не обновлял страничку смотрите вот обновлю будет вот так и и сейчас мы порешаем со всем остальным то есть берем и такие записываем ему фонд white 700 фон со 14 еще еще отступ у него идет такой весь у себя отступ у него где-то 50 и от него тоже где-то там условно 50 соответственно мы возьмем и напишем для него margin 50px 0 ура обновили теперь видите не влазит вы принимаете участие во всей вот этой движухи соответственно я пожалуй вот здесь как там по всем ну короче наверно от то есть нужно будет где-то до 45 уменьшить если я хочу чтобы вот это так помещалась в одну строчку окей ну и соответственно тут марк ничто не применился сейчас разберемся потому что нужно добавить ему еще дисплей онлайн блок чтобы он применялся а ну а вот здесь я поставлю не 55 а 45 тадамс так ну сейчас посмотрим возможно мы чуть-чуть тут по убираю марджинал потому что мне кажется слишком это много слишком уж слишком это много так хочу это они же блин не схлопывается потому что они видите в разных блоках поэтому я все-таки напишу здесь например 40 а вот здесь напишу 50px обилд линк я к нашим друзьям хочу вставить вот здесь до запятая я его вот здесь припаркую и запятая вот здесь его припаркую для того чтобы не писать кучу кода единственное чтобы ему не стало плохо я ему напишу позиция рилейки вот здесь так обновляемся вот все нормально создать эликсир молодости и здоровья может каждый ок ок единственный момент смотрите здесь немножечко стрелочку пошатнуло то есть немножечко стрелочку пошатнуло если мы посмотрим на автор то ей нужно топ не 30 а пожалуй 27 но это не страшно мы можем вот здесь сделать некий вот так вот автор топ 27 некую корректировку ок все то есть блок готов блок прикольный и все от него просто без ума и восторге единственное что спану нужно дописать экстра от форм апперкейс вот как то так все то есть алонсо может радоваться что его рецепт с нами он живет далее 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 почти финальная версия это значит сертификат какой-то качество гарантия качества гарантия качества ну давайте так и назовем сертификат сертификат section секция сертификатами и давайте вот так не с . ну ладно так сертификат что мы можем сделать сначала идет контейнер потом идет тайтл тут еще какой-то конь черный отступ плана . контейнер сертификат тайтл дальше . контейнер флюид . сертификат в раппер . контейнер теперь я вот здесь контейнер будет делиться на две части соответственно я напишу сертификат первой части у меня будут . сертификат контент а во второй части у меня будет . сертификат и мейджи сам собственно сертификат который мы можем вот так вот написать им джи и мэйджи слэш сертификат . джи пг в сертификат контенте мы напишем это будет какой-то текст и потом еще какой-то текст вот такой вот табличке то есть заказать но xr этот эликсир именно то средство которое вам всегда захочется иметь дома в аптечке то есть это будет какой-то бокса это будет какой-то текст соответственно сертификат текст тут мы за фига чем вот этот текст вот этот а потом бокс некий то есть сертификат бокс даже давайте вот так сертификат бокс и соответственно мы сейчас по поводу вот этого блока поговорим с вами давайте сначала все сделаем потом будем его делать потому что он такой достаточно интересный копируем чуваку то есть вот этот текст . копируем и вставляем вот сюда потом тайтл наша гарантия качества куда же без нее нам деться и вырезаем картинку вот она экспортировать как джи пэжик экспорт но извольте сертификей оба поехал соутбай цена что нам нужно дальше сделать так тут можно вот так вот какой отступ какой отступ отступ там 30 30 берем вот этот тайтл отсюда пишем фон сай 40 высота строки 50 margin bottom 30 все по сути с ним и порешали вот он такой есть но для для вообще полной счастье радости нам нужен отступ где-то 250 это просто для сертификата мы напишем паддинг топ 250 да да бамс ты чего чего это ты видите секция ну нужно написать ошибку сделал тут она у меня автоматом исправилась теперь все будет работать я ему напишу позиции на ролике потому что я более чем уверен что эта вещь пригодится так фонд вейт болт мне написали фонд вейт 700 так окей окей теперь смотрите нафига я написал сертификат в раппер для того чтобы задать ему фон вот такой вот зеленый красивый со всеми приколами счастьем и так далее фон этот у нас уже где-то встречался миллион миллион раз вот например по моему это он я буду надеяться на лучшее я вставлю и посмотрим обновим страничку ну немножечко не он поэтому давайте все-таки скопируем копируем и вот так вот вставляем бах а тут решетку без решетки нашем деле очень тяжко дальше у этого фона как ни крути как ни крути есть вот такого 30 . вверху и есть вот такая большая шняга 95 внизу соответственно мы напишем по 1 30 по x 0 сколько там было 65 или больше 95 вот это сколько можно выбрать инфо 95 нам повезло и вспомнил есть то есть это что-то у нас сейчас вот такое да теперь внутри идет парень сертификат inner который делит их на две части город чуваки я вас буду делить на две части дисплей флекс флекс не блок чтоб написала и он такой дает я беру если сеточку врубить вот так если вот вообще по чесноку то я буду занимать скажем так пикселов 670 670 а вот картинка видите у нее там условно 60 до тут разный между ними расстояние 60 поэтому я для контента напишу максимальная ширина 670px и margin-right 60 чтобы отодвинуть картинку в сторону ок 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 обновляемся все как бы круто непонятно где только картинка но мы сейчас с этим порешаем это нам не надо это нам надо и мэйджи с сертифики и gpg видите не могут никак встретиться странная какая-то фигня ну ладно не хотят как хотят бывает нужно долго не искать вот это все а зайти вот так вот 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 и еще сюда и вот чувак то есть им джи написано 0 на 0 чё чё какая-то странная мутная тема давайте попробуем открыть open new tab а файла нет значит у меня ну то есть если я открываю его нет значит я сделал где-то ошибочку в названии изображения нужно хорошенечко вернуться сюда и посмотреть джи пиджи папочка называется и мэйджи ага вот так будет наверное лучше две буквы в принципе надо вернуть ок так давайте разберемся с вот этой ситуации то есть в принципе весь вот этот блок который у нас называется контент абсолютно абсолютно он весь у него идет вот такой вот отступ в 70 по x поэтому я здесь напишу ему по 1 клэк 70 по x и дальше у меня смотрите идет вот этот текст вот этот вот текст я этот вот текст вот так вот вставлю и посмотрим на него честно ну типа без слез не взглянешь но тем не менее это 14 какой-то такой вот наш стандартный черный окей 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 давайте сетку вырубим и от него отступ пожалуй там пикселов где-то будет нормальных 35 поэтому маржин ботом 35 фонт вейт болт текст 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 трансформ аперкейс что еще фон сайс 14 ну и все да вроде как бы все ок хова вот такой вот весь из себя этот текст но у него по моему деньги заканчиваются раньше поэтому ширину моему уменьшим до 500 условно там 12 или добавим ему просто какой-нибудь если мы врубим сеточку ширина у нас вот здесь заканчивается то есть я бы ему добавил таком случае 85 по x это по 1 край вот тадам все вот такой вот текст и вот эту картинку нужно запереть вверх она такая вообще где-то ее нужно на ну то есть смотрите вообще ее нужно вверх запереть на минус 180 но тут у нас она минус 180 все на минус 180 соответственно что я сделаю я беру делаю вот сертификат и мэйджис на позиция абсолют и пишут топ минус 180 дело в том что на весь блок на всю секцию сертификатов я нафигачил позиция теперь я могу позиция абсолют спокойно себе кидануть и чувака немножечко поднимет видите он вообще него немножечко ага соответственно у нас тут падинки идет да вот такой огромный падин 250 вот видите делать этот сертификат поэтому я что сделаю я уберу позиция нырлайте у этого чувака у сертификата то есть смотрите я убираю и поставлю его например в раперу тут где вот 30 . то есть для зеленого фона чтобы относительно него так не будет намного проще вот видите и он чуть-чуть приподнялся вот здесь теперь у него идет этого сертификата отступ вот здесь 30 поэтому я напишу еще райт 30 вах они не тогда не 30 тогда не 30 давайте еще и мы запишем какой-нибудь за индекс 5 он типа за блок не хочет вывести от хитер хитер шо капец ладно тогда давайте сделаем относительно его а если его сделают носительный сертификат инна тогда делаем не так тогда пишем ему релейки убираем этот райд убираем этот z-индекс топ у него будет пожалуй где-то вот он тут жил 200 топ минус 200 и убираем где тут у нас еще вот этот эрлайте все до свидания всем всем спасибо сертификат станет вот здесь единственное что очень бы хотелось его лицезреть вот тут а мы его не можем лицезреть по какой такой официальной причине по какой-то его знает по какой давайте гарантию качества зададим background color transparent а пофигу так пацаненыш прячется вот этот мы его пытаемся спасти спасти а он не хочет давайте тогда задавать это все для картинки что ли вот и пофигу так что я не понял вообще прикола юмер юмора данной вечеринки какого интересного события его не видно ну я понимаю что он есть блоки вот этом и что и есть контейнер флюиде лишь ага я в короче забыл я думаю что она работает как будто есть оверху хайден видите из-за урфа хайдена урфа хами мы не можем убрать потому что там где-то мы что-то с вами делали очень важная для жизни всех участников данного шоу но если я его поменяю чтобы только по оси x был хайден то это мне слабо поможет вообще хотелось бы в таком случае в таком случае что будем делать господа бам 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 пам 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 ладно давать зафига чем тогда 1 линься сначала найдем нашу прекрасную супер картинку берем и вот это вот это напишем margin тире топ минус 200 посмотрим как она себя ведет она ведет себя типа не лучше ну как бы тут друзья мои только один вариант то есть если на блоке есть over flow x over flow хайден то либо вот этом конкретном случае когда у слух один здесь не нужен у контейнер флюид то его можно забрать вот давайте так и сделаем так будет проще всего и меньше всяких проблем то есть вот у меня идет сертификат и я напишу что внутри сертификата есть контейнер тире флюид и у него оверфлоу out of balance не авто а там какое еще у нас есть типа что-то визе был вот уфа визе было все то есть никакого скролла нигде не появилась но здесь все порешалось ок 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 пишем visible фантастика мне кажется просто чудно теперь смотрите теперь вот такая вот замечательная штука вот это но вот эта линия ну то есть мы уже подобную фигню делали вот здесь видите но какую мы делали не такую мы где-то делали внизу вот здесь читать отзывы то есть мы ставили вот эту штучку на позиционирование и она себя отлично чувствовала но есть парень google есть такая штука которая называется field set а вот видите работа со временем вот работа со временем то есть вот эта работа со временем она выставлена на такую штуку который называется field set блоки трое поля формы в группе html5 связывает группу с формой элемент вот для группирования элементом формы такая обещает работу с форме сайт более чисто рада тата 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 единственное что вроде как по каноническим требованиям скажем так то он должен находиться внутри формы возможно это будет немножечко вот в как его там чуваке который проверяет коп код забыл вылетел из головы ну в это лица в общем валидаторе вот валидаторе может он что-то там и скажет что типа эй фил цепь находится тебя не внутри форм но в принципе на дворе 2019 год скорее всего он ничего не скажет ну давайте протестим все равно поработаем с новым инструментом то есть что мы можем увидеть как это все фигачится диана вот то есть у вас идет фил цепь и дальше легенд работа со временем легенд до филл с 11 вот так вот копируем вот так вот у нас смотрите что у нас здесь сертификейт бокс то есть я по сути вставляю здесь еще мне нужно закрыть фил цепь вот так вот выровнять и здесь написать и но гроза так но смотрите мне вот вот ну и что дальше то есть что у нас идет дальше посмотрим можно сказать два параграфика ну вот так 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 по умножить на 2 вот сюда иди вот сюда иди и потом у нас идет хотя нам все равно позиция тут нужно будет лупашить чтобы вот эта кнопочка вот сюда прислюнялась поэтому дело тонкое конечно напишем сертификат по . сертификейт link вот как то как то так как то так заказать сбор супер крутых травм на все случаи жизни есть дальше взять вот тут и вот так вот копирнуть вот эту всю вечерину вот так вот чуть-чуть стримает сейчас только одно одна особенность а что если я фил цепа не смогу поменять час бордер вот это будет весело вот ступы я знаю там можно делать двигать вот это но а вот бордер менять это уже фик его знает то есть давайте вот так вот фил сет и вот так вот еще прокопируем здесь ставим вот здесь ну и что то есть мы видим в принципе у нас что у нас получилось вот такая штучка сейчас мы фил сету задаем бордер 1px solid решетка вот такой вот получили вот такой вот вот видите но есть потом потом для но для но мы задаем монсеррат болт такой вот цвет и это 14px то есть смотрите текст трансформер апперкейс фонса 14px color решетка хоба хоба и обратите внимание то есть здесь у нас идет вот такой вот где-то отступ он равен 40 и вот тут отступ там равен условно 8 еще меньше штамм поэтому что мы можем сделать и смотрите обновляемся вот на наше но наводим и мы ему пишем падинг смотрите нам нужно давайте напишем 0 пробел там 10px вот это его вот так вот чуть-чуть отступит и марджин тире left 40 вот вот как то так но ребята сейчас будет вам то вот так копирую так скопировали и вставляем есть теперь мне нужно давайте даже может тут 8 поставим как-то так что мне нужно дальше внутри внутри есть некий вакуум равен сбоку 50 равен сбоку 50 то есть этот вакуум конечно вакуум ну ладно сбоку 50 вот здесь где-то 40 вот здесь можно даже сказать где-то пусть будет 100 100 а вот здесь 100 ну блин это слишком много конечно здесь поставим чуть-чуть так еще раз вверх 45 тут 50 50 45 тут неважно а тут 100 не 890 соответственно филцету я задаю парнинг 45 тут небольшой 15 90 и 50 вот так вот тогда вот такая вот картинка получилась то есть почему я здесь задал маленький отступ например дело в том что я для вот этого текста поставлю фиксированную вот таким вот образом ширину я мог задать вот такой огромный паддинг но тогда при мобайле когда я буду это все дело адаптировать он будет очень сильно давить на текст мне нужно будет его менять на какое-то другое число нафига мне эти проблемы правильно давайте разберемся с текстом то есть если посмотреть на текст в ту в принципе можно уменьшить высоту строки до 22 и только есть нижний какой-то давайте сделаем там маржин условно в десяточку соответственно да тут я напишу 80 вот так вот текст это у нас параграфы которые находятся внутри сертификат бокс поэтому я сейчас просто напишу п напишу margin margin 0 это сверху 0 по бокам и снизу я хочу указать десяточку хочу указать высоту строки 22px и вставить что это все находится в сертификейт боксе вот так подождите 16 окей то есть как то так ага и у чуваков все очень сильно прозрачно у них где-то 370 там условно размер максимальная ширина 370 п п x так как то она здесь выглядит выглядит они все нормально ага так я поменял шрифт то есть получается у них еще больше 4 135 она если они такие огромные я откатилась то это да уже тут можно принципе задать этот парень 45 не прикалываться с шириной видите как можно накосячить вот здесь все все теперь остался наш наш линк то есть вот этот сертификейт линк что я сделаю я сделаю следующее то есть я нашему всему филдсету где наш весь филдсет я ему задал позиция ралейки вот эту кнопочку я сейчас как всегда прислюнявлю к остальным элементам вот здесь до через запятую двое точь и двое точь и автор вот и тут у нее уже видите позиция абсолют сейчас будет написан соответственно мне нужно только написать для нее в самом конце чтобы она была в правом нижнем углу поэтому я ее беру и пишу bottom 0 right 0 и какие-то сейчас размерчик я и задам чтобы она сильно не наглела давайте посмотрим какие тут должны быть размеры 350 вот мы обновляем вот она такая красивая стала почти там где надо у нее 300 почему у нее 300 потому что вот такие у нее правила если я и напишу например 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 максимальный размер 350 по x то ей как бы скажет она мне пиши сколько хочешь но мне немножечко другие видения на свою жизнь поэтому мы просто и padding добавим да и все например здесь стандартный 2285 27 да а у нас будет где-то 60 сбоку поэтому тут напишем например 60 так вот все мы смотрите мы ее немножечко увеличили чтобы я такое еще сделал если посмотреться то что там у у нас тут по высоте не все так гладко получается то есть у нас она 280 а вот здесь у ребят скажем так она тоже 280 но но еще нужно задать вот здесь вот филдсет у филдсету боксу филдсету боксу нужно задать background color белый и вот этот еще парнинг 20 по x вокруг всей вечерины хоба вот как-то так и теперь мне нужно выровнять вот это все сертификатом поэтому я возьму этот сертификат и чуть-чуть от его грубо как бы кинул вверх я сейчас чуть-чуть подровняем это где-то условно там будет 215 215 и что мы можем с вами сказать что прикольный блок все получилось очень даже тут правда чуть-чуть многовато сейчас мы это исправим а потому что расширила чувака соответственно не нужно писать маржин лифт 40 вот так что я хотел сделать я должен был убрать маржин лифт 40 и потому что парнинг его всего филдсета его тоже подвинул а вы сами можете проверить на валидацию что она вам скажет или сейчас вместе проверим да и все чтобы для себя сделать какие-то выводы так и что-то я хотел еще убрать ту-ду-ду-ду Rama а-а-а 215 вот здесь поставить и возможно тут у нас кнопку то есть чего-то не хватает по либо кнопка слишком много занимает вот смотрите по высоте здесь она 60 в нашем случае 68 поэтому я ей чуть-чуть вот так бы уменьшил пожалуй еще еще вот так то есть уже поприятней по 18 ставил дат на автор я бы пья тоже тут чуть-чуть в таком случае топ вы сделали например 2727 и панинга в принципе можно добавить тогда не нужно будет там писать 215 а здесь блок расширен а тут что-то такое у нас непонятно то есть давайте здесь напишем ну как бы подводим под красоту 96 а вот здесь здесь тоже нужно сверху чуть-чуть убрать потому что но вот так вот его выпирают так ну давайте пока не забыли все внести соответственно здесь я поставлю 90 даже больше чем 96 давайте 100 а здесь мне нужно чтобы сверху было например условно где-то 16 16 потом во всех остальных случаях жизни было по 20 то есть 20 20 20 вот так можно написать обновляемся вот то есть почти и не забываем что я чуть-чуть кнопочку по пиксел здесь будет 18 здесь тоже будет 18 и для нее автор будет немножечко другим автор что надо написать друзья мои что надо топ 27px или минус 27 компа x по моему 27 до 27 то есть ура блок этот сделан почти почти не нравится алонса только то что должно быть как бы 100 а у нас прям как бы вообще ни разу не 100 у нас тут целая такая большая батарейка потому что почему-то а ну потому что flex и вот этот блок ассоциируется от этой картинка короче целая история смотрите вот видите как бы ему написать высота 100 процентов не хочет не хочет не хочет не хочет не хочет ауто не хочет и ему будет в принципе пофигу потому что он за это не отвечает ищем флексы не понял воинер кинеру нужно обращаться вот здесь напишем высота 100 процентов ты посмотри не перебьет нифига из-за этой картинки из-за этой картинки высоту никто у нас не перебьет соответственно можем убрать тот парень большой такой стопа x у чувака держит и вот этот напишем здесь 0 по бамс вот как-то так вот как-то так если нам еще нужно его уменьшить чтобы такое ему придумать я просто не помню сто процентов там пишется или auto и тогда ее попускают у флэк до чем их элементов он же понимаете ситуация а что если сейчас туда про вот это поубираем то есть видите когда я картинку ставлю это из-за нее такая вся качеля что есть я напишу вот это позиция на лайки и топ минус 200 с а вот этом углу позиция на лайки и топ минус 200 по икс а ему пофигу ему все равно пофигу ему все равно ну что же что же что же что же такое придумать нам чтобы ситуация порешалась ну просто не хочется так оставлять мало ли у вас будет такое в жизни так у него он сейчас 650 высота ну типа 600 вот получится там 575 вот как-то так даже 560 скажем ок ну и что если что если тут станет очень много контента то чуваки конечно же не влезут но этот блок не такой чтобы тут был контент это все-таки лендос а типа gsm считать высоту тоже не хочется поэтому давайте так оставим давайте так сделаем да и все сертификат inner вот так вот сертификат inner хорошо давайте зафигачим фута то есть у нас есть хедер с вот такой вот штукой до звонок бесплатные 8 800 там все дела и и очень сильно похожий у нас есть на это все дела футер поэтому чтобы я сделал я написал бы сначала футер просто и поехал бы посмотрел на хедер то есть у нас идет контейнер и потом внутри идет вот это вот такая штучка такая штучка и такая штучка давайте возьмем просто вот это все что тут внутри скопируем поедем вниз ставим как бы сразу нужно было это увидеть и называть пасы немножечко не так а так чтобы они могли относиться и к хедеру и футеру тогда это был первый день марафона и мы как бы было бы слишком это печально для понимания поэтому давайте фиганем здесь просто какие-то другие прикольные штуки например напишем здесь футер и напишем здесь футер лога дальше вот этот хедер текст это мы сейчас поменяем вот это вот все напишем футер фон и вот здесь напишем футер фон текст теперь смотрите какая песня перейдем вставил ссс поедем самый самый верх напишем здесь запятая . футер inner единственное что нам не space between они нам нужен space between то есть все сходится потом header phone и вот это вот все то есть мы просто берем запятая пишем . footer он дальше вот здесь точно также мы пишем , . footer phone а before та же тема давайте два двое . поставим будет более прикольно здесь . footer фон текст чего а вот это сила так смотрим что у нас из этого получилось обновляемся вот то есть получилось практически все то что нужно осталось бы нам осталось бы но вот эта политика конфиденциальной конфиденции конфиденциальности отказ от ответственности и согласия со ссылкой это все ссылки то есть я просто сделаю вот здесь . footer link напишу а footer link вот тут решетка продублирую ставлю сюда отказ от ответственности вот сюда вставлю вот эту вот штукенцию штукенцию не буду следующий раз я выговаривать и согласия со ссылкой так откатим историю и согласия с рассылкой то есть мне по факту нужно взять только footer link я пожалуй здесь и напишу и написать вот эти стили то есть здесь вот такой вот необычный необычный цвет 12 по x 12 по x и видите здесь линия наезжает на букву r но это не совсем как бы правильно потому что так в нормальной жизни не должно быть поэтому мы можем например сделать текст декорейшен андерлайн написать color решетка вот такой вот фонса из 12 вот обновляемся вот они все появились и вот ли не как бы не наезжает ни на каких букв ни на кого не наезжает просто она одевает вот то есть не пересекает потому что это ну это неправильно так не должно быть чтобы вот здесь что-то кого-то пересекала вот такого шрифта как бы это печальная картина это немножечко неверный подход но мы сделаем по-нормальному то есть все footer мы сделали буквально за две секи потому что ну как же footer не сделать за две секи давайте теперь перейдем к самому интересной части нашей вечерины и так адаптиву дело в том что у нас на адаптиве есть специальные макеты поэтому давайте мы сейчас эти макеты откроем так планшетник такого весь из себя классный парень и мобайл не менее классный парень ну что ж надо ребятих изучить что нам предстоит сделать здесь и здесь то есть здесь у нас самая финаль версия 320 а здесь 768 то есть а то что между ними как бы развлекайтесь парни как хотите давайте сначала посмотрим в принципе нужно посмотреть на макетик тут по 4 тут ладно давайте не будем очень сильно смотреть потому что это займет у нас кучу времени сразу начнем делать то есть мне нужно добиться сначала эффекта у нас есть смотрите как у нас есть во первых доставка по всей россии остается номер телефона остается то есть хайдер у нас адаптивный сразу тут палец а не стоит ну как минимум до планшета потом немножечко сбор трав шведская горечь не имеет аналогов немножечко она едет на на почуху на почуху как говорили в комментах почуху с кофе вот потом вот эти чуваки станут вот так вот в ряд это базару 0 базару 0 для мобайла нужно сразу понимать что будет дальше сбор трав шведская горечь почуха и кучу всего удалиться кучу всего удалиться ну и его даже телефонную трубку не оставят я в шоке даже телефонной трубки не будет ну окей смотрите перед тем как мы начнем важно взять некоторые выводы вывод номер один что весь мобайл он заключен на вокруг вот такого мета тега которая называется в ю порт мета тег ю порт что мы здесь можем сделать то есть этот мета тег он принципе означает смотрите раньше здесь в контенте писалось например 6 до тысяч раньше это когда-то давно там когда были вот эти зеленые парни ну там динозавры вот это все то там описалось например ширина тысячу все понимали что сайт должен как бы открываться тысячу по x шириной сейчас же здесь написано что ширина равна девайс white виз это означает что ширина моего макета равна ширине девайса соответственно когда я захожу на сайт какого-то мобильного телефона или планшета то браузер который там установлен он в курсах какая ширина экрана данного устройства поэтому он таким вот образом не отображает сайт то есть вот эта строчка она должна быть вот именно вот таком вот виде обязательно написано она идет visual studio код стандарте поэтому париться не стоит дальше мы можем с вами делать некие прикольные очень хорошие штуки смотрите что я сделаю я создам дополнительный файл то есть у меня есть стал css а я создам еще линк и напишу здесь css slash media .css здесь я буду писать так называемые медиа запросы смотрите давайте зайдем его этот файл первых создадим вот здесь открыть в проводнике и в css я создам текстовый документ media .css ну или можно его создать через visual studio код вот здесь то фишка в том вот у меня создался здесь я буду писать некие медиа запросы это такие запросы которые будут работать только в зависимости от определенной ширины экрана эти медиа запросы неважно ну то есть есть первое правило это должен быть метатех viewport вот он есть медиа запросы не обязательно писать в отдельном файле css можно писать и в стандартном style css но важная особенность если я буду писать медиа запрос например для хедера то он точно должен быть ниже чем сам хендер написал у меня все асессия условно вот стал css вот здесь у меня где-то написан хендер там условно хедер и мир то медиа запрос для него должен писаться ниже или в самом конце файла главное чтоб ниже самого написания хедерина иначе он не сработает но я сделал такую вот штуку я просто создал отдельный файл медиа css и я его подключу вот здесь ниже стал css то есть я сто процентов теперь уверен что все что я буду писать в медиа запросах она будет находиться меньше не но ниже по коду чем чем сами вот эти вот штукенции вот здесь поэтому палец а не стоит все достаточно хорошо и все достаточно у нас шикарно ок ок то есть смотрите сейчас мы будем с вами еще такую штуку сделать вот здесь я возьму просмотреть код и открою можно например взять и здесь выбрать мобильный телефончик вот видите мобильный телефончик выбрать вот здесь responsum и вот таким вот образом уменьшать экран увеличивать экран и смотреть как она смотрится на мобайле можно так можно телефончик принципе вырубить и вот этой штукой ездить вот но телефончиком как бы кому как удобно и даже не то что кому как удобно все зависит от там конкретного случая сейчас я понимаю что мы можем пока вот так вот поездить видите когда я вот так вот езжу у меня вот здесь написано ширина экрана то есть у нас мы смотрим то есть хедер я еду 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 и вплоть до 768 вот видите 768 у меня тут все нормально и он сейчас смотрится но тут появился скромно это не от хедера это вот какого-то другого элемента сейчас разберемся наверняка тут этого мы можем посмотреть в коде что для 768 а вот это 768 у меня все находится практически точно так же единственное что можно проверить например доставка по всей россии и вот у меня сейчас доставка по всей россии написано у нее фон сайз 16px а вот здесь а вот здесь уже уже 14px поэтому я сейчас напишу давайте начнем с нее соответственно мне нужно что когда экран становится 768 вот это должно становиться вместо 16px 14px что я делаю я беру этот класс хедер текст и пишу для него медиа запрос то есть вот здесь я пишу такую штучку собачка медиа пробел открываю круглые скобки пшума кстере уизу уизу двоеточие 768px все тут точки запятые никакие не нужны вот так и теперь вставляю внутри наш класс хедер текст и пишу ему фонд сайз 14px то есть не нужно бояться что здесь одни фигурные скобки внутри других скобок вот этот медиа запрос я его написал и здесь внутри могу писать кучу кучу разных свойств которые будут срабатывать только тогда когда экран будет меньше чем 768 то есть смотрите хоба я обновляю и видите доставка по всей россии если нажму через инспектор то здесь написано фон со счет 13px вот такая вот идет песня хоп-хоп все очень даже прекрасно все очень даже круто получилось то есть вот доставка по всей россии уменьшилась соответственно может быть такая еще штука что может уменьшаться логотипу сейчас он 198 на 29 а у них точно такой же размер поэтому не парюсь можно проверить по поводу так нужно откатить историю вот по поводу вот этих шрифтов то здесь 20 и 12 20 и 12 а у нас с вами это вообще тут написано где написано где-то должно быть написано так тут 12 соответственно это скорее всего 20 здесь написал вот фонд сайс 20 все вас устраивает грубо говоря хедер у нас сейчас для планшетов сделан когда мы будем с вами делать хедер например для мобайла и сейчас мы это будем сделать то мы понимаем что для 320 нужно по вырубать кучу кучу всякого сейчас давайте это сделаем то есть все идет постепенно делаться сначала верхние 2 блок 3 и так далее то есть смотрите я вот так вот еду 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 я понимаю что здесь вот видите уже будут какие-то качели случаться я не буду дожидаться чтобы качели случились я для себя выберу какое-то оптимальное число например 700 вот сейчас 701 я чуть уменьшу вот 700 и напишу для себя еще один запрос то есть можно вот так вот все в принципе скопировать вставить здесь я напишу 700 и по сути хедер текст мне полностью не нужен поэтому я ему запишу дисплей на вот у него дисплей на обновляя сидите его нет то есть я дальше могу ехать то есть еще же удобно пользователям удобно хоп и вот здесь я тоже уже буду делать какие-то перестройки для себя тоже выбираю например какое-то оптимальное число пусть это будет 480 можно взять вот так вот скопировать ниже поставить хедер текст мне уже не нужен и смотрите какая важная особенность дело в том что медиа запросы тоже пишутся от большего числа к меньшему числу соответственно вот макса вот так мы идем вниз и что я могу увидеть что это идет медиум 14px и тут конкретно еще логотип будет уменьшен у него здесь где-то 110 110 ширина а тут 14px соответственно что я беру я смотрю на вот этот элемент это хедер фон и здесь я беру для хедер фон пишу фон сайс 20 вот . хедер фон фон сайс 20 далее трубку нужно убрать трубка это внутри идет ссылка видите и у ссылки на бифоре трубка поэтому я напишу вот так то есть я беру скопирую вот это отсюда удобно через инспектор работать копировать скопирую вот сюда вставлю и напишу дисплей на дисплей на и точно так же я для вот этого звонок бесплатный то есть это фото хедер фон текст я для него тоже в этом случае пишу дисплей на то есть как решил дизайнер мне как бы все равно я сделаю так как он решил и по поводу логотипа смотрите это у меня идет как хедер лога хедер лога то есть я могу взять скопировать например написать . хедер лога и м джи и написать ширина 110px вот обновляемся и вот вот такой вот он стал то есть 110 немаловато как бы ну вроде как маловато ну давайте сделаем хотя бы 115 тоже уже слишком хотя сначала смотрите нужно до 320 уехать и увидеть не маловато ли и мы видим что нас даже при 320 не влазит поэтому сейчас мы будем что-то еще делать по поводу вот этого шрифта я написал сейчас что он а я типа плохо перебил или неплохо тут сколько написано 14 должно быть а я написал 20 то есть смотрите фон сайс 14 бах и теперь все влазит то есть все влазит все нормально вот этот нижний скрол он явно появился не от хедера видите от других элементов если другие элементы вам пока мешают когда вы делаете какой-то то вы можете их просто закомментировать удалять не стоит закомментировать будет не лишним и получается смотрите как у нас хайдер ведет то есть вот так вот хоба 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 и все влазит то есть самый минимальный девайс под который сейчас что-то еще разрабатывается это iphone 5 это значит 320px у него ширина экрана все остальные уже там побольше идут все то есть первый хедер мы адаптировали теперь нам нужно сделать 2 2 блок который у нас есть сейчас мы тут начнем всякое фигачки 2 блок мы видим что нам нужно сделать в конечном итоге вот такую картинку на экранах 768 и меньше нам нужно чтобы между пакетом вот этим и надписью было небольшое расстояние и вот эта фраза наша формочка наезжала на на пакет ос на пакет осмотрим и соответственно начинаем сейчас вот так вот уменьшать смотрите мне кажется что нам все таки будут немножечко мешать вот и элементы вот эти все они могут давать какой-то лишний скрол еще какую-то фигню поэтому что я предлагаю сделать что же я могу предложить вам сделать я могу предложить следующую комбинату то есть здесь у нас еще хедер есть мы справились сейчас мы будем работать над вот этой секцией а все остальное я просто вот так вот возьму одним огромным махом проедусь и закомментирую для того чтобы она вообще никоим образом не мешала не портила нам картину и потом не было никаких проблем то есть хоп выделил хоба все закомментировал обновляемся только вот эти чуваки есть то есть я уменьшаю меньшую и тут видите тут уже начинается как это качеля не хорошая качеля то есть что нужно нам сделать мы такие едем 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 и мы видим какие у нас есть права то есть сбор трав шведская не имеет нифига значит мы можем каким-то образом этим манипулировать но вот эта часть она должна оставаться вот такой постоянно и просто заезжать на вот эту картинку то есть это вообще просто наглость 28 уровня потом в конечном итоге она вообще исчезнет и останется условно только кнопка узнать больше но что она должна делать пока мы не знаем поэтому мы ее оставим образно говоря в покое мы едем и мы видим что тут уже начинается качеля то есть она не наезжает да давайте сначала где-то где-то вот здесь давайте так и что короче шведская горечь такой весь из себя прикольный бальзамчик не написано никакая высота строки но ладно это плохо потому что сейчас видите хоп как налезет давайте мы возьмем для шведской горечи в принципе тот мир title напишем например высоту строки 70px 70px и видите теперь хоп вот такая красота давайте попробуем даже может меньше давайте 60px и посмотрим что у нас будет хоп нормас нормас соответственно мы берем я себе зафиксировал какого-то типулю я его здесь нахожу и просто я дописываю еще высоту строки 60 пикселов оки дальше вот этим чувакам то есть как это вообще в принципе сделано нужно посмотреть потому что это было уже давно здесь написан display flex здесь вот такая вот фигня а здесь вот такая вот фигня то есть margin-left 125 а мы можем сейчас просто убрать margin-left utopia и это даст нам еще немножечко места отличная идея мне кажется просто офигенска тем более что чувак должен быть вот здесь соответственно я выбираю для себя какой-то диапазон например 1040 беру вот здесь прописываю для 1040 получается он у меня будет самым высоким пока что 1040 и вот беру и пишу margin-left 0 то есть я выиграл еще каких-то дополнительных немножечко очков чтобы она съехала и мы дальше таки едем 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 я вижу что вот тут уже начинается какая-то приколях а что мне нужно с этой приколях а сделать это просто жесть если честно шведская горечь не имеет аналога в мире ок если не имеет аналога в мире то тогда что я предлагаю я предлагаю нам до 768 главное дотянуть давайте возьмем нашу картинку вот эту и зададим ей скажем позицию рейлыки если я и задам за индекс 0 или минус 1 то она заедет под фон что не очень хорошо поэтому я и просто задам позиция 0 а для вот этой моей формочки то есть принципе принципе для формочки не получится давайте всему блоку вот этому всему вот этому блоку тоже зададим позиция 0 или этим за индекс 1 и фига она мне поможет так даст и фиг контент спайс бэтвин ух как же я люблю такие приколы можно задать позиция на абсолют давайте еще раз посмотрим позиция на абсолют райт 0 и такие мы будем ехать уже заезжать частично да да поэтому смотрите у нас для вот этого мы пишем при не 1040 а уже намного меньше то есть давайте я обновлюсь мы такие едем 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 ход перепрыгнула и тут где-то уже нужно решать то есть это где-то 940 940 я оставлю еще один дополнительный breakpoint то есть нашу контрольную точку вот здесь берем 940 и погнали что написать погнали писать для всего вот этого блока топ-иннер форм топ-иннер форм мы задаем позиция на абсолют мы задаем ему ботом 15 не ботом рай 15 по x смотрите что получится то есть обновляем по сути сейчас пока ничего не поменялось но когда мы уже будем наезжать то она будет наезжать и теперь до 768 868 нас все устраивает то есть она наезжает там частично вот здесь у нас 768 то есть все нормально но не нормально с текстом поэтому я в этом же промежутке 935 для шведской горечи для сбора трав для вот этого всего прикола запишу размер то есть смотрите какой размер я ему сделаю я ему сделаю где-то вот такой вот размер это будет условно 280 280 280 это все у меня находится это все разные то есть у них нет общего родителя это топ-иннер текст топ-иннер тайтл и топ-иннер сабтайтл к сожалению соответственно я возьму вот этих всех чуваков сейчас и перечислю вот здесь то есть первый пошел сабтайтл потом тайтл потом текст сейчас я им всем буду писать абсолютно разные фонд сайзы поэтому я возьму просто вот раз два три не напишу ширина 280 ширина 280 и смотрите что с ними сейчас так хоба они вот такие вот стали ширина 280 и отступ от вот этой части экрана у них будет где-то приблизительно 100 соответственно я для них напишу ладно давайте я как-то их все-таки обозначу всех смотрите что я сделаю вот так вот возьму скопирую ставлю и быстренько почищу то есть вот этот иди сюда вот так вот так запятая запятая теперь текст тоже иди вот сюда и все вот эти два уходите то есть вот я их три штуки перечислил через запятую написал всем ширина 280 написал всем сейчас напишу margin-right сотейничек теперь я хочу каждому задать тот уже параметр смотрите для сбора трав фонсайз 14 для свежской горечи фонсайз 50 то есть 14 50 и 16 а у нас а у нас 14 60 и 18 соответственно для тут ничего менять не нужно пока что может там отступ тут я напишу фонсайз 15 и напишу высота строки 50 фонсайз 50 а здесь напишу фонсайз 16 потому что там была у нас 18 вот обновляемся получается какая-то такая вот штука но то что я задал ему margin-right а вот есть margin-right 100 или тут больше тут больше друзья мои то есть он себе будет заезжать соответственно я должен их всех отправить в правую сторону поскольку у меня ну как бы можно конечно написать тут очень хитрую схему на флексах но можно просто сделать флот райд например вот все почти работает но флот райд блин нужно отменить ладно давайте чтоб я не час флотами не мучил никого давайте тогда сделаем для родителя это вот inner position absolute right 15 я напишу дисплей флекс флекс дирекшен колумн флекс дирекшен это для того то есть сейчас по идее ничего не должно особо поменяться то есть она осталось так как было но теперь я напишу джастифик контент флекс энд и должно чуваку вот этих отправить вот сюда так давайте смотреть inner а я походу inner форм я ему написал дисплей ага теперь смотрите не джастифик контент флекс энд их отправить в эту сторону а поскольку мы поменяли ось координат теперь а лайт айтенс флекс энд вот их переправить то есть в чем там суть давайте если кто не в курсах у нас джастифик контент флекс энд это если дисплей флекс джастифик контент флекс энд все чуваки уезжают типа в конец в энд это при нормальной при обычном как бы остановки элементам когда просто написано flex дисплей флекс то тогда flex direction имеет по умолчанию значения ров то есть она все идет вот таких вот штуках если колонки то вот эти штуки которые идут вот так они просто вот так вот разворачиваются соответственно теперь свойства джастифик контент работает по высоте а light items по ширине ну как бы такая фиговина вот получилось все я чувакова отправил здесь есть вот эти наши 100 и мы можем спокойно ехать и до 768 меня вообще ничего не парит и ура то есть 768 она у нас сейчас точно так же как на макете ну разве что там можно чуть-чуть по уменьшать вот эти расстояния грубо говоря смотрите какие ну поднять сбор трав то есть смотрите чтобы у сбора трав было margin top не 70 а мы там уменьшаем соответственно до какого-то вот такого значения там допустим margin top 25 для вот этого элемента но это можно написать например хоть при 768 вот так вот mt25 вот так вот и можно еще где-то там чуть-чуть прикольнуться например вот здесь margin bottom написать не 73 условно там вот что-то вот такое короче можно играться развлекаться как хотим хоть вот так сделать чтобы она была как-то по вот этой линии можно более там детально смотреть как макете но фишка в том что мы уже это можем сделать благодаря определенным учениям но тем не менее что там margin bottom 50 я написал да то есть хоп все теперь при 768 она вот так как на макете следующая контрольная . чтобы дизайнер был доволен это вот такая это уже 320 то есть грубо говоря важно сделать чтобы на 320 было вот так а все остальное меня слабо мне не слабо волнует она должна смотреться корректно но на мое усмотрение корректно мы-то понимаем что на наше усмотрение там мы сейчас на делаем так погнали то есть я еду еду понимаю что тут у как бы печаль видите вот печаль печаль случилось что я могу сделать с этой печалью я напишу посмотрите я где-то вот здесь возьму и начну писать наверное что-то вот есть у меня картинка и у этой картинки пока еще нет никаких параметров но я понимаю что ее ширина видите написано 298 что если я и например задам ширину там 200px что она мне на вот это скажет если у нас станет чуть меньше пусть будет пусть будет соответственно я возьму например вот топ inner img скопирую и вот здесь например при давайте вот так вот вставлю чтоб не забыть я возьму не 768 а скажем 760 чтобы чуть-чуть отъехать на 768 мы делаем так сказать супер канонически как там написано по всем правилам их них видений вот и тут мы уже можем написать например для им джи для им джи иди-ка сюда ширину 200 по x все вот она вот такая вот стала при 200 то есть вот смотрите 768 вот так а 760 хоп она вот так стала и у нас еще есть некий момент мы вот так себе спокойно едем нас голова не были не болит вплоть до скажем так где-то 600 40 вот при 640 можно уже сделать какую-то глобальный апгрейд системе давайте напишем для себя где-то 640 то есть копируем вот так вот вставим и здесь напишем 640 главное что тут не накосячить чтоб не было что 640 находится ниже чем 480 но это там бага может проявиться не сразу только если у нас есть там одинаковые классы но тем не менее так чтобы я здесь сделал смотрите вот есть у нас вот такой вот где-то чувак на позиция абсолюте что есть я ему напишу например условно и left 15px то его вот так вот немножечко перетянет в эту сторону окей это даст нам какие-то что-то то есть давайте напишем ему все таки left 15 я сейчас еще тут по написал всякого то есть берем вставляем пишем ему left 15px и смотрите вот здесь наша картинка в самом конечном итоге у нее будет размер около 85 поэтому по сути я могу взять вот эту нашу картиночку сейчас но я не знаю давайте чисто в плане эмпирического варианта напишем 85px и посмотрим что из этого получится сейчас то есть что-то такое маленькая но как бы маленький пакетик даст нам возможность доехать еще конкретно до 600 условно там 70 до 480 у нас уже есть такой параметр они не дашь нифига доехать потому что тут качеля на самом-то деле отпустит нас до 570 а тут еще как бы наезжай наезжание идет давайте посмотрим на эту фиговину top форм что чёшь ты такая резкая что же у тебя тут такого в жизни произошло что ты себя так отвратительно ведешь ну а какие-то ширины по 195 у него тут паддинги и она такой типа все я короче буду нервничать не волнуйте меня поэтому давайте для себя определимся в принципе за значением 600 600 600 600 600 а ну-ка если я эту картинку сейчас хочется сделать плюс менее адекватно окей давайте здесь поставим тогда значение где 640 150 вот а я хотел как бы то еще меньше дотянуть не получается тогда при 600 я буду делать прямо глобальные глобальные изменения которые уже требуются чуть ли не перед 320 и тут я напишу для картинки уже 85 сейчас будем чуваков прям выставлять так как нужно то есть смотрите что мне нужно делать при 600 вот то есть при 600 мне нужно уже чтобы просто у нас была кнопка узнать больше походу на эту кнопку сейчас просто создадим а все остальное за комментируем грубо говоря смотрите как это все делается где я создам эту кнопку что там узнать больше узнать больше на ок берем такие и копируем любую кнопку которая у нас уже была сделана через ссылку через ссылку а у нас тут этих кнопок просто извините дофиге щитут просто баттон а я все пока закомментировал ну то пофигу давайте поедем самый верх вот так можно писать btn тире btn btn заказать сбор трав я вот это отсюда скопирую и вставлю он вставлю 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 то есть смотрите есть div top form а я вот здесь лупану я назову я ее mobile link btn mobile link btn и тут я напишу узнать больше узнать больше теперь я возьму этот mobile link btn просто в обычном style css я его где-то здесь вот вырублю то есть я ему напишу здесь конкретно дисплей на при экране в 640 я напишу конкретно дисплей блок я сейчас не разберусь тут как как она должна быть вы как она должна выглядеть на перед этим то есть смотрите на там где-то появилась вот мне неважно я сначала удаляю вот этот топ фон то есть топ форме нужен нет соответственно я вот здесь пишу дисплей на станет намного легче дышать вот теперь вот этот текст не нужен нет тут inner текст дисплей на на окей далее если давайте вот это закроем если мы посмотрим на макет то все должно быть по центру сбор трав и шведская горечь и в самом верху то есть сбор трав шведская горечь окей так начнем вот этот смотрите топ-топ-топ-топ-топ-топ кто написал тут какой-то отступ почему она начинается аж отсюда что margin top минус 450 то есть если я уберу она будет аж внизу внизу а потому что нам нужно было его поднимать это же жестянка ладно разберемся сейчас короче тогда выставляю сначала вот этих чуваков давайте обновимся сбор трав это все топ inner form у него life 15 раз 15 вот эти вот все приколы кучу всяких дисплей флексу и чего тут только нет если я ему вырублю например position static напишу что он не скажет так ничего мне не скажет давайте возьмем позиция static это стандартная то есть это даже не ролики ничего такого напишем позиция static напишем так тут дисплей флекс light items flex and поэтому напишем light items центр light items центр вот чеки стали по центру и текст лайк центр и чуваки стали вот так есть но у чуваков есть какая-то еще смотрите внутренних есть вот эта ширина вот это вот все я вот так вот возьму их скопирую прямо отсюда сюда вставлю и напишу ширина 100 процентов margin left там точнее margin right 0 все то есть бах освободились почти что почти что почти что освободились есть лишь вот этот еще штука вот эта штука находится внутри топ инера здесь видите дисплей флэк джости контент space between я здесь напишу для топ инера flex тире дирекшен колумб вот так вот то есть чтобы они стали друг по другом вот так вот эти все взять скопировать то есть грубо говоря я просто переопределяю себе все что как хочу как мне нравится и спи моя красавица дисплей флэкс тоже не нужен потому что он указан выше то есть вот чуваки переопределились да теперь потом я его там уменьшу еще что то что тут у нас написано 1230 это еще придет его время чтобы вот эта штука стала по центру допустим я напишу джостифик контент центр джостифик контент центр здесь уже не полу не поможет а вот олайт айтем центр потому что оси опять же сместились очень даже поможет лупа 0 и теперь нужно их поменять местами соответственно мы можем вот этой картинке написать ордер ордер один и она станет ниже и соответственно узнать больше блин вот этот узнать но узнать больше мы еще спозиционируем это дело такое но пока раз мало волнует как давайте вот это откатим и есть некий отступ скажем так равные там 20 чему-то там но это мы сейчас проверим то есть смотрите в этой картинке допустим парень тире топ 25px принципе работает но я думаю это пока нам не нужно поэтому я возьму так вот это скопируем ставлю и мне отсюда нужен только так маджи лев там по-моему уже где-то было давным-давно по 1х не ну только ордер один для того чтобы это было вторым элементом есть обновляемся теперь узнать больше нужно поместить вот сюда со всеми почестями и так далее я не буду сейчас мучаться с ними просто отсюда его вывяжу и вставлю просто в самый конец топе мэй джесс а вот эта картинка топе мэй джесса это топ в раппер туда по ходу выезжает на нее да у топ в раппера margin top минус какой-то космический космический космос соответственно ну так таки вы таковы как говорится реалии соответственно я что сделаю я вставлю просто его под топ и мэй джессом да и по ходу все сработает то есть обновляемся и вот узнать больше вот здесь чтобы она была как-то более-менее красивая беру копирую mobile link btn нахожу в стал css вот эту банду которую мы постоянно с вами юзали вот и просто вот так вот вот здесь ее вставляю и сейчас если чё немножечко подредактирую немножечко подредактировать вставили смотрим что из этого вышло вот нужно подредактировать каким образом нужно сделать чтобы он был шириной там условно сто процентов и чтобы у него была текст align центр и паддинги нужно немножечко выправить исправить давайте скопируем то есть важно чтобы важно чтобы его вот 85 и 27 были одинаковые давайте поставим там условно по 15 вот и все чувак будет всегда самым крутым на районе не просто вот это беру копирую отсюда и вставляю где мы вот здесь написали ему дисплей блок вот он и вставлю вот эти дополнительные свойства и ему вообще по барабану на все происходящее есть фантастика одну неплохо скажем так теперь мы можем чуть-чуть еще вот так вот приехать и вот здесь она перестроилась и условно где-то давайте для 360 сделаем так что как уже должно быть на 320 и все и забьем на него полностью и целиком скажем мы зафигачили то есть я беру вот так вот копирую вот здесь вставляю тут пишу 360 и смотрите что то есть у нас здесь высота вот этого всего великолепия должно быть 375 сейчас у нас высота вот этого великолепия 545 до 545 исправим исправим то есть я беру top images вот здесь пишу топ images минимальная высота триста триста семьдесят пять пикс исправили сейчас конечно будет движуха я написал не высота и написал ширина теперь все будет вот теперь будет движуха вот дальше шведская горечь топ inner title иди-ка ты сюда потому что для тебя у нас тут все продумано так давайте отмотаем значит это сами болт то есть это 600 это 30 по x высота строки 36 у нас тут кстати 600 у нее да у нее 600 но 3035 до 3035 3036 то есть мы пишем ей фон сайз 30 высота строки 3036 по и с немножечко попустит у сбора трав у нее сейчас будет фонсайз 30 высота строки 3036 по фонсайз 12 здесь и мы посмотрим вот сюда это болт но это уже 12 по x соответственно мы вот здесь напишем фонсайз 12 обновляемся вот что там чуть-чуть щеками произошло но самое интересное дальше это когда мы его натягивали вверх кого-то от мы писали минус 450 сейчас это уже намного меньше так давайте посмотрим как оно должно быть ну где-то триста шестьдесят пять минус триста шестьдесят пять и дальше когда мы будем идти до трехсот двадцати то она должна перепрыгнуть но тут не перепрыгивает поэтому мы сейчас порешаем с этим ну а так в остальном все нормально то есть 300 маджин топ минус триста шестьдесят пять вот обновляем или триста шестьдесят пять не так так я что не понял не тому что то я написал только что ж было обновляем то есть вот тут у нас такая проблема маджин у врат и рома джин топ минус четыреста пятьдесят нам нужно это уменьшить где-то до вот такого значения ну вот то минус триста шестьдесят пять маджин топ минус триста шестьдесят пять правильно правильно в чем качеля я не тому задал нужно задать топ в рапперу вот все вах вах ну и можно добавить например тому же тайтлу там падинку словно 0 15 поик чтобы он там перепрыгнул вот так все ну и теперь будет вот так ага когда он перепрыгнет то окажется что вот тут еще нужно уменьшить расстояние маджин какой-нибудь там бот он вот маджин бот там 16 а для сбора трал маджин бот там еще там меньше тоже 6 ну тоже там условно 10 маджин бот там 16 маджин бот там 10 все то есть крутяцкий крутяк это кнопочка это все все рады все довольны то есть и мы видим что тут все хоп 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 как они просили шведская горечь прям адаптируется аж бегом и аж целиком и полностью следующий блачонок смотрите как мы будем обнажать следующий блачонок мы возьмем вот эту вот штучку и отсюда вырежу и секс advantage секцию и вот тут я вставлю то есть чтобы следующая была закрыта лист advantages вот появился то есть для advantage а тут у нас по моему все достаточно просто нужно чтобы вот они стали вот таким вот образом и потом в конечном итоге они стали вот таким вот образом ну как бы 16 здесь у нас а здесь у нас сколько тоже 16 поэтому едем 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 видите сейчас они будут там что-то прижиматься друг другу я им скажу не надо так сильно давайте добавим чуть чуть больше страсти и выберу для себя какое-то число условно 1120 1120 а у нас какие уже есть 1040 ну придется еще до пигачить то есть копирую пишу 1120 и чтобы чуваки начали хоть как-то перепрыгивать нужно их нему оди родителю вот такой красавчик родителю написать флэкс в раб фраб флэкс в раб понятно пиши вадим вручную а если вот так вот напишу спасибо они вот как-то флэкс в раб фраб окей так бы сразу и сказали то есть чтобы они переносились когда вот начнутся некие глобальные качели то есть они начнутся переноситься когда уже вообще там им увидите 6 когда случится но мы же так не будем ждать и мы сразу же допишем advantages item вот у них написано ширина 240 а мы им сразу же здесь ниже допишем ширина 50 процентов посмотрим что из этого выйдет то есть хадык и вот таким вот образом они перепрыгнули но чтобы я добавил что бы я добавил тут ага то есть тут такая еще прям тема что они должны быть прям ну это еще до 768 надо доехать короче я бы добавил некие им давайте посмотрим что их есть padding left 40 у них есть значит padding left добавлять не стоит а вот padding right padding-right условно можно какой-то добавить там порешаем допустим padding-right 70 и мы так вот едем 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 дальше я бы их чуть-чуть отодвинул давайте вот когда будет 940 нужно будет отодвинуть смотрите тут пишем padding right 70 когда 940 то всю вечеринку это advantages inner там нужно условно padding top 100 или сколько там то есть хоба как-то так ну нормально теперь мы опять едем 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 и уже до 768 мы подъехали и сейчас будем применять какие-то кардинальные меры то сидите и этот черт перепрыгнул соответственно первое что это мы где наш макет мы померяем вот это расстояние оно равно как раз таки там 90 у нас 100 и у нас тут намного больше мы уберем давайте проэкспериментирую если я поставлю 10 то можно ну давайте 10 поставлю да и все так это при 768 то есть я вот эту штуку копирую еду к 768 пишу здесь 10 баланс окей и тут по сути у нас есть некие такие вот штукенции где-то 80 ну давайте ему напишем padding left 80 и padding right 80 тадамс есть но при этой все схемы 70 которые их не внутренние мы можем уменьшить прям хотя бы ну как тут у нас на макете идет давайте что-то подберем а что у нас тут с европейцами такое европейцы 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 так интересно ну вот как то так сколько здесь строк нужно вот пусть будет 36 но так вот поэтому padding right 36 скоро мы вообще уберем то есть все грубо говоря вот сейчас у нас картина мира ну нужно чуть-чуть раздвинуть сейчас раздвинем то есть картина мира плюс-минус сейчас будет адекватная вот смотрите тут 80 тут тоже 80 если они хотят чтоб я чуть-чуть раздвинул между ними добавил например скажем какого-то расстояние то я должен например задать смотрите как сделать тут поставлю давайте здесь поставлю каких-нибудь там 50 или даже 60 и здесь напишу не 80 там условно а тоже где-то 50 и сейчас такие видите тут добавилось расстояние а тут по сути ничего не поменялось ну все это для 768 а дальше сейчас мы ох какая красота дальше сейчас мы будем сразу же смотрите при 760 него тут у нас да тут у нас становятся некие новые правила игры и мы соответственно под них тоже подстроимся то есть давайте вот так вот только 760 что мы делаем а ну давайте посмотрим что тут дальше дальше форма будет так жить аж до 600 какие-то там и тогда плюс-минус что-то ну окей то есть смотрите что я сделаю при 760 я уберу этим паддинге как минимум вот эти паддинг left и вот это вот все то есть первое дальше добавлю паддинг 100 давайте пока на верочку 100 кинем маловато 140 маловато 180 офигенски офигенски но что-то у меня а это конечно красавчик удалил и типа она исчезнет нифига подобного друзья мои нужно их не удалять а переопределять то есть здесь будет 0 здесь тоже будет 0 по бамс офигенски едем 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 я бы уменьшил сразу же еще парень край у них у айтемов давайте до 30 очки до 30 очки чтобы они как-то себя более-менее до чувствовали и мы едем 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 хоп вот смотрите скачок эволюции при 640 опять произошел и мы при 640 берем обратно вот этого чувака то есть такая игра знаете как тетрис кубики падали вы что-то перекидывали тут что-то похожее происходит давайте поставим пока 10 посмотрим хоп нормально 10 нормально едем 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 и вот тут при 600 полный сдвиг по фазе мы тоже точно так же сделаем тоже сдвиг по фазе добавим опять по 1 но цирк циркачные на что поделаешь такой такая жизнь друзьям и 100 фух почти нормально давайте 120 и теперь я все-таки как уже не хочу дальше сжимать не хочу их никак теснить давайте им всем напишем где-то я им когда-то записывал что друзья мои у вас ширина 50 а сейчас я напишу им уже вот здесь я им напишу что друзья мои у вас ширина сто процентов посмотрим как они на это отреагируют они такие вау спасибо ты сделал нас свободными элементами я скажу мало того я вам еще один край ну ладно пока пусть побудет чуть парень край то так едем 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 тут еще что-то произошло ну как будто кто-то сместился но еще терпимо а вот и как бы что тут такие уменьшаются уменьшаются и при 360 я их просто сделаю уже вот такими то есть соответственно здесь должно быть какое-то расстояние какое-то какое-то здесь тоже какое-то такое-то что мы сделаем так еще они должны быть вот немножко скрученные соответственно я возьму advantages и неру напишу здесь условно 50 вот где-то там так давайте возьмем для 360 я его пишу ему по динг топ 50 а для всех элементов вот внутренние красавчики напишем по динг тире тире вот там условно там 40px вот как то так можно даже ну нормально и смотрим до 320 норм или не норм до 320 норм соответственно по один вот там 40 я должен еще указать для просто айтемов просто айтемы вот просто айтемы беру вот здесь просто вставляю и просто пишу маржин бот там 40 мне кажется это фантастическая тема друзья мы это вечеринка это прикольная вечеринка все откатываемся и с ужасом открываем следующий блок берем вот это отсюда контрол х секшен и вот здесь контрол в такие бабах и думал горе ты наша луковая но тут еще ничего не думаем тут я смотрю жирненькие букву нужно по вставлять да вот тут уже начинаем думать так давайте исправим сразу сразу багу ширины чуваками где вы спаны 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 вот вы спаны то есть я вам по идее просто фонд вейт не дописал фонд вейт 700 вот видите сразу стало им получше ага еще у них тут что-то а так там всем нужно дописать да не они видят тоже чуть-чуть другие чем вот здесь ну будем считать что а а если я всем напишу фонд вейт бабах тап многовато да согласен 700 многовато 600 ну могут комьюнити возник короче 600 давайте наставим вот тут для вот этого фонд вейт 600 мне кажется так просто будет более-менее поприятнее фах вот и он такой елки-палки я не знал что вы придете а мы кем и пришли то есть как видите по-прежнему чуваки работают то есть ничего страшного не происходит но стресс мы не выставляли потому что а стресс это все в голове все проблемы в голове в новой коробке так блок у нас вот такой тут кусок картинки заживала это тоже можно же поправить это наши баги то есть обычно когда вы делаете какую-то вечеринку то вы можете потом увидеть что кто-то накосячил вот видите по ним кто 50 для листа это нужно добавить и тогда под пацана попустит и стресс будет у него виден даже может меньше чем 50 даже 40 короче листайтл но обычно смотрите когда делаете мобильную версию то вы находите какие-то баги которые были совершены когда-то у вас и вы их себе дружно исправляете панс ура и смотрите какой чудесный блок мы так делали его там старались тут что-то фигачили а дизайнер говорит теперь будет вот так вот это вот здесь вот это вот ниже чувак будет как бы стоять на постаменте а мы такие елки ну тут он тоже плюс-минус стоит на постаменте и можно будет с помощью всего лишь одного клика мышкой избавиться от проблем ну базару 0 базару 0 то есть поехали поехали развлекаться по полной убежает какой от гад едем едем короче тут что-то происходит видоизменения всякие мы опасаемся но как бы со скрипом сердца едем едем дальше то есть понимаем что уже скрип такой что ну скоро все сломается и полетит о чай борода давайте еще по скрипу немножечко так ну максимум уже скрипа это вот здесь то есть при тысячи при тысячи надо что-то делать потому что уже скрипит все трещит по шпам нафиг разлетается фух окей давайте чтоб сейчас не было тут шалтай болтань давайте начнем разбираться как у нас вообще все построено я уже вообще нифига не помню у нас есть лист иннеру которого дисплей flex и вот там куча всяких радости если я ему напишу например дисплей блок что он не скажет он не скажет ты вообще в своем уме но в целом неплохо но целом неплохо мы так и сделаем лист иннер при тысячи по x напишем ему дисплей блок вот здесь ты щеночка косарь косарик это всегда хорошо вот так вот мы его обозначим возьмем скопируем вот эту штуку вставим напишем ады 0 0 0 и это и сюда это вот так вот дисплей блок добрый вечер дисплей блок пришел к нам гостям теперь мы можем сделать что-то типа дальше дальше ох ё я не хочу переопределять вот эти все координаты вы о чем это ж не сваришь к тебе чтобы она сама стала да поэтому если я не хочу переопределять координаты давайте обновимся здесь то нам нужно сделать чтобы размером этой картинки был 500 минус только в том что вот здесь они захотят нам что-то сделать типа 768 но я-то хитрец я сейчас придумаю такую схему чтобы будет просто капец то есть смотрите 500 я себя зафиксировал я вот так вот еду и тут все схема дала такую брешь все постижало чего я начну начну с того что у tabs контента есть margin top минус 170 я поставлю 0 это будет уместно то есть я беру tabs контент пишу margin top 0 не ну прикиньте переписывать это все при переопределять она кому-то надо мне точно нет нафиг я на такое не подписывался я всегда возмущаюсь когда такое вижу теперь у tabs контента вот такой большой и мэйджа с лист все дела я возьму и напишу ему здесь максимальную ширину так давайте вот здесь минимальная ширина 500 а я напишу вот здесь максимальная ширина 500 х теперь уже никого переопределять не нужно то есть все нормально сейчас придумаем какую-то схему макс ширина меня нет чуваки мин уже было макс давать без всякого максимальная ширина пятиха . обновляем есть теперь 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 что я буду делать дальше с этим на спросите а я вам скажу афиг его знает напишу марджи 0 аута она станет по центру еще раз посмотрю на макет лучше бы не смотрел но в целом норм с еще и вот этот стал плюс-минус нормально ну просто шикардосно тут сколько он с хочешь сказать 400 все таки 17 вот так ты давно ладно фиг с тобой короче маджи 0 то мне точно подходит у это вообще шикарно для меня подходит поэтому я вот тут просто возьму сотру здесь напишу аута окей шикарно обновимся то есть все идеально теперь вот этого чувака чтоб он потом не мозг не выносил я что-то с ним сделаю то есть смотрите у нее написано позиция абсолют вот там 0 а если я ему напишу left ноль что он мне скажет ничего а райт 0 тоже ничего а ширина 100 процентов тоже ничего ну как бы миша жалко все со свойств их много вот теперь станет так можно что-то убрать например ширину а все остальное нужно то есть left right нужно добавить и моджи 0 авто чтобы вот этот чувак стал по центру как на макете верно верно поэтому я возьму его и вот сюда тоже впишу left 0 right 0 маджи 0 аута фантастика обновляемся есть теперь бы заполнить вот это пространство вот это пространство зеленым цветом ну не все только вот это то есть чтоб вот здесь было кусочек то есть если видите задача была вот куда проще если пьяна лист и на сейчас написал вот там условно background background какой-нибудь там ела вот все баб стало вот здесь таким ладно давайте типа план по-нормальному вот такой background написал бы ну а для вот этих чуваков которые вот здесь живут ну да для вот этих которые в тапсы я бы написал в какой-нибудь там background тот который у них был условно вот такой все шикарно проблема была была бы сейчас только вот этой нижней части ну как бы лень это двигатель прогресса говорится такое ну по крайней мере я такое слышал где-то так давайте я запомню вот этот цвет мне он пока нужен это вот такой вот цвет запомнили до соответственно я беру обновляю вот у меня идут все тапсы все тапсы иду я им задаю background вот такой вот все пока ничего не поменялось все тапсы потом я беру нахожу нас наш вот этот большой герой наш тапс контент тапс контент такой сильный и пишу ему смотрите что я напишу ему уже много чего написал но блин не получится у меня может и получится я ему напишу background background и вот и чё не буквы так ему ничего не напишу на самом-то деле потому что я всему 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 вот этому чуваку ага нифига не получится да разве что контейнер флюиду нужно всему листу давайте всему листу ага нифига всему листу плохо если я хочу задать вот здесь то это нужно задавать лист иннеру лист иннер ограничен по краям и у меня получится смотрите что background по бах ну типа вот такое то есть вот здесь она будет не прислоняться не будет прислоняться конечно же моей хитрости нет предела и что если маржиналь авто мне фигня получится фигня получится сейчас давайте последнюю попытку еще придумаю ладно не получилось будем делать тогда так то есть смотрите я все поставил теперь вот этому tab контенту я сейчас начну фигачить всякое я беру вот этот tab контент я пишу ему двоеточие двоеточие before , точно вставлю такой двоеточие двоеточие авто пишут контент там знаете как положено в этих всех штуках штуках контент двоеточие вот такое что еще у него хоть какой позиция афиг его знает да поэтому давайте посмотрим какой у него позиция у него есть позиция на лейтем поэтому я напишу вот этим человеком позиция абсолют напишу им высота условно сто процентов ширину я им напишу тоже сто процентов может и больше надо будет что скорее всего бэкграунд color и мне нужно вставить вот этот вот цвет я беру вот этот вот цвет вставляю и беру дальше before у пишу одно автору пишу другое то есть это по аналогии как мы с вами уже делали боковые штучки у других блоков соответственно before я пишу right сто процентов а автору я пришел и сто процентов как мы делали с вами покажу сейчас кого потом покажу потому что я закомментировал все не все тут схема отработала просто на ура тут схема не отработала на ура ну как говорится бывает всякое ширину я напишу может быть больше не хочешь вот зараза ну ладно обновляем уже принципе неплохо главное что тут никто не пошатнулся тут тоже все шикарно вот эта линия есть она вообще тут должна как-то вообще белый стать ну спасибо вам тоже на добром слое ну то фиг с ней будем что-то сейчас решать вы видите такие как бы мелочи которые заставляют посидеть полчасика над макетом а можно было сделать за две секунды ну то есть условно это всегда нужно согласовывать как бы понимать если в этом какая-то целесообразность и так далее понятно что куда мы день нужно себе вставщики мы можем делать кучу разными вариантами так здесь маржинал авто если я напишу вот так вот здесь напишу нифига не тупая идея так руки кто у нас тут такой самый крутой пацан что меня не выпускают контейнер контейнер такой весь из себя да тут все шикарно а тут на авторе не все так шикарно даже если напишу ширину 200 процентов и left больше ты не хочешь а есть я тебе напишу ширину 500px то тебе все равно пофигу да и z-index вот красавчик молодец вот красавчик хорошенький то есть по сути ничего менять не нужно только добавить z-index даже единички думаю хватит ура это победа товарищи я просто вот здесь добавлю z-index 1 все настроение становится лучше ок зафигачили то есть зафигачили смотрите в принципе вплоть до 768 мы получим нужную нам картину то есть там мы реально и получаем все работает ничего переопределять не нужно потому что можно же в чокнуться если это все переопределить вот это тоже нормально стало единственное что кнопка должна быть то есть смотрите тут от белая типа тут такое вот зелененькая как и вот здесь нужно с этим сейчас порешать с вот этими двумя дик дикими штуками вот тут чтобы они были белыми и поставить избавиться от проблем по центру избавиться от проблем мы поставим по центру тоже как мы это сделаем это лист линк дисплей флэйк джастифи контент флэкс м просто пишем лист тут будет просто центр тут будет просто центр размеры ее нужно будет чуть под укоротить сейчас мы с этим этим займемся то есть берем пишем . лист линк джастифи контент джастифи 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 контент центр и по поводу ее размеров то смотрите у нее размеры как бы написаны вот здесь соотводственно так что там по стрелке соответственно что у нас тут написано максимально минимальная ширина 500 а нам нужно 400 там что-то 17 как у товарища вот этого у этого товарища 430 с какими-то дополнительными фигнями да окей то есть мы берем нашу кнопочку пишем что здесь должно быть 430 соответственно парнинги должны быть тут тоже поменьше вот условно и они стали поменьше сейчас мы так сделаем чтоб они стали нормально поменьше им короче так еще читать отзывы поставить по центру еще вообще там на приколе все так смотрите делаем так вот это левый где-то вот сюда его все по сути я вот так вот возьму все скопирую сейчас вот так поставлю вот так поставлю и по удаляю вот это все вот это вот это смаженным топом сейчас разберемся есть обновляшка теперь на автор стрелку нужно чуть-чуть вот так сделать вот так беру копирую тоже вставляю вот сюда оставляю только по поводу рай то свойства у него я делаю и это все до свидания есть теперь читать отзывы у него написано позиция абсолют батом минус 10 по x а теперь ему еще нужно что-то типа так это ссылка соответственно так себя просто не станет по центру ну друзья мои давайте обновлюсь этот элемент находится на позиция абсолют правильно то есть если я ему напишу условно left 0 его прижмет сюда right 0 его прижмет туда блин он закроет собой все он растянулся сейчас ну ширина тут уже до лампочки если именно что за индекс 0 а минус 1 вообще исчезнет это все очень плохо это все очень плохо максимум что я могу предложить это вот так вот его вручную выставить а потом если что переопределить потому что центрировать но это не очень прикольно она закрывает все на все линии left 132 tab review sling left 132 ок и осталось порешать вот этой одной дебильной штучкой это чтобы вот здесь была беленькая и вот здесь тоже была беленькая что я могу предложить им всем предложить куда-то сходить я могу 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 так как будем делать вот эти штучки беленькие ну есть конечно вариант забить это очень мне нравится такое решение она знаете такое дипломатичная ну именно вот как бы нравится но скажем так если бы это был заказ такой реальный то я скорее всего забил потому что ну мне кажется что нормально смотрится мне реально кажется что нормально смотрится если бы сказали ну типа исправить я бы исправил давайте сейчас все-таки у нас обучающие как бы видео и придется исправлять мне но в реальной жизни я вам сказал ребят ну вы чего в своем уме а так придется фигачить такие у меня тут условия и значит tabs review ну что я буду сейчас какие-то плашечки сюда фигачить на автор на на бифорда и все tabs review беру tabs reviews у него пишу двоеточие двоеточие там автор условно пишу контент двоеточие вот так вот вот так вот позишен абсолютно background color белый ширина сто процентов высота 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 сто процентов вот там 0 появилась какая-то кусок дичи вот значит кусок дичи еще задам некий z-index это хоть 150 а то есть два можно поставить до 2 но вот там должно быть минус 20 или еще больше не не все нормально смотрите у нас просто этот этот кусок чуть чуть больше мы можем его конечно же исправить здесь напишем по 1 бар там ней ты чё откуда такая линия большая кто ее придумал а вот какой-то вот этот она должна быть 20 очку друг мой так сейчас я запомнил запомнили его фамилию вот так вот этот товарищ запомнили его фамилию у него по 1 батам 20 так соответственно здесь должно быть написано z-index 2 bottom bottom минус 20px и все я походу вот эту линию сюда вставил да окей доволен заказчик алонс это доволен по ходу да теперь я точно такое же давайте напишем запятая ставим точно такое же для before друзья все для вас делаю мало ли вы в жизни столкнетесь с такой фигней вам нужно будет это решать я-то чувак опытом прожженный я бы сказал бы своему мне такое делать так для before для before нужно написать просто write 100% и все что-то как-то не сработало чего это ладно давайте разделим чуваку здесь left 100% и отсюда это уберем все должно работать должна появиться сейчас беленькая штучка есть 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 все друзья мои мы молодцы мне кажется вообще красавчики делаем все прям по каноническим стилям пока полет нормальный 768 даст из фантастиш все довольны алонса хлопает в ладоши меня уже глючик но тем не менее что не сделаешь ради любимого заказчика может быть я где-то накосячил чуть-чуть но тем не менее все плюс-минус норм я смотрю что вот здесь чуть чуть больше отступа есть видите но это как бы уже сами понимаете это вообще никакая не проблема просто добавляется вот этим чувакам марджины табом и все условно вот и вот этот отступ он формируется ну там чуть меньше высота пишется ширина и так далее дальше на мобайли то есть вот такая вот картина на мобайли у нас решили все сделать каким образом так внимание вот это красавчик вот это красавелла убрать просто нафиг волевое решение волевое что что из этого списка и так далее да то есть погнали короче едем смотрите едем 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 и тут еще чуть-чуть можно проехать условно до 620 просто до 600 давайте до 6 их 600 600 вот до 600 мы подъехали ага так вот это бы все вот тут какое-то конское расстояние между товарищами непонятно кем написано и вот сексен и двенки тасс дорогой сексен и двенки тасс давай ты сделаешь нам соточку хотя бы а то и целых 80 а мы можем еще и посмотреть и сделать то как тут написано где-то ага вот это еще нужно с этим порешать где-то 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 100 давайте 100 100 100 100 это у чувака и двенки тасс мы пока всю игру запускали при 768 тут еще оказалось есть некие доработки 868 они я даже еще раньше это делал ну ничего страшного ну когда там у нас уже приезд прижало у наш уместно было уместно есть обновляемся хоп и тут она все уместно и так до 768 так еще нам нужно чтоб на 768 вот здесь было вот так это мы сделали но и вот эта штука стала по центру как вот здесь и у нее изменились некие параметры касательно размера шрифта 30 и 40 30 и 40 поэтому я просто беру вот этого красавчика лист тайтал листа это так листа 30 и 40 ок 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 чуваки ага и максимально 470 нужно убрать то есть смотрите здесь 100 здесь 100 здесь 100 как договаривались здесь лист title и смотрите у него паддинг топ 0 уже текст онлайн центр максимальная ширина 100 процентов фон сайз 30 высота строки 40 как то так не значит все таки и еще нужно ему не сто процентов а если комьюнити хочет чтоб он вел себя каким-то таким образом то это где-то 375 поэтому мы ему поменяем максимальную ширину на 375 пикс и в таком случае нужно дофигачить марджанной аута у него какой-то еще есть отступ вниз а нет ни вода никакого не что то есть маржин ботом 30 и тут мы допишем еще 30 пикс тогда ок можем чуть-чуть уменьшить пусть будет 370 пусть будет 370 good все то есть мы с этим порешали и давайте уже готовится там каким-то элементом допустим условно я хочу чтобы это было при 600 просто у нас есть такая разметка при 600 находим 600 вот есть 600 и здесь с вот этими нужно разобраться то есть нам нужно чтобы они стали по-нормальному tabs бокс это дисплей флекс если я напишу например дисплей блок то это будет плохо потому что у меня будет идти 6 8 7 9 так поэтому я к сожалению не смогу написать дисплей блок блок нужно написать дальше дисплей флекс но написать флекс дирекшен каун так она не лучше стало но тем не менее так как мы подождите как мы вообще работали что мы делали а мы просто вот так вот разместили да по-хитрому что у нас шел 6 8 потом 7 9 абсолютно не логично логическая тема как там было накидано но только не страшно соответственно допустим допустим 6 7 8 9 ну где тут логика спрашивается в задаче так размещать чувака давайте тут так сделаем а чё тут поменял окей окей чтобы такое подумать чтобы не париться с ними вот идет седьмой элемент себе такой идет горит я иду никого не трогаю и тут не ставят ордер один так давайте вот так да получается 6 элемент ордер а это я всем поставил сейчас половине поставил обновляемся первое что нужно точно написать там с боксу это вот этот смотрите это точно всем flex flex direction ров колу колу окей так flex direction колу обновлятыша вот такое получилось теперь дальше мы делали для них что-то типа вечеринки для нечетных и для четных то есть padding left здесь еще бордеры короче берем вот этих товарищей даже не вот так а вот так полностью копируем полностью копируем вставляем тоже вот сюда это первый чувак дальше смотрите у второго здесь вот такое видение так у четвертого там наверное короче какие-то свои приколы то есть я вставляю смотрите чуваком вот и я им пишу border right нам тут пишу 0 и здесь тоже пишу 0 то есть я это все уничтожаю чтобы они были плюс минус адекватными бах есть не все сработало для а я точку запятой пропустил вот так теперь все сработало и у них ширина написано 50 процентов нам нужно этот миф развеять чтобы у них ширина была сто процентов потому что но кому они такие нужны шириной 50 процентов вот все осталось только порядковые номерочки им поменять соответственно соответственно у этого я напишу допустим ордер ноль потом у седьмого я напишу ордер один 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 такой вот хитрый жук да у восьмого так это я седьмого написал ордер один теперь я хочу восьмой найти где ты восьмой вот у тебя будет ордер два и дальше должен эти девятый и ему написать ордер три все шесть семь восемь девять то есть вот такая вот вечеринка давайте что мы сделаем зайдем в html вот они от эти элементы здесь есть нет они это другие да или нет да это это другие вот 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 то есть смотрите я еще где у них и здесь еще есть табы и и вот этому каждому сейчас допишу что-то типа таб тире ордер тире соответственно 0 1 2 и 3 и возьму вот так вот перенесу вот сюда и прокопируем идите сюда роднуши короче это двоечка это троечка это и наоборот единичка это нолик нас счастливый нолик здесь будет ордер двоеточие ноль и у меня поняли 1 2 и 3 бах ура то есть движуха рабочая движуха прекрасная что нам нужно дальше сделать дальше адаптировать вот эту всю вечерину до вот такой вот версии ну собственно избавиться от проблем избавиться от проблем окей то есть мы смотрите мы смело можем ехать вплоть до 500 вот я приехал вплоть до 500 я понимаю что здесь координаты еще работают ровно поэтому я себе смело ехал вплоть до 500 но но кто-то куда-то сбился то есть вот этот чувак он потерял свой компас он потерял свой компас соответственно мы его можем чуть чуть исправить где он начинает терять свой компас где то вот здесь давайте тогда не будем вот хоп давайте на не будем париться а возьмем например для себя 550 нам по сути все равно 550 это 600 теперь берем пишем вот здесь медиа 550 и обновляемся и все у нас шикарно теперь можно убрать этого типулю то есть этот типуля это у нас некий то есть это просто получаются вот такие будут штучки 1 2 3 4 5 6 они не должны ничего нести за собой соответственно топ контент его нужно полностью убрать да если я его полностью беру например напишем дисплей на то он уберет и в себе вот этого товарища значит топ контента я не могу написать так иначе вот этот чувак исчезнет печально как подождите этот чувак на вообще нужен а этот чувак нам вообще в принципе нужен тогда придется мучаться посерьезнее таб контент у него написано где-то что-то по поводу высоты окей высота 0 не очень но высота что-то типа что-то типа сто пятьдесят четыре подойдет до ок даже не сто пятьдесят четыре а вот так вот сто пятьдесят три то есть tabs контент сейчас начнем ему переопределять напишем высота 153 по x есть дальше авторе бифор на ибо гранд и мэйджа снад есть пограунд и мэйджа снад дальше твои . 2 . автор 2 . 2 . before тоже дисплей на вот мы получили что-то вот такое и теперь и теперь мы можем себе смело решать с ним вопросы единственное что еще у девятого элемента то есть вот здесь бордер баттам есть поэтому мы напишем таб ордеру 3 бордер баттам на вот так вот good мне кажется неплохо едем тут начинаются кита качали соответственно сейчас порешаем с этим элементом сразу что у него за проблема он на позиции то есть если я ему напишу даже не релайки лучше стейкик то все чувак станет более-менее адекватным и можно будет наверно как-то с ним взаимодействовать у него наверно какие-то где-то марджины что-то короче пишу ему позиции стоит это первое дальше я вот так сделаю чтобы увидеть чем прикол дальше tabs контент пока норм left right это уже все до лампочки марджин 0 авто можно убрать что значит убрать это значит что написать марджин 0 и в таком ключе мы можем дальше себе уменьшаться сколько-то там до какого-то числа 460 даже до какого-то числа 480 давайте вот там где я не поменяю все напрочь вот все а тут я готов менять все напрочь то есть что я должен увидеть я должен увидеть вот такой вот штукенцию и такая штукенция должна у нас здесь остаться так ну во первых еще еще вот здесь у меня есть какая-то фиговина вот этот на автор да вот это шеврончик то есть так актив автор я уберу вот эту фигню там где я вырубил картинку тут же я и уберу вот эту штуку дисплей на ок что я хочу с элементами сделать чтоб они влезли у меня там нормально до 320 влазили а то они вообще ни разу не лазят вот беду линка некая случается что нужно для того чтобы элементы влезли 320 нужно вот этому написать другой шрифт точнее другие размеры 24 и 30 окей берем листа это и пишем ему фон сайт 24 высота строки 30 по x все этот влез дальше что по другим элементам здесь по 12 по x все должно быть у меня на по 14 то есть . так фон сайт 12 по x и тут еще какой-то паддинг вот смотрите есть если я напишу боковые паддинги по нулям не все боковые на по нулям так это я не написал сейчас разберемся . то что я написал фон сайт 12 нужно сделать это первое бах и мне не нравится этот большой вот этот паддинг который идет 40 соответственно его можно поменять на 0 вот так скопируем схема прикольная вот паддинг вот такой вот ну можно непосредственно туда вот так записать его и будет нормас дальше дальше решается вопрос по поводу вот этого умника у него 14 шрифт стал 14 тут по моему он такой же даже не написано давайте напишем чуть-чуть уменьшится соответственно берем вот так вот и записываем фон сайт 14 по x далее внутренние отступы в порядке уменьшились где-то 20 где на 35 обновляем внешний отступ это паддинг 20 тапс ревью спаддинг 0 есть внутри у него есть еще вот такой вот отступ давайте все скопируем и бордер удалим у нас к ним претензий нет а здесь это сверху а это по бокам то есть это справа это слева соответственно здесь давайте 20 поставим и здесь тоже 20 посмотрим по баланс так уже что-то уже что-то но все равно чувак не влазит а потому что у него где-то что-то написано кто-то ему рассказал что ему можно наглеть а вот какой-то left 132 но это другое это другое так чего ты дорогуша а вот есть вот есть чувак там 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 сейчас мы разберемся очень много тут всяких товарищей которые прям такие вот все шарят ну как вариант можно по взаимодействовать с вот этим тут у нас ширина у чуваков 263 если я напишу ширина 260 по x так она еще там должно быть текст лайн центр ну вот но почему-то она не хочет тут еще как бы я буду тут себе а вот я увидел какой-то это чертовщина пишем это все по фигу это не надо так делать смотрите тут какой-то товарищ у нас ага вот эти чуваки топ айтемы мы их не вырубили и они нам по ходу делают ветер давайте-ка сделаем им вот так и вот этому тоже сделаем вот так видите элементы которых плохо было заметить плохо видно вот они нам такие качели устраивают так дальше идем так дальше идем что еще упустили что еще упустили а это так отдельно для тапса я увидел парень край 20 это я уберу сейчас парень край будет 0 бабахнули ну-ка если я напишу ширина там 260 условно ты чувака хоть немного попустит да и напишу здесь текст олайн центр вот еще лучше чуть попустила а ну текст олайн центр не нужен ок ну давайте туда последовательно то есть хова обновили и я беру всему вот этому блоку иннеру он у меня уже здесь где-то записан вот так это можно удалить я напишу какая у него ширина должна быть в связи с вот этими нововведениями 300 300 300 а у нас падинги по сколько у нас падинги по сколько у нас падинги по сколько-то там по 15 угу 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 ну то ладно хорошо 300 давайте напишем это ему тадамс 300 теперь внутри чуваков мы тоже немножко прижали и и почему-то происходит что-то невиданное ну давайте ладно давайте мы поймем вот такую фишку что здесь у нас есть какая-то линия и тут если посмотреть то эта линия просто ни о чем это все находится в контейнере в контейнере по бокам по 15px то есть условно я должен вот эту цифру сейчас поменять на 10 на 10 и вот здесь тоже поменять на 10 насколько сильно это мне поможет ну скажем так мы это сделаем потому что так вот здесь у них в макете видите то есть тут вот идет десяточка уже не 15 отступ а 10 поэтому что я сделаю я где будет у нас 320 я вот так вот вот давайте прямо здесь зафигачу то есть напишем . контейнер и контейнер флюид по-моему такого не нужно написать по бамс да тут такого не нужно и напишем ему значит padding-lab 10 и padding-right тоже десяточка что было как-то им жить поприятней дальше все таки хочется выяснить в чем же тут качеля неистовая ну ладно не хочется разбираться или хочется ладно давайте читать отзывы блин это дичь дичь овская это может авторы и бифоры нужно повырубать не помогло мне их нужно оставить их нужно оставить Ладно, давайте повешаем так И не будем, короче, мучиться Как-то так И потом Ещё что-то сделаем Ту-ду-ду-ду Уж кнопка не мешает Ту-ду-ду Вот, вот тут написано У Tabs контента, что должна быть Минимальная высота Минимальная ширина 500 Я это убираю И как вы думаете, мне это помогает? Вообще никак Минимальная ширина Давайте напишем 300 Как это мне поможет? Короче, 100% где-то есть какой-то глюк Которого я просто не вижу Тупо А он Качели такие устраивает Просто неистовая Можно, конечно, ещё Вомучиться немного И его найти Но если быть откровенными На все 100% То не очень бы и хочется Можно ещё вот так вот чувака Чуть прижать И будет новым Всё Давайте так сделаем Потому что уже Нервов нет Они имеют свойство Заканчивается Вот так вот Возьмём Скопернём Красавеллу И вставим Где мы там всё это делали Вот сюда Можем вставить Вот это уберем Окей Обновляем И читать отзывы Должно быть По центру Соответственно Берём вот эти Читать отзывы Смотрим Что тут написано Бот Бот там Берём Ставим Вот как-то так 8 Соответственно Left Left Пишем Можно написать Например Можно По центру Ставить А можно написать Как-то вот так И оно будет Не всегда так Только на 320 Она будет так На макете В других случаях Она не будет так Также Типа по центру Но тоже будет нормально Стоять Вот Как-то так То есть Обновляемся Вах Бот там Бот там Бот там Сколько я писал Бот там Бот там Должно быть 8 Поэтому давайте Тоже припаркуем Как говорится Пришлюняем Ура То есть Смотрите Какая тема Есть себе Такой блок Живёт Никого не трогает Мы такие Едем 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 Хоба 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 Ну то есть До 320 Нормаз Единственное Что осталось Еще порешаться Вот этой Кнопкой Вот здесь Избавиться Избавиться От проблем По поводу Кнопки То У нее Давайте Мы ее найдем Вот это Она Лист Линк Да Лист Давайте Напишем Для 360 Это Марджин Топ 0 Вот И нужно Убрать Стрелку Да То есть Смотрим Сюда И Пишем 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 Или На шо Она Повешена На автор Да И Сейчас Чуть Подшаманим То есть Кстати Тут Я смотрю Что Написано Минимальная Высота 630 Ох Есть У меня Вероятность Что Из-за Нее Это Да Неужто Смотрите 320 Если Я Тут Убираю Вот Эту Минимальную Высоту Минимальную Ширину 430 Здесь У меня Убираю 500 Минимальную Ширину 500 То Тогда Вот Этот Блок Возможно Нормально Божил И Если Б У него Было 300 Ну Не Очень Нормально Ну И Фиг С Ним Так Что Тут Осталось Сделать Падинг Вот Этот Я Б Написал Падинг Вот Здесь 10 П Х Вот Здесь Тоже Написал 10 П Х И Написал Под Text Line Center Все Вот Так Вот Я Сделал И Наконец Этот Блок Мы Домучили Потому Что Что То Он Под Конец Пошел Не Очень По Приятному Какому То Пути Ок Ура 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 Идем Дальше Следующий Чувак У нас Это Это Вот Это Вот Вот Это Вот Почему Шведская Горечь Завоевала Такую Популярность Барышня С Кофеем И Соответственно Вот Здесь Она Тоже С Кофеем Ну Прекрасно Я считаю Только Уже Меньше Текста Не Больше Текста И Больше Проблем Ну Окей Сейчас Переделаем Нам Нужно Зайти В Наш HTML И Опять же Отсюда Вот Это Вырезать Section И Вот Сюда Вот Это Вставить То Хоба Хоба И Нам Сейчас Нужно Что Когда Мы Будем Что То Делать То Оно Будет Как-то Становиться Как-то Становиться По Нормальному Ну Я Считаю Прикольная Тема Я Считаю Прикольная Тема Да Текст Есть Вот Такое Надо Вот Такое Угу Качеля Ну В общем Что Мы Можем Для Себя Сделать Какие Определенные Выводы Мы Можем Сделать Выводы Что Есть Всего Лишь Несколько Причин Вот Игоря Николаева Несколько Причин Короче Если Мы Ставили Изначально Вот Эту Барышню Как Картинку А не Как Фон Было Конечно Сейчас Куда Проще Но Типа Сель Леви Такова Жизнь Как Говорят Французы Поэтому Что Я Предлагаю Я Предлагаю Что Мы Можем Немножечко На нее Наехать Немножечко На нее Наехать Прикрытие Пол Лица До Какого То Момента А Там Дальше Будет Видно То То Для Того Чтоб Ей Можно Было Закрыть Пол Лица Нам Нужно Смотрите Для себя Определиться Например Что 1600 Там Условно Да У нас Будут Для Вот Этого Всего Блока Этот Блок У нас Который Правый Где Же Ты Правый Блок Вот Популяри Тирает То Есть Мы Возьмем Вот Этот Популяри Тирает Райт Зайдем Вот Сюда В Медиа Давайте Я Его Где То Сейчас Припаркую И Возьму Прокопирую Вот Здесь И Выберем Например Для себя Значение Что-то Типа 1600 1600 И Мы Вставляем Вот Этого Типулю Сюда Точечка Бабахнули И Задаем Бэкграунд Колор Белый То есть Хоба 1600 Это Мало 1600 Это Мало Поэтому Мы Выберем Для себя Что-то Пожалуй 1640 Смотрите Он Белый Но 1640 Это Где-то У нас Вот Здесь Поэтому Это Плюс Минус Нормаз Вот Но Желательно Чтоб Тут Еще Не Впритык Вот Эта Вся Вечерина Шла А С Каким То Отступом Поэтому Я бы Добавил Еще Что-то Типа Паддинг Так 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 Вот Он Паддинг Например Left 10 Пx Это Что-то Будет Вот Такое Ну И Как бы Нормально Да Или Ненормально Давайте Посмотрим Тогда Давайте Не так Сделаем Давайте Добавим Padding Left 15 А Padding Right Сделаем 0 Потому Что У него Там Написан Уже Padding Right 15 Мы Его Как бы Немножечко Обнулим То есть Мы Такие Себе Никого Не Трогали Потом Такие Хоба 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 И Немножечко Барышню Прикрываем Она Все Пьет Свой Кофе Но Мы Уже Немножечко Залезли На Ее Пространство Ну Как бы Что Поделаешь И В общем Конечно Вот так Будет Не Алло Но До Какой То Момент Мы Можем Ехать Сейчас Попробуем Что То Еще Изменить С Нашей Картинкой То Картинка Это Что Это Фоновое Изображение Которое Вот Здесь Написано У Него Есть Минимальная Высота Все Дела Вот Это Вот Все И Background Size Такой Параметр Как Background Size Мне В Принципе Ну Мало Чем Может Помочь Какие То Печальные Только События Могут Произойти С Этой Картинкой Правда Правда Я Могу Ей Написать Например У Нее Высота 645 Давайте Напишем 500 П Х То Я Могу Немножечко Поправить Ситуацию Вот В какой Давайте Вернемся К 1366 Это Более Менее Популярные Размеры Но Еще До Сих Пор Поэтому Я И Здесь Сделаю Пожалуй При Такой Вечеринке Пусть У Нее Будет Background Size 720 И Это Немножечко Станет Скажем Так Поприятнее Смотреться Давайте Я Просто Продублирую Вот Эту Строчку Сделаю Здесь 1400 Ставлю Популярити В Раппер И Запишу Background Size 500 Пx Вот То Есть Точнее Там По-моему Было Что-то 650 Или 750 750 Может Быть То То есть Вот Едем 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 Наезжаем Потом Она Так Чуть Говорит Подождите Подождите Не Нужно Так Торопить События И Все Дальше Себе Мы Дальше Начинаем Уже Через Какое-то Время Опять Торопить События Что Нам Нужно Что Мы Можем Например Придумать Ну Я Предлагаю Сделать Уже Где-то На Каком-то Размере Следующую Схему Допустим Этот Размер Будет У Нас 1120 Потому Что У Нас Есть Такой Параметр Вот Здесь 1120 И На Барышню Уже На Глаз Начинают Опять Нарисать Разные Пацаны Что Стоит Сделать У Нас Идет Минимальная Высота 645 ПХ Ну Тут Только Какие-то Дикие Махинации И Больше Ничего Мне Кажется Вот Так То Есть Я Могу Давайте Сделаем Следующую Картину Что Мы Можем Придумать Вообще По Хорошему Ее Нужно Отсюда Убирать Ставить Сюда Картинку И Мучаться Дальше С Картинкой Видите Я Когда Реализовывал Это Я Не Смотрел Что Тут Будет На Адаптиве Поэтому Меня Это Мало Волновало Соответственно Сейчас У Нас Есть Только Один Вариант Вырезать Вот Эту Часть Поднятие Вверх А Картинку Очень Сильно Опустить Вниз Кучу Всякого Натыкать И Тогда У Нас Все Получится Или Брать Полностью Переверстывать Блок Что Типа Из Серии Вставить Вот Здесь Картинку Просто Картинку Как Обычную Вот Этого Чувака Марджином Минус Натянуть И Потом Когда Мы Будем Чуваков Сужать То Перестроиться Там Ордеры Поменять Все Будет Нормально Это Вот Такое Решение Но Такое Решение Нам Тогда Нужно Будет Еще Сделать Из Алонсо Из Алонсо Нужно Будет Точно Такую Же Схему Переделать Я Уверен Что Здесь Тоже Есть Такая Какая Алонсо Промутился Друзья Мои То Есть Алонсо Красавчик Он Могет Хотя Тоже Проще Его Сделать Картинкой Но Как бы Алонсо Тут Все Понятно Чуваки Идут Вот Всякое Такое А что У нас Идет На Мобайле Вот Барышня Себе Живет Здесь И Все По Барабану Алонсо Тоже Четенький Пацан Да Схема Конечно Мутная Схема Мутная И Ну Конечно Решить Можно По Всякому Тем Более Что Это Лендинг Но Что Мы Будем С Вами Делать Что Мы Будем С Вами Делать Та Дам Вот Наша Изображенница Будем Выкручиваться Как Сможем Короче Едем 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 Такие Едем 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 И 1120 Нам Сказала Добрый Вечер И Барышня Говорит Эй Чуваки Что 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 Вы Делаете Вообще Ага Тут Еще Как Бы Раньше Вот Эти Сказали Может Как То По Аккуратней Нам Места Не Хватает Условно Вот Эти Ну Мы Скажем Окей Давайте Раньше Раньше Это У Нас 1230 1230 Давайте 230 Зафигачим Вот Здесь И Вот Так Вот Вставим Ты Иди Отсюда А Ты Иди Сюда Если Мы Посмотрим На Историю Данной На Данного Блока То У Нас Здесь Идет Популярики Интер Такой Большой И Весь Из Себя Блок Внутри Идет Популярики Так Это Популярики В Раппер Здесь Популярики В Раппера У Нас Есть Эта Картинка Правильно Бэграунд Имейдж Все Дела А Мы Хитрицы Смотрите Какой Хитрый План Придумал Вообще Просто Я Беру Вот Этот Популярики В Раппер Пишу Вот Здесь Точка Популярики В Раппер Не Поверите Ага 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 Ну ладно Ну ладно Ну ладно Ну ладно Да Популярики В Раппер И я Ему Записываю Background Image None Все Картинки Нет Вот Все Картинки Нет Теперь Мне Нужно Разбить Чуваков Где Они Тут У нас Тусят Это Inner Вот Box В Inner Есть Write Есть Box Соответственно Мне Нужно Написать Хотя Б Display Так Популярики Inner Display Flex Потом Популярики Ларайт Как-то Непонятно Как они У меня Разбиты Но Фиг С ним Давайте Сделаем Justify Content Вот Это Все Не Интересно Если Я Сделаю Flex Direction Колоночки Ой Сбилась Вся Система Flex Direction Column Бабахнули Ура Дальше То есть Давайте По порядку С Чуваками Делать Пишу Популярики Inner Вот Сюда Круто Теперь Сделал Теперь Следующий У меня Здесь Есть Justify Content Flex And Во-первых Вся Вечерина Уже Полностью Пере Переигралась И Давайте Я Лучше Напишу Alight Items Center Чтобы Они Все Стали По центру А Justify Content Ну Пофигу Давайте Поменяю Тоже На Центр По сути Включили Есть Теперь Нужно Найти Почему Шведская Горечь Потому Что Это Что Самое Идеальное Это Популяри Тирайт У него Есть Свои Косяки Связанные С Паддингом Лев Там Давайте Уберем Здесь Теперь У нас Паддинг Лев 0 И Если Посмотреть На Планшетник То У Всего Вот Этого Добра Все Равно Будет Какой То Там Типа Размер Из Серии 540 Поэтому Я могу Написать Здесь Написан У него Размер 500 Я Напишу Максимальный Размер 540 И Он Уже По центру По сути Стоит Сейчас Мы Только Поработаем Немножечко С Тайтлом Обновляемся Есть Вот Он Есть И Мне Нужно Чтобы Он Был Первым Элементом Соответственно Я Могу Ему Написать Order 0 Скажут Чуваки Такая Вот Петрушка Он Говорит Ты Конечно Прикольно Придумал На самом То Деле Но Напиши Вот Тому Второму Order 1 Потому Что Он Какой То Неадекватный И Я Его Боюсь Вот Я Беру Популярити Бокс И Пишу Ему Order 1 Order Точно Неадекватный Тип Вот Бабахнули Есть Может Чуть Надо Уменьшить Градус Накала 1 ПХ Это Лишнее Точно Вот Так Вот Сразу Мы Посмотрим На Вот Этого Прекрасного Прекрасного Чувака И Мы Увидим Что Где То Где То Там Вдали Ух Ты Что В Долине Кремниевой 600 Он Стоит По Центру Поэтому Давайте С ним Как То Разберемся Скажем Ты Будешь Сегодня Нормальный У Нас Или Нет Вот Есть Популярити Бокс Текст В Принципе Вот Это Все Популярити Бокс Давайте Вот Этому Популярити Бокс Мы Напишем Максимальную Ширину 600 Вот Он Себе Станет Вот Здесь По Центру Так Как И Было Задумано Вот Этими Чуваками Из Маньяк Студии 600 Еще Фон Скажите Какой Это Нужно Будет Но Это У Алонсо Там Дальше Начнется То Смотрите Он Становится 600 А у Этих Чуваков Сколько Тогда 540 Ага То Есть Его Немножечко Кто-то Еще Держит Внутри Связанным Марджин Райт Например 70 Так И Вот Этому Марджин Райт 0 Мы Пишем Так Вот Этому Нужно Написать Марджин Райт 0 Вот Этому Нужно Написать Максимальная Ширина 600 Вот Как-то Так Обновляшка По Поводу Кнопки У Нее Тоже Какие То Есть Свои Наверное Приколы Именно У Этой Кнопки Но Мы Разберемся Пока Нормально Теперь Вот Эта Штукенция Должна Стать По Центру Но Это Мы Еще Дойдем Это Должно Такое Случиться У Нас На Экранах 768 На самом То Деле Мы Можем Сейчас Сделать Чтобы Это Было Например Условно Не 500 Там 40 Где-то Указано Как Я Указал Вот Я могу Сделать Это Сейчас Куда Больше Чтоб Оно Типа Как-то Более Менее Смотрелось На таком Большом Еще Достаточно Размере Вот Ну Давайте Сделаем 800 И Будет Очень Даже Ничего Соответственно Я Здесь Вместо 540 Напишу 800 Вот Здесь 600 Пусть Останется В принципе Нормальная Тема Теперь Смотрите В этой Все Вечеринке Должна Появиться Наша Фоновая Картинка Как Будто Все Соскучились За ней Просто Неистово И Если Мы Такие Посмотрим То Мы Видим Что Есть Некий Популярити Бокс Есть Популярити Иннер Есть Популярити Райт То Есть Райт Есть Бокс И У Всех Нормальных Людей Появляется Законный Резонный Вопрос Где Здесь Фигануть Вот Эту Барышню Мы Конечно Можем Сделать Все Что Угодно Но Задача Усложняется Еще Такой Дебильной Системой Что У нее Нет Никаких Видите Она Вообще Не Зная Границ Как Говорится Вот Так Вот Тут Нет Никаких Отступов Что Дает Некие Намеки В Понимании Дизайна Ну Понятно Что Так Красиво Конечно Что Будем Делать Господа То есть Оно Не Должно Быть В Контейнере Если Оно Не Должно Быть В Контейнере То Тогда То Тогда Можно Сделать Только Только Не Знаю Что Если Вот Эта Панацея Была Хотя Быть Ним А так Панацея Должна Быть Под Ним То Давайте Смотреть На Код На HTML То Нам Сейчас Нужно Сходить Гости К HTML Эффекты Там Вот Это Вот Все Вот Бокс Вот Бокс Вот Райт Если Я Создам Здесь Точка Mobile Mobile Тире BG То В Принципе Этот Mobile BG Вроде Как Никогда Давайте Посмотрим Он Вроде Нам Не Должен Вредить Жила Была Сия Шведская Горечь С Mobile BG При Том Что Этот Mobile BG У Него Вообще К Нему Так Все Ставились Сомнительно И Ему Display None Задали И Все Вот То есть Обновляемся Никаких Качелей Все Красиво Шведская Горечь Наезжает Потом Бах Пошло Поехало Понеслось Вот И Вот Здесь Когда Пошло Поехало Понеслось В Медиазапросах Мы Фигачим Вот Такое И Пишем Ему Что Тоже Мы Можем Написать Непонятно Непонятно Бага Ладно Понятно Background Image И Мы Вставляем Тот Image Который Вот Собственно Который Мы Заблочили Который Был Вот Здесь Вот Это Мы Вставляем И Иди Сюда Вот Так Вот И Мы Должны Написать Чуваку Background Repeat No Repeat И Понятным Делом Указать Высоту Высота Красоты 645 То есть Минимальная Высота Ах ты Посмотри 645 Пикселов Bams Bams Ага И Блоку Естественно Display Блок Потому что Он очень хочет Сильно Появиться Здесь Так Вопросы В студию Посыпались Просто Какие же Вот Появился Mobile Ширину Задайте Ну Ладно Ах Даш Мы Забыли Мы Забыли Такую Простую Истину Что Что Он Оно Все равно В контейнере Находится Товарищи Мои Оно Все равно Находится В контейнере То есть Несколько 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 Свойств Соответственно Я Сюда Еще Запишу Background Size Cover Cover Бам Вот Такая Вот Такая Что Нужно Сделать Дальше Дальше Вот Эту Штуки От Свою Популярики Бокс Текст Популярики Бокс Точнее Нужно Опустить Немножечко Вниз И мы Посмотрим Насколько Сильно Она Будет Опускаться Вниз И Какое У нее Будет От Этого Настроения Так Окей Печальная Поэтому Мы Зададим Ей Position Relative Z Index Там Условно 5 И Топ Оно Короче Едет Топ Как бы Нам Ага Поскольку Барышня У нас 645 И не Цент Там Больше То Мы Ей Можем Написать Мы Можем Написать Условно Здесь 500 Давайте Так И Сделаем Популярики Бокс Вот Он Мы Ему Задаем Position Relative Z Index 5 Top 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 500 PX А Вот Здесь Задаем Position Position Relative Z Index 4 Меньше To 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 Dooms Нифига Нифига Ну тогда Меняем Стратегию Тогда Мы Смотрите Здесь Не пишем Position Relative Z Index 4 А Вместо Для Популярики Бокс Мы Все Таки Пишем Здесь Absolute Тогда Мы Пишем Bottom 0 И Нужно Родителю То есть Всей Вот Этой Вечеринке Популярики Задать Position Relative Чтобы Относительно Него Вся Движуха Начиналась То есть Бах И Вот Оно Внизу Появилось Единственное Что Я Понимаю Что Нужно Видеть Немножечко Кофе С Ответ Стену Мы Bottom Напишем Минус Там Условно Сколько Нужно Минус Допустим 90 Давайте Еще Чуть Чуть Там Мы Будем Сейчас Регулировать Поэтому Это Не Страшно Минус Например 110 Минус 110 Где 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 Вот Как То Так Гуд Наконец То Мы Порешали Вот Эту Мощнейшую Штуку То Какая Такая Фигня Текст Ну И Дальше Мы Себе Зафигачим Как То Как То Так То Что У Едем И Там Сделаем Достаточно Красиво Едем Такие Едем Едем Тут Нас Все Пока Устраивает И Нам Нужно Найти Вот Это Наше Счастливое Число 768 Вот Мы Его Нашли Ну Короче Вот Чуть Меньше Вот 767 Так Смотрите Тут Хоба 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 Где То В этот Момент Когда Мы Перепрыгнули Я Бы Добавил Нам Сближение Да То Есть Здесь У Нас Есть У Популярики Падding Топ 200 Давайте Фиганем 50 Популярики Мы Уже Записывали Ему Position Related Только Что Поэтому Падding Топ 50 Есть Фантастика Можно Еще Проехаться Все 768 Для себя Выбираем Где Наш 768 То Есть Тут Можно Картинку Сейчас Поднять У Нас У Нее Минус 110 Но Нам Можно Сделать Что Типа Как То Так То Есть Ботом 10 Пусть Будет Я Возьму Сразу Вот Это Все Скопирую Отсюда Проедусь К 768 Ставлю Это Вот Сюда И И Напишем Минус 10 Всего Лишь Это Первый Момент И Дальше Смотрите Какой Второй Момент Второй Момент Это Для Тайтла Я напишу Text Line Center Text Line Center И У него Здесь Есть Свои Правила Игры 30 И 40 Поэтому Я Задам Font Size 30 Высота Строки 40 П И Очень Даже Неплохо И У Всего Всего Вот Этого Популярити Ride Максимальная Ширина Как Мы С Вами Помним 540 П И П Вах Бамс То Получается Что То Вот Такое А Здесь Нужно Чтобы Было 600 Так И Есть Так И Есть Можно Уменьшить Расстояние Вот Здесь Между Чуваками Вот Ну Как Бы Оно Несильно 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 Оки 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 То Есть Тут Минимальная Высота 645 А Вот Background Size 750 В принципе Это Нам Пофигу На это Ок Ок Все То есть Смотрите Вот этот Барьер Почему Шведскую Горечь Выбирают Самых Даже С Высоким Уровнем Медицины Это Все Нам Ясно Теперь Следующий Блок Это Блок Счастья Вот Такого Короче Вот Эти Элементы Влезут Шведская Горечь Станет Еще Популярнее Фансайз У нее Чуть Просядет А Все Остальное У нее Будет Просто Как Всегда Шедеврально И Сабтайтл Какой Нибудь Нам Тоже Нужно Поставить По Центру Как Же Он У Нас Тут Называется Вот Такой Вот Я Ему Тоже Напишу Text Line Center Есть Давайте Проедемся Обратно То Есть Мы Такие Взук Едем 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 И Что У Нас Происходит Вот Тут Сейчас Начнутся Качели Поэтому Что Я Предлагаю Сделать Это Размер Экрана Там Что То Там 640 Условно Давайте Выделим 640 У нас По Моему Есть Такое Число Вот 640 И Здесь Нам Нужно Написать Смотрите Вот Здесь Максимальная Шлина 600 То Вот Этот Чувак Нормально Себя Ведет А Вот Этот Чувак Он Неадекватный Наглухо Популярики Бокс Линк Что Я Ему Сделаю То Я Наглухо Конечно Чувака Я Обозвал Ну Ладно Автор Я Уберу Эту Стрелочку Дисплей На Нифига Ну А вот Этому Я Тоже Напишу Типа Эй Братиш Давай Ты будешь Максимальная Шлина У тебя Будет 600 ПХ И ты Будешь Самым Счастливым Чуваком На Районе К тому же К тому же Я Вот Этому Не Вот Этому К тому же Что Текст Лайн Центр Писать Ему Ну Есть Смысл Конечно же Паддинги Просто Я Сейчас Переопределю Так Паддинг Здесь Нужно Писать Паддинг И Двоеточие И Смотрите Я тут Оставлю Какие-то Мелочи Даже Десяточки Оставлю По бокам Вверх Низ Это По бокам И Вырублю Не Напишу Текст Лайн Центр Чтоб Типа Было Всем Комфортно Для Жизни С ним Как-то Общаться И Напишем Ширина 100% Потому Что Чтобы Раста Ё-моё Ты чё Неадекватная Какая-то Кнопка В студии Попалась Давайте Разберемся Карл Что с тобой Максимальная Ширина 600 Пx Окей И И И что А у тебя Position Absolute Ещё тут Какой-то Тебя Наверное Печалит Да Это Давайте Напишем Ширина 100% Напишем Position Static Display Давайте Какой-нибудь Блок Зададим И тогда Её Попустят Уже Окончательно Там Просто Разные Стили Иногда Перебиваются Много Всякого Поэтому Нужно Как-то Привести В какое-то Чувство Чувство Так Тут у нас Будет Барышня Себе Вообще Жить Даже Отдельно Ок То есть Мы такие Едем Себе И Понимаем Что Так Дальше Продолжаться Не Может В смысле Тут Ещё Может Нормально Так Продолжаться Но Барышню Немного Не Видно Поэтому Давайте В 480 600 550 Давайте В 480 Приведём Как-то Всех В Чувство Что Нужно Сделать Смотрим На Дизайн То Есть Вот Тут Нужно Немножечко Уменьшить Shift Соответственно Я беру Для Вот Этого Title Вот Так Вот Я Копирую Фонд Сайз 24 И Высота Строки 30 П Х Как С ним Всё Понятно К Нему Претензий Нет По Поводу Картинки У Картинки Мы Задаем Уже Непосредственно У неё Будет Смотрите Какая Высота 245 Поэтому Я Нахожу Нас Мобальный BG И Здесь Пишу 245 Так Окей Ну Тут Чувак Наехал Немного Не страшно Так Вот Так Пишу Вот Теперь У этого Элемента Который Наш Бокс Так Давайте Вырубим Стейтик Напишем И Вот Собственно Наш Не Стейтик Мы Не Напишем Сделаем Что Мы Ему Сделаем Ремонтники Стучат У меня Тут Не Могут Никак Угомониться Давайте Ему Напишем Вот Там Минус 245 Давайте 345 Сейчас Мы Короче С ней Разберемся Так Вот Она Во всей Красе То есть Мне Нужно Вот Здесь Написать Где Тобот Там А Сколько Я Написал Бот Там Так 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 Вот Сейчас Мы Порешаем То есть 300 Например Вот Так Можно Скопировать Пока Вставим 300 И Сначала Я Предлагаю Чуть Что Сделать Чуть Посмотреть Вот Сюда То есть Должны Заканчиваться Чуваки Ити Барышни И потом Тут Уже Без Всякого Без Всяких Рамок По центру Должна Быть Вот Эта Штука Дальше Получить К себе В аптечку У нас Получить Средство Панацею К себе В аптечку Смотрите Когда Текст Меняется Вот Здесь На мобильном Телефоне Но Это Типа Это Ненормально Так Не должно Быть То есть Нельзя Дизайне Нарисовать В одной Кнопке Сначала Много Текста А потом На мобайле Было Мало Текста Понятно Что Я Это Сейчас Могу Сделать Через Какие Нибудь Там Внутренние Спаны Что При Таком Размере Будет Сток А то При Таком Размере Будет Сток А то Но Это Типа Дикая Штука Поэтому Не стоит Не стоит Вестись На эти Провокации Сейчас Мы Тут Порешаем С высотой Чуть Ну как бы Друг к другу Поплотнее Чтоб Они Были А дальше Зафигачим Вот Эту Штуки Текс У всех Лишек Есть Некий Margin Bottom 45 Его Бы Сократить Так До Порядного Какого То Числа Скажем Скажем Что Мы Скажем До Скольки Будем Сокращать Будем Сокращать До 15 Давайте Напишем Это Margin Bottom 15 То Точно Так Ж Вот Здесь Укажем Пабам Ских Mb 15 Px Есть Такая Вечеринка Дальше Теперь Нам Нужно Уменьшить Высоту Вот Этой Всей Песни Она У нас Какая То Тут Написан Какой То Бэкграунд Сай 750 В Принципе Он Не Несет Никакой Вот Фигни А Вот Есть Минимальная Высота 645 Она Влияет На Всю Движуху Соответственно Она Должна Быть Где-то 500 Или Если Я Напишу 0 То Тоже Никто Против Не Будет Нdies Соответственно Для Папулярики Rob Per Я Напишу Минимальная Высота Давайте вот так напишем MH 0 0 это нормальное число Это хорошенькое число Так Барышня Ты такая здесь Вся крутая Но твое время еще придет Ты появишься с чашкой В нашей студии Если уменьшать, то видите она с чашкой появляется Что я бы такое сделал Сейчас для вот этого Популярити бокс Ох, сейчас начнется прям Карнавал событий Погнали Погнали Смотрите, точка Популярити бокс Падинг 0 Это сначала Дальше Популярити бокс Текст Вот так вот И здесь мы ему зададим Текст line center Border None Border none Нормальное CSS свойство А мое любимое Это display none Особенно для мобильной дерзки Так И теперь смотрите Теперь вот этого парня Желательно бы Где он бокс Поднять чуть-чуть То есть у него будет тут скажем не 300 А что-то вот Вот такое 255 Это я уже походу его задавал Просто сейчас некие корректировки Ну знаете как вот это на бирже Котировки А тут как Коррекцию мы делаем Корректировку Вот Все И как бы Мы такие уменьшаем Уменьшаем Кнопочка там себе Как кнопочка Все элементы Как все элементы И вплоть до 320 Сплошное счастье Везение И красота У нас На мобайле Вот Чудно Мне кажется Просто не блок А какое-то счастье Следующая часть Это у нас Друзья мои Вот это Ctrl-H Мы делаем И вот сюда Вот вставляем То есть следующая часть Наш заказчик Алонсо То есть если мы будем Вот так просто Наглухо уменьшать То я думаю Вот это идеальная Конечно картина Но не прокатит Давайте посмотрим Что он нам предложил Он нам сказал Типа чуваки Удивительная рядом Удивительная история Возникновения бальзама А потом Фоточка самого Нашего Создателя А в конечном итоге Он такой Возьмет И вот сюда Перепрыгнет Ух ты ж Без флаксов Не обойтись Что можно сделать Друзья мои Едем Едем Алонсо Тут такой вот Наезжает А если я Найду его Вычислю его Вычислю его По IP И напишу Background Тире сайз Пятьдесят процентов Пятьдесят процентов И мы такие Едем Едем И Алонсо Держится Держится То есть До какой-то Ну в какой-то Момент Мне пятьдесят процентов Мало Как бы печалит Ладно Короче Делаем Сейчас Ну допустим Я выиграю Что-то вот такое А что дальше До 2200 Мы доедем До 1200 Я допустим Доеду И что мне Доктор Скажет Что бы такое Придумать Что бы И не страшно И не больно Не ну жесть Алонсо Ты вынуждаешь Меня Нервничать Опять Ладно Давайте Что делать Что делать Печальная Картина мира Так Вот есть У нас Некая форма Эта форма Находится Где-то Вот здесь У нее Есть Margin Left 200 Я ее Сразу Вырубаю То есть Пишу Margin Left 0 Допустим Я это буду Сделать Для мониторов Каких-то Там Больших Вот так Можно Все это Скопировать И Мониторов Больших Что у нас Тут По большим Мониторам Выступает 1640 Ну пусть Будет Так И Давайте Напишем Вот Все То Что В принципе Мы скопировали То я Вставим Далее Возьмем Нашего Товарища Будем Его Называть Олонсу И Бэкграунд Сайз По нем 50% Чтобы Как бы Немного Немало 50% Вот Его Немножечко Эта Картина Где-то Удивила Где-то Обрадовала И Мы Такие Едем 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 Хоба И Так Так Едем 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 До Какого-то Определенного Размера Когда Уже Все Края Крайние Края Крайние Это У нас Допустим 1200 Если У нас Такое Событие 1200 У нас Есть Такое Друзья Мои Событие 1230 Нам Подходит Берем Заворачивайте И В этом Всем Событие Мы Мы Сделаем Тогда Вот Так То есть Мы Возьмем History Wrapper Background Image None Background Image Не Url А None Круто Уже Получилось Достаточно Прикольно Теперь Что Должно Произойти С Текстами Они Должны Разойтись На всю Ивановскую То есть Вот это Должно Стать По центру Это Должно Быть Вот так Соответственно Что мы Сделаем Мы Возьмем Вот этот Блог History Text И Напишем Максимальная Ширина 100% Так 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 Ну Видно Что Неадекватный Максимальная Ширина 100% Ну Пишем Максимальная Ширина 100% Максимальная Ширина 100% Дальше Для Вот этого Title History Title Мы Уже Будем Потихонечку Его Приучать Быть По центру И Весь Блог History Это Даже Не History Inner А Прям History Весь Блог History Мы Должны Закрасить Вот Таким Вот Цветом Вот Таким Вот Это Вот Такой Вот Цвет Background Color Бабахнули Вот Этот Цвет Есть У Title Тоже У нас Написано Максимальная Ширина Поэтому Мы Напишем Ему Что Теперь У Него Максимальная Ширина Будет 100% Пусть Радуется И Вообще У него Все Будет Теперь Шикарно Складываться Вот Есть Теперь Смотрите Смотрите Тут У нас Все Стало Как Надо В принципе Как По Макету Давайте Уменьшим Единственное Паддинг Топ Мне кажется Слишком Конский Сделаем Его Каким То Вот Таким 160 History Паддинг Топ Теперь Нужно Нужно Сделать Чтобы Вот Это Была Белая Часть Но Эта Белая Часть Находится Внутри Контейнера То Я Уже Как Я Выкину Для Мобайла Для Адаптива Это Практически Нереально Сделать Ну Это Нужно Придумывать Какие-то Схемы Авторы Before Какую-то Фигню Придумывать Ну То Есть Это Мягко Говоря Не Очень Хорошо Что Что Можно Сказать Выглядит ли Этот Макет Красиво Да Он Выглядит Красиво Корректен Леон Для Верстки Если бы Я Начинал Например Это Все Делать Mobile First Ну Такое Тоже Конечно Допустим Если бы Я Сначала Сделал Б Полонца Это Было Б Не В Контейнере Это Было Б Например В Контейнере Фоточка Было Бы Просто Как Им Допустим С Тем Ж Паддингом Потом Здесь Б Я У Чувакам Задал Б Условно Display Flex Но Мне Нужно Было Теперь Уже Придумывать Какой Нибудь Для Фоточки Контейнер Ну Такое Конечно Такое Такое Ладно Олонсо Обновляем Смотрите Сюда Сейчас Нужно Влупашить Олонсо Еще Сделать Чтоб Этот Блок Вот Этот Блок Например Какой Так Это Title Это History Text Это History Form И И Вот History Text History Form Если Я Возьму History Form Напишу Напишу Что Что Я могу Написать А я могу Что угодно Ему Написать Конечно Ж Давайте Как-то Будем Развлекаться С ним По полной Ух Что Я Наделал Что Вставилось Вот History Form Margin Left 0 Это Осталось У него Давайте Ему Напишем Максимальную Ширину 100% И Давайте Мы Ему Напишем Background Color Белый То есть Мы С вами Получаем Вот Такого Вот Юнца Вот Такого Вот Юнца Я Думаю Как Мне С ним Хорошенько Поработать То Есть Берем Вот Этот Весь Наш Блок У Блока Всего Написано Где-то Минимальная Высота 920 Я Напишу 0 Чтобы Вот Это Все Убрать Вот Здесь History Врапер Минимальная Высота 0 0 Фишка В том Что Сделать Я Смогу Любое Все Что Угодно Но Какая-то Моральная Часть Этой Всей Бас Не Хотелось Бы Чтобы Была Поактивнее Смотрите History Text Для History Text Вот Он Есть Я Напишу Паддинг Бат Там Условно 30 И Тогда Для Форм Напишу Паддинг Топ 30 То есть Я там Вычитаю Здесь Суммирую И Получится Чтобы Тут Было Больше Беленького Вот Здесь Осталась Зелененькая Форма Разлетелась На Все 250 Процентов Но То Как Говорится Фигня History Title Есть Здесь Есть Вот Такая Вот Штучка Так Ну Нужно Убрать Вот Эти Части Position Ну Это До Лампочки Все Только Если Абсолютом То Тогда Я Конечно Форму Расширю Эти Белые Чуваки Будут Везде Ладно Что Что я Хочу Сделать Я Хочу Сделать Для History Form Большой Большой Паддинг Left Пусть Этот Паддинг Left Будет Что-то Около 50% Точнее Не Паддинг Left А Паддинг Right Вот Чтобы Формочка Была Вот Такая Если Мы Посмотрим Вот Сюда То Ещё Можно Задать Некий Паддинг Left Там Пикселов 45 Паддинг Left 45 Паддинг Right Давайте 50% Вжух Паддинг Right 50% Для Чего Я Вот Это Вот Всё Делаю Если Мы Посмотрим На Макет То Тут У Нас Должен Появиться Никто Иной Как Олонсо Соответственно Я Для Нашей Форм Пишу Position Relative И Ниже Я Напишу Двоеточие Двоеточие Автор Контент И Смотрите 355 355 На 420 Встречайте Background Image Images Единственный И неповторимый Alonso Alonso .jpg Какой У него Слогар Вот Тут Нужно Нажать Вот Такое Что Я Ещё Хочу Сделать Position Absolute Ему Задать Правильно И Задать Ему 15px Right 15px А дальше Будет Видно Бах Нету Никого History Form After Content Ширина Высота Background Image Я неправильно Написал Background Image Images Alonso Gpg Alonso Gpg New Tab Alonso На месте Восторг Ширина Content Position Absolute Right Чё не так Друзья Мои Какой Нибудь Топ 0 Ага Я понял Z Index Нафиг Не нужен Видите Alonso Он Парень Какой Огромный Background Background Size Cover 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 Так Уже Что-то Смотрите Топ Мы пишем Немножечко С минусом Как у нас Вот здесь На макете Да Для текста Я все-таки Давайте Топ Минус Я написал Минус 25 Топ Минус 25 П X Background Size Cover И Что зафигачим Ещё Чтобы мы Такое Ещё Зафигачили Я вспомнил Где-то Я написал Padding Bottom 30 Для текста Давайте Всё-таки Увеличим И вот Там Пожалуй Даже Можно До 60 Вот Как-то Так Чтоб Тут Было Больше Вот Аланса Здесь И У Нашей Вот Этой Формы History Form Есть Куча Всяких Паддингов Но Ей Не Хватает Ещё Паддинг Тире Ботом И мы Значит Такие Хоп И поехали 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 Пока Мы Не Увидим Всё Вот Так Вот Паддинг Ботом 142 Ура Ура Друзья Мои И Скажите Ещё Что Ещё Нужна Линия Ну Это Просто Эпическая Вообще Песня Поэтому Давайте Кинем Паддинг Ботом Что-то Типа Ого Ого Какое Большое И ещё Сделаем Бордер Буб Вот Это Вот Всё Так Смотрите Как Сейчас Я Сейчас Как Закручу Тут 2 ПХ По идее Высота Тогда Вот Это Капернион И Сделаем Смотрите Здесь Пожалуй 242 Будет Потом Ещё Будет Какой Нибудь Маржин Батом 100 И Бордер Ботом 2 ПХ Солид Решётка Хоп И Вот Такую Вот Красивую Песню Мы С вами Зададим То есть Пабамс Вот Появилась Ещё Линия Ещё Появился Зелёный Фон А мы Так Думали Где Где Этот Зелёный Фон Нам Без Него Вообще Никак И Никуда А Эта Линия Не Относится Колонса Всё Стоп Кран Стоп Машина Убираем Вот Это Вот Так И Подум Вот Всё Так Ну Осталось Порешать Вот Этой Вот Частью Вот Этой И Вот Этой Мы Находимся Внутри Прекрасного Человека Под Названием Контейнер Наверное Самая Самая Нормальная Ну Типа Более Менее Схема Это Сейчас Контейнеру Который Находится Внутри Вот Этой Все Жести Убрать Паддинги То есть Смотрите Хоба Ну Давайте Вот так Вот Пропишем Типа Ноль И Ноль И Внутренним Элементом Вот Этой Штуки Для History Иннера То Есть Для History Title И Для History Текста Нужно Написать Просто Padding Left 15 Padding Right 15 Ну В Зависимости Тут Уже Есть Какие-то Паддинги Свои Еще Добавить Вот И Тогда И Тогда Это Будет Что-то Самое Более Менее Адекватное Ну Давайте Так Сделаем Потому Что Другой Вариант Это Уже Какие-то Края Крайности Такие Будут Соответственно У нас Есть History Внутри Него Есть Контейнер Поэтому Я Напишу Вот Здесь Точка History Пробел Пробел Точка Контейнер Вах Контейнер И Зададим Зададим Что Мы Зададим Чтобы Такой Задать Падин 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 Клефт Нулячий Падин Крайд Нулячий И Берем Теперь Для Тайтла И Для History Текста Давайте Напишем То есть History Тайтл Он Уже Здесь Есть Падин Клефт Ему 15 Падин Крайд Ему 15 И Для Пууууууууууууу Для Текста Для Текста Для Текста Вот Тоже Падин Клефт 15 Падин Крайд 15 Вот При 360 Еще Раз Порешаем Но Это Хоть Какое Это Более Менее Решение Придется Переопределять Все Едем 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 И При Размере В 768 768 Вот. Мы видим, что в принципе у нас плюс-минус все так, как вот здесь, да? Ну, только для title нужно написать поменьше шрифтец. Где же у нас тут он? 768. 488. Коль мы так уже пошли по полной программе, то здесь у него шрифт, обычно у них здесь 30, высота строки 40. Удивительная история возникновения бальзама. Вот. Нужно ему уменьшить, пожалуй, ширину. Вот так вот. То есть где-то 460. Максимальная ширина 460px и какие у него есть тут маржины. Да неужто никаких маржинов нет? Ну, давайте посмотрим. Маржин 0 auto. Маржин 0 auto. Обновляшка. Ок. Теперь, смотрите, в history title есть какие-то такие вот паддинги. Поэтому, если, например, нас что-то не устраивает вот здесь, в расстоянии, то мы можем написать padding bottom. Условно... там был, по-моему... Давайте 20 напишем, да и все. Вах! Нифига не сработало. А, сработало, но еще есть у нас у history текста, поэтому мы ему там тоже условно можем написать padding stop там 10 или сколько там надо. Есть. И, 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 и... вот здесь между товарищами должно быть чуть больше расстояния, соответственно, я, пожалуй, здесь для форма, для формы history form. Ну, давайте добавим здесь где-то 50% я добавлю что-то типа 57% вот так вот коперну и все, на 768 все удивительно круто, там респект уважуха, овации и всякое такое, но дальше начнется сейчас самая жесть. То есть все, мы привели, подписали у нотариуса и дальше Алонса Алонс Савич О, тут осталось, но мне так уж и печалится много, да? Хух, хоть тут с картинкой как-то попустило его. Вот, а тут не попустило. вжух, 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 отлично. Ну, такого я еще не видал, чтобы здесь футер был, в футере было выпилено лого, телефон, ну, ладно, фиг с ним. фиг с ним, с этим дизайнером. Классный пацан или девочка. А что я хотел сделать? Уже забыл все. А, типа посмотреть, что нам нужно дальше сделать, Солонса. То есть, дальше Солонса, он просто себе вот здесь занимает место, натоставьте свою почту, вот имейл, оставить почту. Все. Все. И удивительная история, просто шикардосная, самая удивительная история в мире. 20-26. Что, серьезно? Топчик. Ну, что ж, погнали. То есть, мы едем, 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 еще там что-то чуть-чуть. И на этом достаточно. Я считаю, что при вот таком вот размере, это размер там 680, нужно нам пересмотреть кадровую политику. Мне кажется, что это расстояние какое-то огромное, я его уменьшил, скажем так, где-то до вот до нуля. Паддинг топ-0. History title паддинг топ-0. При 680. Это 600. 640. А у нас нет 680. Ну, давайте для 700 будем фигачить. Паддинг топ-0. Далее. Далее. Вот здесь для нашей формочки шикарной History form я делаю следующую картину мира. Точка History form паддинг райд-0. Но зато паддинг топ будет большим. Если посмотреть на деятеля культуры, то у него где-то 385. Соответственно, мы делаем паддинг топ, давайте 400. 400. И тогда для History форм двоеточие двоеточие автор будет здесь. есть, смотрите, left-0, right-0, топ, но боюсь, что может и 0. И... у чувака было написано 420, то есть 355 на 420. Здесь я напишу 100% на 385. неплохо. То есть он уже мне кажется прикольно даже. Я бы так сказал. Так, смотрите, здесь у нас есть паддинг у формы паддинг left-45. Я, пожалуй, тоже сделаю паддинг right-0, а паддинг right-45 по x. Смотрите, достаточно хорошо смотрится вот. и мы вот так вот едем-едем и Алонсо такой воз... такой я превозношусь над данной формой для того, чтобы мне отправляли заявки. Вот. И как бы настолько сильно он превозносится где-то вот с этого момента начиная, что паддинг бат там 242 это слишком. Соответственно, мы его конкретно так преуменьшим до где-то вот пока что 50 до 50 паддинг бат 50 это где-то для экранов 600 а-то в принципе можно и прямо вот здесь сделать давайте сделаем паддинг бат 50 по x все шикарно то есть мы едем-едем-едем вплоть до каких-то экранов что-то типа 360 ну давайте раньше типа 400 480 у нас по-моему какие у нас есть значения у нас есть значение 480 вот здесь медиа и дальше уже идет аж 360 поэтому я вот здесь припаркуюсь самую малость опять же выберу нашу вот эту history form и уже где-то здесь напишу и padding left 10 и padding right 10 до есть вот мы едем 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 и я жду жду каких-то качель вот я их нашел то есть у прием контейнер при 360 у него по ринге так и 360 все равно не прибывает а поэтому все отлично все как баланса колонца единственное что мы такие едем и тут опять от хоп вот это перепрыжки тут стрелочку просто нужно вырубить соответственно сейчас неким образом я бы сказал генно модифицируем вот эту форму при 360 как мы модифицируем ну мы во первых напишем вот так вот давайте для всей формы текст лайн-центр вот до history форм 360 давайте вот так текст лайн-центр потом у тайтла вот здесь есть некий парень край 30 его нужно убрать по 1 край 30 по 1 край будет 0 обновляем текст лайн-центр ты чё значит у меня тут не 360 вода вот так вот 360 есть и вот здесь вот для вот этой моей кнопочки оставить почту оставить почту так давайте вот так input текст лайн-центр тоже ему текст лайн-центр оба и для баттона для вот этого баттона форум биттен у меня до формы тен я нему напишу сейчас давайте давайте мы его всего скопируем там я напишу типа видовое это я не отечество напишу так вот это все убираю это не нужно 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 хоп смотрите я тут напишу буквально там что-то пятерочка и здесь буквально что пятерочка соответственно можно вот так вот это все и удалить и рядышком напишу что на авторе теперь стрелочка уже не живет пока пока стрелочка это чудо и точек автор дисплей на круто мне кажется дос вот норм нормас я даже так сказал нормас все то есть мы как бы выкрутились даже о почти мы выкрутились даже самой печальной почти ситуации а вот тут хоп вот такое произошло неприятная инцидент как порешать это при размере 480 давайте сделаем вот history title добавить нужно все таки парнинг 155 да да то есть 480 это вот здесь и вот здесь фон сайс 20 по моему поста строки 26 пикс то что я увидел вот тут вот ага и вот тут какие-то параметры или я вот здесь увидел 2026 нету 1422 тут 1422 давайте теперь проедемся обновимся вот так вот хоп вот так вот 1422 ура ура друзья это очень хорошо все складывается у нас теперь следующий блок это блок с некой цитатой некой цитата некая цитата мы берем отсюда control x вот этот секция и давайте сразу две секции захватим сделаем что-то просто невероятное вот вот такую секцию сделаем сразу и вот такую что мы видим при нашем дизайне что бэкграунды убираются и чувак себе просто особо не меняется а эти нужно впихнуть ок так эти нужно не просто впихнуть там все должно быть закрашена этим фоновым цветом какая-то жесть вот всякое такое поэтому поэтому мы себе едем спокойно никого еще не трогаем алонсо вообще никого не трогает потом кто нам куда-то перепрыгнул тут какое-то пространство хаос и мы пожалуй сблизимся с людьми мы возьмем код врат в раппер при размере экрана 1200 и напишем по динг 0 а и минимальную высоту тогда сразу то есть я здесь напишу 0 то тогда и минимальную высоту нужно уменьшить потому что нас не поймет наше дорогое комьюнити ну да ладно давайте по очереди берем сюда выбираем 1200 условно 30 вот так вот падинг 0 запятая это прикольный селектор падинг 0 и минимальная высота 0 дальше а еще бы граунд и мэйдж б граунд и мэйдж на на вот так вот теперь внутри идет некий кто еще просто квот и ему я запишу что-то похожее условно я могу его записать и вот так то есть мы сейчас получим хоп есть вот такое приблизились ближе к людям теперь мы едем 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 и условно на 768 мне нужно просто поменять ему немножечко шрифт ну там отступы можно можно тут написать вот этому форме еще меньше отступа на тут падинг батом чтобы он не 242 меньше например а например там 135 хисто реформ 135 это при 768 то есть едем такие выбираем 768 хисто реформу делаем падинг райт и мы еще тут ему напишем падинг вот там 135 по x вах пересмотрим вот здесь на все параметры эй что-то не хочет писать размер шрифта это очень удивительно и сказочно видимо он уже сегодня переработался у нас написано 24 ну в принципе в принципе давайте давайте оставим да и все то есть мы дальше едем едем и понятное дело что нужно будет уменьшать если мы посмотрим на дизайн то конечный результат в принципе конечное приехали выходим это 14 14 и 24 бордеров нет никаких поэтому где то ну если я сейчас напишу вот здесь 14 то это будет неким образом странно поэтому нужно сделать для код иннер некий плавный переход скажем где то при ну сколько здесь 600 700 6 давайте 640 для код мы уберем border border напишем border none border none и здесь мы еще ему сделаем font size ну давайте сделаем 20 или это будет слишком тоже много 20 а высоту строки мы сделаем 35 и потом следующий заход будет уже где то где то где то вот там где то вот там 35 все теперь смотрите код inner я копирую и выбираю для себя следующий заход 480 и здесь я уже ему задам font size 14 11 высота строки сколько там 20 по-моему 24 высота строки 24 по-дам ну и все то есть теперь как бы до 320 у нас все шикарно единственное что автор бальзама доктор клаус тоже не захотел с нами делиться своими знаниями и и все ну ок ну можем чуть-чуть смотрите сколько у нас здесь у клауса 18 это дофига для него поэтому напишем здесь ему же тоже фонсайз 14 и такие хлоп и нормально хлоп и нормально окей 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 есть тут тоже прикольно но немножечко не то что вы знаете презентация была другая презентация была другая так окей сейчас давайте посмотрим о наш любимый следующий блок смотрите уже близко уже близко наш любимый блок и потом соответственно с ним любимые этапы ну это уже вообще по свежести сейчас мы сделаем с вами нефиг баловаться что они нам предлагают для вот этого блока потом просто я выношу вот эту часть идут по два ну короче ну короче дичь какая-то ладно что я хотел а я хотел с вот этими порешать то есть я еду 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 тут меня в принципе все устраивает тут они поцеловались уже в картине мира западного мышления ага не должны целоваться все таки то есть смотрите для того чтобы они не поцеловались где-то в какой-то какой-то вот момент допустим вот такой я должен предпринять какие-то действия а этот момент это там тысячу условно 55 кто у нас есть на сей счет придуманный 1600 1600 1600 120 вот 1040 у нас есть 1040 без него вообще никак никуда и чё поделать 1000 1000 баба 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 так что я могу сделать для элемента во первых давайте я возьму item title так items . items потом будет еще items title ok и и текст line центр а и темсу нужно задать вот такой вот бэкграунд колор панс панс памс памс сути у нас тут уже есть это бэдраунд колор ну то уже тоже дело такое на background color и мы вставляем вах есть 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 теперь альтерна у них написано ширина 312 я пьем поставил ширину сколько учащая высота есть ух чуваки друзья чтобы он такое придумать ну что ж погнали около 15 здесь у меня будет расстояние здесь у них расстояние 225 поэтому я сделаю что 225 а здесь 225 круто круто это у нас что это у нас понятненько то есть смотрите item пишу тогда здесь . item margin left 7 margin тире left 7 margin right 7 ширина 33.3333 процента как-то так бабахнули едем чуть-чуть уменьшаю смотрите можно у вот здесь для иннера для иннера написать padding 20 здесь 10 вот как-то так или даже даже 5 вуаля едем 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 чуть-чуть проехались словно где-то до там какого-то числа вот какое у нас есть число тысяча 940 940 да давайте проехались до 9 не ладно давайте уменьшим пусть до 900 ну ладно 940 940 мы проехались и уменьшаем высоту у элементов чтобы было не 312 а там 275 и это еще нам на одну ходку то есть вот так вот сделаем точка это минимальная высота 275 хоба и и вот она до 275 и мы вот так можем вплоть проехать до 768 и здесь когда будет 768 навести тот как бы порядок который 225 на 225 а потом что нужно вот сделать так подождите ну что то нужно вот так вот ну что то нужно будет сделать я пока особо не буду смотреть потому что мне становится страшно так и тут единственное что мы хотим еще с вами узнать 30 и 40 30 и 40 вот 768 пожалуйста поэтому я могу вот так вот скопировать по сути написать здесь 225 здесь написать тоже 225 225 225px и для тайтла задать все его любимые свойства потому что он очень это любит items title 30 px и высота строки 40px круть мне кажется это шикардосные условия и и и и мы пожалуй можем чуть-чуть вот как-то так до 300 у айтему в раперс минимальную высоту уменьшить потому что но это уже слишком как-то так круто круто едем 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 и для себя опять же где-то определяемся что сердце наше больше терпеть этих ущемлений не может и и пусть это будет там условно 680 вот давайте сделаем еще один напишем здесь 680 и и бабанс ничего не произошло правильно потому что мы ничего не написали и и как бы как бы теперь у меня вот они все идут иннер у них дисплей флэкс соответственно я напишу ему вот здесь . дисплей блок чуваков раскидает просто вот таким вот образом и мы начнем как-то с ними работать напишем . айтем ширина сто процентов сто процентов максимальная текста line центр или чё там или как там не не это все флекс элементы да айтемы да дисплей флэкс а тогда аще нормально тогда аще нормально только бордеры нужно вырубить пишем еще ширина сто процентов бордер но не чуваки стали и теперь мы такие это ты шо сделал со мной это чё такое модными красивыми такте алонсо не пугай меня так это высота строки где-то я задал какую-то конскую высоту строки вот line hate 35 ведь им медиа связать 343 написано строчка заходим 343 и и ставим тут по x все попустила то есть идет вот такая картинка а теперь давайте вспомним как мы вставляли 0 и 1 0 и 1 хух хух друзья мои порешали то есть смотрите мы можем ему так вот проехаться 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 и какой-то момент когда нам надоест катать уже и бензин закончится допустим это будет размер 360 мы с вами спокойненько подъедем сюда и им всему всему блоку айтем спиннер кое-что запишем и вот этим циферкам тоже кое-что запишем сейчас сейчас короче цвет должен стать вот такой как мы смотрите как быстро цвет цвет фантастика есть все ребята это просто какое-то чудо чудесное единственное что ну ну без единственного что вы же меня понимаете так не бывает 24 и 30 для тайтла то есть я возьму еще вот этого чувака 24 24 и 30 и припаркую где-то его вот здесь фон сайс 24 высота строки 30 по по 30 по халл высота строки оба крутяцкий крутяк крутяцкий крутяк все переходим вот сюда тут так control х как мы этих чуваков делали у нас были некие рова вот у нас есть первый row второй row ладно сейчас вспомним сюда иди вот так вот есть вот такие штуки то есть 1 2 потом вот такая вот фиговина 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот такая вот фиговина и вот такая вот фиговина а он хочет Алонсо чтобы у нас сначала было вот эта фиговина потом вот эти две штуки две штуки две штуки две штуки две штуки две штуки одна штука а вот это с вот этой поменялись местами и она все травы там ну капец типа кусок текста нет ну ребята не не рассказывайте мне потому что это печально чтоб на мобайли не было там типа убери абзац такое часть рецепта утеряна в секрете хорошо ну что же как говорится задача задача все сделали как говорится в задача поехали едем такие едем едем смотрим смотрим прижало потом куда-то попустил о это интересно будет сделать друзья я думаю я вам сейчас тут поведаю кое-что интересное кое-что интересное кое-что интересное ну давайте сначала то есть вот так вот уменьшаемся так значит олунсо олонсо должен быть вот здесь состав шведской горечи все травы там все травы все дела так что неудобно тут чуть чуть теперь уже удобно то есть я где-то еду еду понимаю что тут дальше идут качели тысячу давайте 1200 будем что-то решать 1200 и будем что-то решать ситуация патовая конечно друзья тем более что у чуваков здесь по смотрите по 270 и их вроде как бы расширять то особо и не надо то есть это не такие товарищи которых можно расширить ну ладно короче значит не суть сделаем следующим образом то есть у нас состав шведской горечи это некий вот такой вот композишен бокс то есть это композишен бокс и этому композишену боксу все чуваки находятся вот эти внутри rovo написано дисплей флэк джастфи контент space between соответственно я композишен боксу сейчас беру при вселюдно что то пишу 3230 я давайте так вот хова упс 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 давайте зададим ему что-то типа ширины 100% вообще или там максимально у него какая-то указано у него написано на максимальная ширина 560 соответственно мы должны написать максимальная тире ширина 100% вот чувака вот так вот поставила перед всеми разлетела окей теперь я ему пожалуй напишу какой-нибудь ордер ордер на обыск ему я напишу ордер 0 а его друга нам а его друга нам нужно написать композишен айтем ордер 1 вот ему ордер 0 0 а здесь друган и мы поставим ордер 1 это будет газ из хорошо обновляемся и красиво теперь вот такая схема конечно же фигня ну типа как они находятся поэтому что мы сделаем мы сделаем для вот этого composition row например flex start но я так понимаю это у всех так случится такая беда если я напишу flex start то всех немножечко подшабашит в эту сторону ну мягко говоря это не очень да мягко говоря это не очень что же будем делать в этой всей ситуации ну то есть как ее исправить то есть вариантов на самом то деле масса но подойдет ли это мне в будущем хз если напишу например а light just content space around вот так вот то в принципе вот такая модель поведения ну наверное будет более адекватной да то есть наверное я сделаю смотрите space around потому что ну вот такие вот плиточки чем вот так они будут идти друг по другам и перетаскиваться не покажу вам схему схему покажу в каком-то следующем макете это не проблема а space around соответственно я беру composition row и пишу здесь есть just fit content space around фантастика есть а тут не очень хорошо произошло сейчас но мы что сделаем мы возьмем для вот этого чувака composition я его тупо буду уменьшать вот а вообще в конечном итоге кого он превратится хызы в кого кого-то превратится ну как бы это лучшее что мы можем сделать сейчас перекинуть блоки сюда мы особо не сможем потому что я их разбил по сути по composition row вам сейчас такой сижу и думаю может быть и не следовало разбивать их показишь по по composition row но типа что сделано то сделано поэтому окей окей соответственно еще для вот этого чувака я напишу 600 давайте 600 напишу там то есть composition link максимальная ширина будет 600 максимальная ширина 600 по x тадамс есть едем 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 хоп перепрыгнули едем 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 смотрите тут нужно что-то решать то есть понятное дело что видите вплоть до 768 у меня тут все хорошо я могу уже как-то адекватно с элементами общаться то есть смотрите при 768 у меня так а вот здесь вот так то есть тут по сути элементы не 270 уже становится а становится больше по размеру но это не проблема сейчас мы с ними порешаем сейчас мы с ними порешаем но перед этим вот тут когда происходит вот такой вот хоп скачок веселья это где-то на 900 там чем-то там 940 вот это вот все давайте найдем какой-то медиа запрос который у нас есть и нам он немножко прокатит подойдет ну 940 отлично то есть и мы возьмем вот здесь для composition link текст мы напишем орда условно 1 а вот здесь для вот этого composition item ага тут уже ордер 1 давайте вот тут напишем ордер где там а еще типа не применилась не написала давайте вот так вот хоба на 940 нам нужно уже есть так не понял кому я написал ко мне нужен просто так 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 композицируем композицируем линк не нужно просто давайте ему ордер 2 поставим и тогда будет все на вас вот все не поменялись местами уже это какой-то бонус скажем так для нас все мы можем ехать вплоть до 768 не и вот здесь при 760 8 мы будем решать вопросы то есть у нас смотрите что нужно порешать начнем с самого верху верха вот вот эта фигурина она где-то размерами идет пятьсот двадцать по икс поэтому мы находим вот эту фигурину всю это композицию это композицию боксе пишем максимальную ширину пятьсот двадцать по икс центрируем по центру если так можно выразиться центрируем по центру марджин 0 ауто и максимальная ширина пятьсот двадцать по икс это еще не все шрифт вот здесь меняется не шрифта размер 3040 и вот где состав видите вот это брк а вот как раз таки сейчас это брк а вообще типа нам не уместно нам нужно ее как-то убирать ну типа же жестянка соответственно что я сделаю я возьму просто композиция тайтал вот здесь напишу еще типа брк а дисплей на но эта схема конечно жестокая конца из 30 . высота строки 40px вот обновляем смотрим и тут написано почему-то 400 потому что композиция бокса еще есть по динк лифте по динкрать какие-то очень сильно сумасшедшие соответственно мы это убираем по динк лифт 0 по динк райт 0 вот то есть все получили картинку какую-то более менее приемлемую и теперь вот здесь композиция айтон написано 270 на 270 но теперь правила музыки изменились и это уже не 270 на 270 это теперь что-то 332 на 332 соответственно мы пишем мы это пишем 332 плюс 332 по бамс вот они такие стали тут все нормально с чуваками вот этот стал вот сюда и опять же смотрите а у них должно быть вот так что часть шведской горечи до сих пор потеряна на веки вечные поэтому как мы сделаем чтобы это получилось мы возьмем вот этот элемент composition link composition link и сейчас мы его немножко подправим каким образом то есть смотрите у него тоже должно быть 332 плюс 332 ну и дальше типа мучайтесь чуваки как хотите впихивайте как хотите но это должно быть так то есть обновляемся получили немножечко не то что нам нужно теперь давайте приведем в то что нам нужно то есть нужно убрать бифор и поддинг лифт сделать но 0 поддинг лифт 0 и соответственно двоеточие двоеточие бифор дисплей нам есть это мы сделали дальше тут внутри идут какие-то сумасшедшие отступы вот такие то есть давайте мы даже вот так вот возьмем хоп вставим вот это все и немножечко подредактируем margin left я поставил .0 это нам не нужно максимальная ширина там с этим уже порешали и вот тут внутренние парлинги сверху 54 ну и всякое такое давайте их решать то есть я обновляюсь и вот паддинг ну пожалуй я подниму его вот так дальше вот здесь я уменьшу до вообще конкретных каких-то значений здесь я пожалуй оставлю чуть-чуть для кнопочки и кого это волнует да и как-то вот так как-то вот так сделаем еще давайте что-то сделаем вот впихнем потому что я другого как бы особо нормального адекватного варианта не вижу потому что убрать кусок текста на мобайле типа дисплей на не смотрите то есть можно конечно я оборачиваю его какую-то непонятную штуку и удаляю если это вот какой-то статический лендинг но это больше всего это очень сильно похоже на статический лендинг поэтому все просто типа алонсо сказал вот там ставишь вот там удаляешь никаких вопросов нет так паддинг я меняю на вот такой поэтому друзья дисплей нан свойство всем знакомое можно заюзать так по поводу заказать сбор трав то это тоже вообще-то не вопрос наша компания занимается разными заказами так мне нужно вот эта циферка она будет уже не 50 ох ты ж посмотри какой хитрый то что не влазит что ли вот так все то есть вот эту строчку я сейчас добавляю отсюда несколько точнее строчек и это уже немножечко сделала модель как на 768 смотрим глаз любуется мы такие кое-что круто вообще шикарно берем еще уменьшаем и и вот она вот так вот прыгает нам и нам нужно чтобы на устройствах с очень крутым размером экрана 320 было оно вот так то есть здесь у него размер будет 300 ну пожалуй 300 на 300 и в конце вот это нужно будет его перья фигачить чуть-чуть и мы перейдем уже непосредственно к блоку отзывы там и вообще все будет очень 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 просто так у нас получается вот такая модель поведение а еще я хотел посмотреть фотошопчики вот тут все посмотрел то есть смотрите у нас же так же красиво мы едем 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 хоп едем едем красота да то есть и здесь тоже в какой-то момент давайте выберем для себя чтобы этот момент был 300 так тут какие размеры у чего я уже забыл 332 соответственно мы выбираем для себя что-то типа 360 да и тут сейчас поменяем полностью всю парафию вечеринки значит что нужно сделать composition padding топ давайте уменьшим пусть будет где-то там 115 условно composition погнали погнали они пока оставим соточку а там посмотрим tags здесь у нас будет текст line-center и 2430 соответственно мы берем мы берем этот элемент font size сколько там 24 высота строки 30 x line-center это хорошо теперь эти все элементы внутренние вот эти вот composition айтемы да нет нет ну как бы как бы как бы как бы чего вот composition айтем иннеры ширина 300 высота 300 все у них никаких проблем нет они как бы стали мы едем 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 самый конец и вот здесь нужно повышать вот этим чуваком то есть тут все очень просто это composition link и должен он выглядеть у нас каким-то вот таким вот образом да пишем 300 пишем 300 высота пишем например 100 процентов и дальше разбираемся border у него у него padding 0 0 border none padding 0 есть дальше это у нас что-то типа 1424 поэтому мы задаем текст align center и какой здесь шрифт параграфы параграфы это параграфы поэтому я возьму вот так вот скопирую и напишу font size 14 высота строки 24px обновимся получим что-то такое и вот эту кнопочку нашу btn зафигачим вот сюда и сейчас я ей объясню в принципе как стоит жить она на позиция не до ну на таком себе позиция а и так давайте я ее вот так вот скопирую я всю скопировал вот так вставим давайте вот так я и написал left минус 20 чтобы она прижалась краю нужно еще раз собирает минус 20 с паддингами я бы поспорил и давайте вместо вот этих каких-то конских паддингов здесь напишем 22 там 10 условно px текст line центр и на авторе уберем эту стрелочку отсюда вандерфул и добавим что-то типа а можно ботом например ауто и усе да можно нам разрешили вот ботом авто и крут ну все это шикарно это шикарно друзья возвращаемся назад берем теперь можно раскомментировать какой-нибудь следующий какой-нибудь следующий блок то есть control x и тут дальше уже останутся другие блоки то есть у этого это у нас должны остаться вот так вот отзывы тут два читать отзывы присоединиться и решить все свои проблемы в жизни с помощью светской горечи ну базару 0 то есть мы вот так вот уменьшаемся 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 и надо бы что-то с этим сделать это уже какой размер 1180 поэтому едем в медиа запросы есть у нас тут такой товарищ 1230 и смотрите у нас здесь есть есть ну смотрите есть четные нечетные давайте even возьмем вот таких вот и напишем дисплей на вот они исчезли а а а ну а в принципе остальным так не фьюз текст максимальная ширина 100 процентов есть теперь едем дальше едем короче никого себе не трогаем доезжаем до до какого-то значения со знаком 9 940 окей при 940 но здесь есть контейнер некий ревью с линк и две ссылочки берем им тус линк а и делаем эти две ссылки дисплей блок что ли что ли что ли хова так смотрите я написал дисплей блок но этого мало потому что потому что так устроена эта жизнь margin right 80 нужно дописать еще что-то типа ширина сто процентов потом и этого еще и мало потому что чуваки на позише на в чуваке себя нормально чувствует как бы у него сдвинуть так чтобы мне точно мешали кроме а а тю-тю чуваки же флексовые элементы поэтому я вообще вот это убираю и здесь пишу флекс тире direction колон все и чуваки у вас без вариков есть и теперь ревью с линк то маржин батон там условно 40px давайте поставим 30 ок 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 хорошо а хорошо далее едем к тебе такие и когда доезжаем до 768 то начинаем сейчас тут решать все вопросы то есть 768 вот она и погнали то есть здесь понятное дело 3040 все как мы любим берем вот так вот опять же тут мы видим брку внутри то пишем а reviews title text line center reviews title брка display none font size 30 line height 40 так вот хоп круто просто шикарно смотрите аноним и наталья остались просто как вот четко мы знали кого нужно оставить теперь посмотрите на такую штуку дело в том дело в том что в чем дело дело в том что вот это идет на ширину как вот эти элементы элементы но мы элементов тут особо не заморачивались шириной так у нас чисто по приколу короче если мы хотим чтобы вот здесь фон был закрашен и еще чуть дальше то нужно сделать только и одну единственную схему можно сделать можно взять вот этот текст бокс или даже вот этот reviews content вот это вот все да reviews content айтен внутри текст бокса то я ему задавал что-то там что ему там задавал не им вообще нифига не задавал кому я цвет задавал вообще чуваки а вот reviews content да да соответственно я могу написать сейчас reviews content что-то типа падинг тире баттон что-то там типа 250 по x дофига дофига 175 175 175 вот можно даже 150 возьмем возьмем может и не хватит 150 ну ладно то такое сейчас порешаем это для того чтобы она вот вылазила за границей теперь вот этих чуваков которые вот здесь вот внутри я их просто маржин минус затянул вот сюда в праздник жизни все вот они теперь хоть в празднике каком-то минус маржин топ минус 192 маржин топ минус 192 есть и теперь вот читать так я должен написать маржин райт 0 вот так вот все 768 этап можно сказать пройден едем давайте посмотрим что здесь должно быть а здесь они должны влазить как бы по фигу то есть едем 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 а а тут начинается качели так у нас что тут идет хорошо то есть смотрите вот здесь где-то приблизительно приблизительно это какой у нас размер что-то там ага не сильно далеко мы и уехали ну ладно то такое у нас здесь по графику следующий параметр это 760 или 680 ну мы давайте сделаем еще 740 почему бы и не сделать и при 740 сейчас тут начнем делать наши фишечки то есть для reviews текст я уберу padding left и padding right padding left будет 0 и padding right будет 0 сейчас текст устанет хух так reviews текст и что это ты такой 740 не убралось ни фига ага потому что есть более сильная штука но это неважно эндейдж и более приоритетные мы их тоже зафигачим сюда вот так мы сильнее если вместе есть теперь для вот этой линии для before left 70 написан мы напишем 0 то есть reviews текст ну это чудо и точа before left 0 порешали да ну ладно before reviews текст ага приоритетность так так теперь читать отзывы и кнопочка соответственно кнопочка у меня идет у нее написано что мне написано какие то там паддинги какая то там стрелка я возьму ее вот так вот вот и мы с ней немножко поработаем и вот так вот after display нам тут напишем ширина сто процентов текста line center и padding совершенно не такой а а 22 скажем там пять этап уже пройден для нас есть 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 это круто это круто осталось вот такими чуваками порешать то есть что им тут пообещали им тут пообещали все что будет у них шикарно а по факту нифига это огромные паддинги и так далее я возьму review стаб они классные пацаны напишу по пятьдесят процентов и паддинги смотрите у них паддинги 25 сверху и снизу а там дальше не важно поэтому я сделаю что-то типа text line центр паддинг 25 по x 5 по x все и они должны сейчас они нифига не встали но то такое так пятьдесят процентов включилась включилась паддинги поменялись подменялись text line центр есть есть что-то не влезла что не влезли чуваки не положено по графику потому что два блочных элемента ну это мне конечно так себе поможет онлайн блок спим пофигу онлайн не поможет у них еще тут контейнер что же мне делать ну разве что так так я надеюсь дальше вы будете влазить то вроде должны напишу 49 процентов и все будет зашибись 50 не влазит потому что между инлайн элементами инлайн блок даже элементами все равно есть какой-то отступ но нам хорошо что мы его не видим так все штука работает и теперь нам нужно чтобы это все впихнулось вот вот такую вот красоту и все будет шикарно то есть все будут довольны мы едем 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 вот тут перепрыгнуло и тут перепрыгнуло главное чтоб до 320 опасности не было страшно 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 есть ура 320 прошли все круто единственное что я возьму еще ревью стайл там и внесу его в реестр где у нас здесь 360 есть и что я ему напишу конечно не помню не помню я что там я писал обычно таким чувакам 2430 крут 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 есть о классно появился скролл кто посмел посмел нафиг его знает а подождите может быть это мне не нет 320 так едем 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 хоба хоп скролл подождите это может быть даже не в нашем вот этом блоке я вот так вот могу ревьюс удалить скролл есть то скорее всего от этой кнопки же что по 16 лучше напишу, да и все. Ну вот, обновляем и до 320 вот так вот мы. Ты что, посмотри на него. Или я не тому написал. Тому. А, я понял. А, блин, натуре, тут же я менял контейнер. Тут должны быть вообще по десяточке. Ой. Точно. Точно, точно, точно. Вот, тут по десять надо ставить для чуваков, потому что я же контейнер переприявил на маленьких экранах. Поэтому у меня здесь вот это все полетело вот так вот. Все, есть. Теперь скролла нет. Скролла нет, счастье есть. Идем теперь вот сюда. И по сути нам осталось еще совершенно блок билд. Потом блок сертификаты и футер танощепанты. Так что мы сейчас допилим это все. Так, здесь нужно, чтобы просто вот такая табличка осталась. Вы принимаете участие в создании эликсира. А на мобайле вы принимаете участие в создании эликсира. Ок. Базару 0. То есть, смотрите, едем, едем, едем. Можно оставлять, по сути, и вот так даже. До 768. Это не страшно. Пусть будет соблазн, что там видна какая-то бутылка. Но тут вот уже пошла качеля. То есть, видите, вот хоп, качеля. Хоп, качеля. Поэтому где-то 800 с чем-то сейчас будем применять действия. Если мы посмотрим вот здесь на отступы, то они равны 60 с чем-то, 50. Тут поменьше. Создание их 7 возраста и здоровья. Ок. Выбираем для себя какой-то медиазапрос, более-менее подходящий. По брекпоинтам. Это что-то типа что-то типа не 768 и не 940. Поэтому давайте создадим свой с Blackjack. Да? 840. И что нам тут стоит учесть? Паддинг 40, 70, 45, 70, здесь 70. То есть, мы можем вот здесь вот чуть-чуть уменьшить. Условно до до 50. Условно до 50. И... Давайте вот так вот возьмем вот это все скопируем. И в рапперу мы напишем background image not. Обновляем. Обновляем. И есть возможность еще чуть-чуть проехаться, но опять же не сильно. Ох ты ж кнопочка. Что ж ты такая дерзкая. До 768 даже не доедем, что ли. А что ей не нравится, собственно говоря. Так, давайте уберем вот здесь. у reviews'а что-то уберем. Чтоб не было такого отступа. Что тут нужно? Ага, вот что. Нужно убрать. Margin board там. И потом поменяем на... На ноль, что ли, да? Потом может будет плохо. Да не. Так. Как впихнуть в 768 кнопку? Сейчас как-то впихнем, смотрим на кнопку, что тут у нее. Паддинги всякие там. Это где? Какая-то мутная тема, друзья мои. Как? Кнопка влезла в 535. Если сейчас она занимает 432. Ну как-то влезла, да? Короче, что? Будем расширять блок. У блока есть паддинг 20. Сделаем паддинг 0. Ну вот, правильно? Паддинг 0. И... 644. Ему можно быть... Максимальная ширина 644 по x. Вот. Все влазит даже при любом вот таком вот... Движа. То есть при большем мониторе влазит. И мы едем, едем, едем. И опять какая... А, вот. Все. При 768 влезло. Главное, чтобы. Да. То есть при 768 влазит. А дальше при 768 все круто. А при 760 мы сейчас сделаем прям все шикарно. То есть все нормально. Тут все влезло. Теперь сейчас мы будем с ним разбираться. И дальше можем разбираться как захотим. Потому что следующий этап это оно уже должно быть вот таким вот. Вот. Дальше гарантия качества. И... Сказочный... Сказочная песня. Такс. Ну что ж. Друг мой. Чтобы не было качель. В раппер. Кто такое? Давайте напишем build raper. Я напишу, что минимальная высота 0. Дальше. Вот. Наимца. Дальше. Я напишу, что inner box padding 0 border none. Паддинг 0 border Вот. Теперь у нас есть еще какое-то место. Мы еще можем чуть проехаться. Но не сильно. Теперь я уберу эту стрелку. потому что она меня кумарит. И за нее все проблемы. То есть это build link я напишу вот так вот padding 22 px5 ширина 100% текст line center и на авторе я убираю стрелку. Есть такое. Обновляем. Крут. У build в раппера по бокам по 55 padding. Это нам не надо. 0 поставим. Тут давайте еще display block. А у build в раппера напишем padding left 0 и padding right 0. Вот так вот. Вот. Все. То есть красиво, прикольно, стильненько. Я вот еще при 768 кое-что поменял для title. То есть для вот этого скорее всего оно здесь как по шаблону 30. А нет. Тут видите большое стало 40-50. Поэтому как бы окей. Не парит. Тогда не парит. Все. Уменьшаю, уменьшаю, уменьшаю. И пришло время подумать о серьезных вещах. Поэтому я выбираю какой-то серьезный размер. что-то типа 480. И беру вот этот title и буду задавать ему уже непосредственно то, что от него требует вот здесь. 24-30 фон сайз 24 высота строки 30 по x дальше там все еще хотят чтобы что чтобы title был типа textline center textline center и вот этот вот пиптичек тоже был textline center span вот этот вот тоже был textline center то есть смотрите я вообще тут по поводу шрифтов я особо здесь не присматривался не смотрел возможно где-то я допускал даже не то чтобы возможно на вертника я где-то упускал где-то нужно было шрифт переделать то есть оно все должно быть одинаково единообразно во всех блоках то есть если title в одном столько-то стал то и всех остальных на таком же размере экрана он тоже должен быть но я как бы тут уже не заморачивался особо сильно над этим потому что я знаю что вы это сделаете и ну потому что вы же захотите там эту работку там куда-то себе внести соответственно вы это все сделаете подправить это будет дополнительное задание и не все мне делать правильно вот все короче зафигачили блок вот такой он весь из себя крутой офигенский я бы сказал крутой офигенский теперь я что сделаю я уже окончательно вот здесь уберу вот это закомментированное потому что я думаю что я сейчас совладаю с двумя блоками тем более что с футером там нефиг баловаться совладать так гарантия качества если бы бальзам вам не понравился все дела сертификат но ага то есть конечно же без качель каких-то не обойдется то есть мы такие себе едем 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 и где-то там на тысячи с чем-то я вот так скажу на тысячи с чем-то где-то давайте на тысячи сорок я вот здесь бы под шаманю кое-что то есть сертификат контент я написал бы margin left 0 margin left 0 как минимум padding left 0 сарянский я же думаю что я пишу margin думаю чего это я написал там margin с какого перепуга так есть давайте еще раз посмотрю масштаб то есть гарантия потом сертификат а потом но как я вам такое сделаю друзья это уже я не смогу разнести потому что у меня это все находится в одном контейнере а то в другом так что извините но я не буду короче сертификат впихивать между ними потому что у меня гарантия качества и вот это находится в одной колонке сертификат находится в другой колонке мы конечно можем применить схему которую мы применяли на новой гвинеи когда алонсов впихивали на автор на before но типа камон гарантия качества но а потом уже сертификат сделаем да и все поэтому сейчас мы немножечко отойдем от этого их канонического списка и вот эти все схемы нефиг баловаться то есть мы сейчас сделаем по своей очень крутой методике едем 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 такие себе и тут мы понимаем что пора 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 сделать все по-нормальному то есть мы выбираем для себя какое-то такое значение 940 например и погнали как сейчас понеслось что нужно сделать первое то есть я во-первых погнали сертификат инна беру этот сертификат инна пишу высота сто процентов дисплей блок на дальше что у нас там типа загони ага ставлю короче что ставлю не знаю текст лайн центр стрёмно ставить не будем ставить поэтому возьмем просто вот это вот текст лайн центр окей теперь вот тут текст padding write 0 текст лайн центр padding write 0 текст лайн центр и у него небось какая-то кто ага вот сертификат контент максимальная ширина нужно написать сто процентов и margin write 0 максимальная ширина сто процентов margin write 0 погнали уже да глюки хоба теперь сертификат ты вообще в своем ли ты уме можно просто написать position static его попустят немножечко вот но я бы задал ему еще вот здесь margin 0 auto тут задал каких-то по них топ 25 ово и наверное еще не по них топ 25 а просто по них 25 и тут 0 маржин нам никакой нафиг не нужен здесь а вот текст line center было бы кстати все так ну хорошо хорошо ну с футером сейчас мы решаем еще едем себе такие едем 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 все нас вообще шикарно устраивает ладно у нас футер давайте не шикарно устраивает то есть будем делать вместе эти блоки где-то в этом районе мы вырубаем футер фон и футер лого а этот район это 13 район 13 район это где-то значит давайте выберем 1040 запятая точка футер лого дисплей на как-то так есть теперь чуваки должны будут так стать новым это мы с ними повешаем едем себе едем 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 перепрыгнула себе потом опять мы вот так вот едем и где-то давайте сделаем все-таки по 768 методики ну то есть в принципе смотрите тут такая штука а здесь нужно вот так ну еще такой вариант в принципе кое-как можно сделать ну любой вариант можно сделать то есть и тот и тот но как бы мы выбрали схему более оптимальную как я считаю вот смотрите теперь вот эти чуваки которые вот здесь вот по центру что мне нужно сделать у меня хутор иннер есть и я пожалуй напишу как-то так при 768 justific content не вот так light items center flex тире direction call вуаля бабанс и это ссылки это footer inner давайте добавим еще justific content center вот так вот и нормально и нормально все едем себе едем 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 потом смотрите что потом в какой-то момент пусть этот момент будет 480 у нас по-моему есть такой есть такой момент 480 или что-то типа того так так есть 480 что сделаем возьмем вот этот но но и ему подправим немножечко крылья давайте тут это ладно это можно оставить так 45 я бы тут умеем шел где-то до каких-нибудь 10 и соответственно здесь бы тоже до каких-нибудь там условных 10 уменьшил бы вот так есть первый пошел это не нужно дублировать теперь ну как бы я не убираю просто вот эти все фил сеты вот это все бордеры ну можно убрать уберем может быть раньше попозже и для тайтла 24 50 но 50 это немножечко нас обманывают сейчас соответственно мы вот тут напишем фонсайз 24 высота строки 30 как всегда это было на макете вот а для картинки для картинки вот она я напишу просто максимальная ширина 100% и ширина 100 100% и она будет тянуться растягиваться и не будет появляться никакой нижний скром все то есть как-то вот так едем 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 хоп хоп то есть видите она уменьшается и давайте я уже сейчас не знаю 360 мы дотянем дотянем вот 360 ого тут отлично давайте вот это расстояние 250 можно заменить вообще на 50 условно еще еще это можно сделать при каком-то большом размере экрана ну небольшом а когда перепрыгнуло то есть где-то 900 с чем-то сейчас поставим чтобы не было такого большого огромного отступа давайте вот тут поставим памс едем 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 вот чуваки все перепрыгнули тут точно так же все перепрыгнулось выбираем для себя 960 360 точнее и сейчас тут сделаем какую-то косметическую тему немножечко чтобы было так как на макете вот у нас 360 вот это такое большое полотно и что мы сделаем то есть у нас идет сертификейт да давайте напишем его и зададим его background color вот этот знаменитый цвет который у всех есть что-то типа вот такого вот есть я вижу что есть гарантия качества вот теперь сертификат у нас будет в конце и теперь вот но со всеми и сбор заказать сбор трал соответственно как я переделаю вот этот блок достаточно просто беру его этот блок сертификейт бокс padding 0 padding 0 background color тоже вот такой вот только точку запятой вот здесь и вот здесь заберу вот и теперь беру fieldset fieldset тоже пожалуй так если padding 0 напишу то что будет будет нормально не нормально да будет нормально border non border non и что-то я ага padding 0 так теперь 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 для но это вот это напишем текст align центр немножко не туда припарковались есть ну еще ему по-моему вот болт надо добавить вот как-то так все видит косяк это косяк нет косяк и заказать сбор трав соответственно нужно его сейчас тут подкорректировать вот эту кнопочку это create certificate link padding 22px5 уже мы научены потом берем вот это вот копируем отсюда вот так двоеточие автор и пишем ему display none и тут ширина 100% display block text line center margin top условно 25 вах и оно на позиция анирования у меня каком-то да я думаю что да поэтому position static чтобы его вырубить это позиционирование вот все есть есть зафигачили то есть вот такая у нас мобильная версия получилась тут можно чуть-чуть уменьшить расстояние вот вот такая у нас 320 никакого скролла нет давайте сделаем на 768 посмотрим вот у нас все то что на 768 и самое важное что мы с вами сделали это мы не делали такого что только на 320 нормально на 768 нормально и там условно 1920 а то что между ними творится это полный какой-то в общем анал-карнавал мы сделали по-нормальному без всякого были конечно моменты которые когда мы реализовывали изначально десктопную версию то следовало бы нам посмотреть на то как оно выглядит на адаптиве на мобайле чтобы принять решение как его делать и если бы мы на это обращали внимание то у нас возможно было бы меньше как через вот этой барышней и с тем что мы алон составили на автор и на before вот вот плюс ну там в этом макете смотрите я его просто начинал как макет вот вообще для новичков а так по хорошему здесь можно было бы вынести вот эти вот отзывы о шведской горечи то что я через запятую ставил то есть title можно было вынести вообще отдельный класс title потом один раз написать что в 768 шрифт меняется и в 320 шрифт меняется то есть его разбер и мне не пришлось бы каждый раз ну реально я очень много раз это прописывал это ну типа печальная картина естественно я в своей работе использую сборки галпы использую припроцессор и там все настроено уже более-менее на автоматизме поэтому вот как раз сейчас в это время на канале еще появится где-то плюс-минус несколько дней верстка сложного макета на галп 4 там с припроцессорами с фигмой со всеми там будет видно некая оптимизация но там она как бы не то что будет видно там макет сложный такой динамический оптимизация больше идет на проекты которые вот прям там корпоративные всякое такое там интернет-магазин там есть повторяющиеся элементы макет тот он про серфинг и там серфинг это же должно быть что-то крутое экстремальное поэтому вот такие вот штуки вот ну есть тут некоторые моменты которые нужно обсуждать на этом макете с дизайнером имеется ввиду адекватно ли делать вот эту штуку реализовывать ее или не реализовывать вот опять же по поводу вот этих бр видите тут чтобы сделать вот такое нужно было поставить бр соответственно мобильности мне приходится эту бр убирать через какой-нибудь через какой-нибудь что через какой-нибудь дисплей если бы здесь еще программинг был то вряд ли бы получилось такое там потом убирать ну это все знаете это все тонкие нюансы зависят от того что дальше должно быть с этим лендингом на какую CMS или вообще без CMS то тогда вообще можно было делать картинку ну в смысле имеется ввиду что вообще прям идентично идентично не париться что контент где-то может меняться потому что где-то я на это закрывал глаза где-то не закрывал но в целом как бы работа получилась как работа я думаю Alonso заценит вот этот парниша такой да который придумал данную шведскую горечь что же друзья мои я благодарен вам что вы были все это время со мной верстали тоже пакет повторяли за мной учились я очень рад если какие-то мои знания которые я вам передавал они вам пригодятся вы будете использовать их в своей жизни возможно я для вас приоткрыл завесу на какие-то CSS свойства или еще что-то что-то что было раньше непонятно сейчас стало понятно для меня это очень приятно я рад что вам заходит тот контент который я делаю и я вижу ваши благодарности в виде лайков в виде комментариев в виде подписок так что спасибо вам большое первую очередь это все делается для моих подписчиков вот ну что ж друзья до скорых встреч увидимся дальше на канале